Девушки отдыхают Всего пару недель. Так нравится твоя открытость и поток мыслей. Но вот один вопрос очень мучает. Подскажи, пожалуйста, почему ты реагируешь на негатив-неадекват-глупости в чате, а на позитив и норм-комментарии нет? Ведь это деструктивно и для тебя, и для нас. И, кажется. И, кажется. Но суть в том, что на самом деле я реагирую на всё в чате. Просто ты, наверное, видишь только негатив. Это называется общение в прямом эфире, и оно происходит на протяжении многих часов. Мы общаемся и на хорошие темы, и на плохие. Вот. Но как бы на негатив тоже временами нужно реагировать. Мы же тут не как бы не в мани-мерке живём, да? Вот. Если кто-то ругается, допустим, то мы ему говорим, ну ты дурак, иди в жопу, заткнись и прочее там. И потом начинаем ругаться. Такое тоже бывает. Чат, я, пожалуй, ты знаешь, должен перезапустить ещё раз. Ну, просто потому что... Ну, или всё нормально. Я не уверен. Или нормально всё. Чё-то как-то, ты знаешь... Нет, не нормально, я вижу красный сигнал. Сейчас, чат, я снова вернусь. Это самое главное, не ранее ничего страшного, окей? Так, подожди. Секунду. Угу. Секунду. 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 Что здесь происходит? Мы стрим-столкача запускаем. Чё-то он последние пару дней довольно странно работает на самом деле. Вот. Но вроде нормально. Хоет я вовремя. Та, подожди ещё. Ещё ничего не началось. Ммм. Ты знаешь, что это с первого сентября на самом деле началось? Как это... Как это может быть связано, интересно? Так, я сейчас кое на что посмотрю. Так, секунду. Ага. Не, не то. Не то. Аблет. Яндекс.Браузер мне нравится тем, что он просто вместо того, чтобы я дописал какую-то поисковую в поисковой строке какую-то ерунду, он берёт и сам, короче, говорит, я догадался, что тебе надо. Я говорю, нет, мне не это надо. Он такой, а, вот тебе это надо. Вот, вот. Я говорю, нет, подожди. Да подожди. И ты, говорю, а он, сука, закидывает. Закидывает свои варианты. Так. Угу. Ну, вроде всё нормально. Да? Делает из тебя человека, заткнись. Вот видите, Полли? Как бы, ну, человек натоксичил. Мы ему сказали, заткнись. Но это не значит, что буквально полчаса назад мы не говорили друг другу, какие все красивые. Понимаешь, это так работает. Друзья. Вышел, так сказать, русификатор от Дипл. Вот. Это достаточно неплохой переводчик. Но тут временами будет потраченный перевод. И тем не менее, я думаю, что многим из вас так будет проще. Я, как вы знаете, на слух перевожу английский. Если я увижу какие-то косяки в этом переводе, я вам объясню, в чём и почему так сильно они облажались. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня будет довольно хорошо. Я думаю, что сегодня будет довольно весело. Вот. И да, мы с вами продолжаем играть за человека, который уже несколько раз сидел в тюрьме. Поэтому, ну, герой у нас выходит такой. Я сегодня хочу на геймпаде попробовать поиграть. Сегодня хочу попробовать поиграть на геймпаде. Не знаю почему. Понтуется на пятой минуте стрима. Кто понтуется? Ты ему скажи, чтобы больше этого не делал. Хорошо? Заткнись влюблитель. А, я тут, короче, смотрите, я просто проверял перевод. Дипл прекрасный переводчик. Ну, он считается сейчас одним из лучших. Ты в Найтботе инфу поменяла переводе? Нет, я просто убрал эту команду из чата. Поэтому они больше не будут её прожимать. Ведь так же это работает, да, чат? Хочешь Старфилд на Steam Deck'е? Хочешь, купи, пишет Тодд Говард. Хорошо. Вы знаете, кто-то говорит, что на Steam Deck'е игра работает хорошо. Ну, то есть 25-30 кадров. Вот, и... Я просто таким людям скажу. Вы же понимаете, что тут проблема-то не в чистоте кадров будет? Но она работает? Да я понимаю, что эта команда работает. Ну, блин, ну и хрен с ней. Пусть и работает. Ой, да какая проблема-то, господи. Ой, уберу. Сейчас задушат просто. Команды в названии нет, поэтому её никто специально прописывать не будет. А кто не специально прописывает, ну и хрен с ним. Ну, ладно. Ладно, сейчас уберу. Сейчас. Какие вы такие душные, господи. И Даша у вас предводитель душноты просто. Так, перевод. Я шучу, конечно, не подумайте. А то там кто-нибудь сейчас подхватит и понесёт. Так, это убрано. Всё. Всё, исправил. Больше команды перевод нет, понимаете? Выключено. Удалена. Короче, со Steam Deck'ом. Вы понимаете, в чём проблема? Это же дезинформация. Подайте в суд на меня, не знаю. Вот. И, короче, проблема Старфилда в том, что эта игра, это древнее говно мамонда. Вот. И поэтому, в общем, посмотрите, как, допустим, в Старфилде происходит путешествие с планеты на планету. Ты выходишь из здания без загрузок, бесшовно. Заходишь в космический корабль без загрузок. Взлетаешь без загрузок. Поднимаешься на орбиту без загрузок. Выбираешь точку назначения без загрузок и летишь без загрузок. Потом появляешься у новой планеты без загрузок. Входишь в атмосферу без загрузок. Приземляешься без загрузок. Заходишь в здание без загрузок и разговариваешь с NPC. Как это происходит в Старфилде? Ты находишься в здании на планете. Выходишь из здания. Загрузка. Идешь к космическому кораблю, проходишь 50 метров. Заходишь. Загрузка. Садишься. Взлетаешь. Загрузка. Выбираешь планету. Загрузка. Приземляешься на планету. Загрузка. Выходишь из корабля. Загрузка. Идешь к зданию. Заходишь в него. Загрузка. Перед тем, как зайти в здание, ты заходишь на соседнюю часть локации. Загрузка. Ты понимаешь, какой-то пиздец будет на стимдеке. О, простите, что-то бомбанул Я, кстати, играю на геймпаде сегодня, как вы могли заметить Все плавно Но я теперь ни хрена не знаю, как здесь что работает Так, хорошо, да В общем, у нас переведен интерфейс одним переводчиком И субтитры другим Ну, задание я вам переведу сам, хорошо? Сегодня мы будем говорить с Владимиром С простым таким русским парнем Владимиром Загрузка Ясно, Тёма посмотрел вчера Док, мне не нужно разговаривать с анимешниками Для того, чтобы понимать вещи, которых я Ну, собственно, варюсь уже лет 20 Тёма ещё не родился, понимаешь, когда я играл в компьютерные игры Господи, фанаты Тёмы Это такие же люди, как Тёма Вот они такие Валериан любят Они не любят маяк, ты знаешь Им нравится играть в одну игру Им нравится дальнобой идти И нравится превозносить Тёму Это ссора, так и передайте, это ссора Так, где простой парень Владимир? Где он? А он, походу, не здесь Перевод через Дипл? Да Не, про аниме я не говорю ничего Аниме — это жизнь Аниме — это красота Так, нам с вами нужна загрузка Ещё раз, друзья Некоторые люди прям думают, что это хейт Ну, при этом некоторые люди Прямо у них, похоже, какие-то тоддовские бабочки Выживать, и они не понимают очевидных проблем этой игры Ну, вот это вот графический пиздец Извините, для 2023 года Но обещали-то Есть планеты, которые выглядят достойно Геймплейная игра, в принципе, работает Но многое можно было сделать лучше Ну, при этом При всех этих минусах, как бы Откровенного хейта не хочется Потому что это всё ещё игра Тодда Просто ощущение, что она вышла в году 2009 Вот, ну Ну Что? Что? Что такое? Идёт сюда В тюрьме два раза сидел Это вчера только Выглядит достойно только на презентациях Да вы просто играть не умеете, вы глупые Не знаю, я говорю, у меня такой кек Вчера стрим был Мы, как бы, ну, если Откинуть в сторону людей Которые ходили там с транспарантами Что игра плоха Ну, это было очень весёлое, на самом деле, прохождение Вот Боёвка не то, чтобы хватает звёзд неба Но, на мой взгляд, довольно Пойдёт Играть в неё местами весело Не всегда, честно Когда ты говоришь, какого-нибудь врага Вот А он просто, ну Куда-то уходит в стену Это не очень весело Вот, да То же самое с персонажами Ну, типа Ты с ним разговариваешь А он такой Ну, просто смотрит Как будто Тебе в душу С этими анимациями Симовскими Вот Ну, ну В чём успех стримера? В том, чтобы Его либо не любили Либо ненавидели Либо как меня Или увидели Где видосик на ютюбе? Я Ты знаешь, вчера я просидел 12 часов После этого покушал И лёг спать И спал просто убитым сном Ты знаешь, я очень устал вчера Поэтому не успел Прости Так, мне нужно продать всякое разное Проверь инвентарь на стальные балки Которые ты накрафтил Может от них перегруз вчера был Может быть Слушай, как всё плавно на геймпаде Жесть, конечно Так, а где у нас продаётся оружие? Ну, я продать хочу своё оружие Так, ещё раз Инвентарь На самом деле на геймпаде Он работает весь чей Не через ходки А через вот это вот Это довольно удобно Так, наверное, ресурсы, да, у нас? Балка весит 1,60 У нас 12 балок На кухню я их накрафтил вообще Я просто, ну, как бы Абсолютно на морозе Накрафтил кучу балок От тасковых с собой И они при этом не весят даже ничего Ну, собственно, да Главное не графон Главное, чтобы интересно было В No Man's Sky тоже графона нет Но люди из неё не вылезают Я буквально ни разу вчера не сказал Что мне неинтересно в эту игру играть Если бы мне было неинтересно в неё играть Я бы, ну, вчера бы и сказал бы Давайте ограничиваемся первым взглядом Старфилд Главное разочарование года Я ещё раз хочу сказать, что так пишут Крайне тупорылые люди Ну, без агрессии, но подумай сам, да? Вот, ты буквально Получаешь от Тодда Уже восьмую где-то игру Вот, ну, абсолютно похожую на предыдущие Просто в другом сеттинге Восьмую Ты либо просто необучаемый Либо одной из двух Подумай над этим Ну, то есть И после этого ты идёшь И рассказываешь это людям в чате Ты рассказываешь людям в чате, что ты тупой? Ну, я не знаю, честно говоря По-моему, это не очень тебя красит А, это купить Так, хорошо Так, у нас есть ножик У нас есть автоматик Так, топорик надо продать, наверное, да? Вот эта винтовка тоже ничего была Но я теперь на геймпаде играю Поэтому сегодня, я думаю Мне снайперки противопоказаны Так, этот автомат очень хорош Но патроны на него Чё-то как-то в последнее время Подожди, а может быть А нет, тут бутерброды продаются Стример не таксич Я сегодня не буду реагировать Но я понял, что некоторым игра не нравится Мне самому она не нравится Как бы во многих моментах Во многих нравится Вот, но я вчера просто пытался понять Что в голове у людей Которые, ну Так сильно удивились Что это новая игра от Тодда Которая, собственно, сука, выглядела Как игра от Тодда Ну, ну ладно Как бы, хорошо А почему вот это вот? Это... Зачем я это забрал? Я где-то ходил по станции И просто взял вот этот вот Компонент какой-то Огромной рации И он весит 3,5 кило И у меня их много Так вот, что у меня Господи, боже Откуда я это своровал? Три штуки таких Откуда я это взял? Они при этом, блин Не стоят ничего У меня есть медь, кстати говоря Медь надо на корабль сложить Золото Боже, я вчера реально Под конец стрима Походу упоротый был Так, ладно Эти все компоненты Мы, наверное, оставим Какой-то баллон давления Лубрикант с собой наш Ну ладно, лубрикант Пусть будет Так, хорошо Вот это все надо на корабль сложить Только я не помню как Так, провод Не, провод тоже можно накрафтить Не, в принципе Я это все оставлю Вот это вот все Далее Шлемы у нас один Одежда у нас одна Так, что вообще В принципе и как Угу Так По оружию мы у тебя Купить ничего не можем Отсортирую по весу Да, на самом деле Ты знаешь, я думаю Что я сейчас просто Половину всего Буду в корабль складывать Слушай, ну перевод На 80% Хорош Погоди, ты все на себе Таскаешь? Ну да Погоди, ты что русский? Да, сегодня ночью вышел Сначала потраченный перевод С охлаждением Траханье А потом В общем Купи лазерный бур Да он мне не нужен Бля, правда нужен Вот, а после этого Люди прогнали через нейросетку Дипл И получили Довольно годный перевод Его, конечно, еще ждет редактура Но на стриме Это прям спасение Бля, опять не туда зашел Я не могу начать Сегодня прям буксую Я не знаю, что такое Смотрю тебя уже 9 лет Две недели, как родила Неделю назад узнала Что после двухлетней войны С раком Мы с мамой проиграли О, господи, боже Я сочувствую очень Вот идиот Я надеюсь, что В жизни у тебя все пойдет В гору в ближайшее время Держись там, хорошо? О, господи Так, ладно Нет, это не то Подожди А я это не продал Вот этот автомат надо продать И Tombstone тоже надо продать Чат, пожалуйста Поставьте сердец Ладно, это мало Это глупо Но это хоть что-то Подержите Ты купил эту игру Из чувства, что Игру нет Чувства, что тебя ебали Не знаю Знаешь, я как-то не очень Проецирую свою сексуальную жизнь На игры Я рекомендую тебе Не знаю Завести подружку Или, ну, подрочить хотя бы Ну, друг Успокойся, хорошо? Не пиши в чат Ну, желательно вообще никогда Пока Пока у тебя вот это Вся внутренняя Ты знаешь Я не знаю Вот это давление Вот это напряжение Пока оно все не уйдет Выпусти, так сказать Своего внутреннего Джина Куда-нибудь наружу Потому что это же Полная дичь Эти Эти критики в интернете Это просто пиздец Какой-то Боже мой Какой кошмар Какой стыд До свидания Ну, вообще-то Было местами Местами было, да Че, как там Первый выходной Это, ребята В учебном году Нормально? Нет, чат На самом деле Извините меня Я просто Примерно с тех же Двух ног Влетаю Что и вчера В обсуждении Хорошая игра Или плохая Я, как правило Кекаю С этих обсуждений И накидываю Местами при этом Сгорает жопа у самого Но я постараюсь Сегодня Не негативить На эту тему Ладно Ну Просто Ну Понравилось Хорошо Не понравилось Тоже Ладно Хорошо Где здесь складывать Сегодняшний перевод Намного лучше Чем что Вчера я переводил Гадость такая Так, хорошо Где-то здесь У нас хранилище У меня что-то Знаешь Вчерашний день Такой В смутном тумане Так, здесь мы с вами Разрабатываем Всякое разное А где у нас хранилище О, лежит на месте Да, я сегодня С геймпада Подожди У нас хранилище Где-то здесь На стене было Подожди Господи Не может быть Что у меня такая память Была плохая Начал играть Насобирал всякого Вот ты насобирал Куда ты складывал Куда ты складывал Это хоррор Нет, мой друг Но откуда у тебя Вообще возникла Такая мысль Слева от кокпита Так Здесь у нас Люк Здесь у нас Сидение Ты корабль Апгрейдил Да Но я как бы Не сильно менял Его компоновку Поэтому У меня обнованная Игру качается У тебя нормально работает У меня стрим Сегодня очень плохо работает Я даже не знаю почему Так Ну вот у нас Следовательская станция Сейчас подожди Герой ходит Будто плывет Немного рывками Да Это называется Управление с геймпада Сейчас Сейчас Секунду Слева на стене Я только что включил Нет у меня С самого начала Сейчас Я раздуплюсь Что-то сегодня Как-то туговато идет Так Навигационная Консоль У тебя в описании Стрима Приметка Инди Хоррор Ну и что У кого-то там Блин я не знаю Кошка девочка И ничего Слева от сидения Главного Так хорошо Сейчас Артур Проснись Вот главное сидение Угу Угу Слева от него Слева от него Находится здание Справа внизу От кресла пилота Угу Угу Я не помню Свой корабль Я вчера как будто Пьяный был что ли Или что Чуть назад Так хорошо 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 Вот оно Господи Чат Серьезно Так Положим туда Всякое разное Как же ты Как ты медленно Чат Все это искал Так Балки сюда сложим Эм Полностью Сложим сюда Алюминий Полностью Кислоты Анальгетики Так Это все хранится И при этом Оно вроде как Его отсюда Прям можно класть В Так Берил Кофе Вот из-за этого У нас очень много Перегруза было Много Всякого Разного Странного А да В контейнер Больше ничего Не лезет Упс Так Ну Есть же Настоящее Полноценное Хранилище Слева Груз Справа Сейф Так Подожди Чат Кофе Кофе Выпить Так Я Только Что Пил Я Не знаю Почему Так Все Происходит Так Сохраним Не могу Я настолько Отупел Господи боже Как же Это было Типично Так Сейчас Я потихоньку Все сложу Заодно Узнаю Что у меня Есть Вот Поэтому Чат Временами Разминайте Мозг Иначе Будете Как Стример Слушай Я Видел Только Что Многие Пишут Про Музыку Мол Что С ней Она Звучит Как Зажеванная Пленка Вот Сейчас Услышал Это Сама Оно Реально Так Или Это У нас Только Поставьте Источник И Вы Тапочек Сука Допустим Наоборот В каких То местах Нестабильно Работает Оно Откуда Это Все Откуда Это Все У меня Я Не Знаю Откуда Это Все Я Это Все Не Воровал Даже О Правый Тапчик Бля Можно Я Просто Загружусь Это Кошмар Мне Сейчас Все Это Перекидывать Мы Сегодня Как С Тяжелого Начали На Сам Деле Это Что Пугает Подожди Серьезно То Блядь Какой-то Кошмар Вот Мы С вами Сколько Уже Сидим 20 Минут За Все Это Время Ничего Не Добился Источник Стоит Зажевывает Не Знаю Такого Не Должно Быть Какой-то Блэд Кошмар Сегодня Происходит С Моим Мозгом Я Не Знаю Так Хорошо В Блендер Блендер Так Секунду Нет Вот Я Опять К себе Складывал Я Просто Знаете В чем Прикол Дело В том Что Я Сегодня Взял Геймпад И Одновременно Разбираюсь Как управлять Геймпадом И Пытаюсь Сложить Вещи Проблема Еще В этом Вы Не Подумайте Что Я Настолько Безнадежный Я Просто Ну Я Не Знаю Зачем Я Взял Геймпад Но Мне Сегодня Захотелось Так Вот Поэтому Я Не Всегда Понимаю Что Я Музы Фоллаут 4 Так И Мне Надо Немного Поспать Точно Хотя Бо В Игре Вообще Вообще Не Не Адаптирован Под Игру Сегодня Просто Не Работает Так Мы Идем К Владимиру Где Это Гадость Взлет Вот Так Я Хочу Полетать Просто Геймпад Игра Громковато Так Вчера Ж Вроде Настраивали Стрим И Я Вас Спрашивал Теперь Это Все Хорошо И Мы Вот Пришли Вот К Этому Как Говорил Один Мой Нетоксичный Знакомый Если У вас Жует Музыку Ладно Это Грубо Не Плавненько Конечно На Геймпаде Прикольно Так Хорошо Миссии Посмотрим Так Свет Во Тьме Так В Неизвестное Владимир Установить Курс Владимир Это Сколько Мне К тебе Скакать Это Что За Звездная Система Ну Вроде Я могу Двинуться Прям Сейчас Так Анализ Счетов Блин Красиво Красиво Короче На источнике Все точно так же Это такая музыка Просто Отвяжитесь От меня Отвяжитесь От меня Отвяжитесь Пожалуйста Отвяжитесь Со своим Звуком Мне Насрать А это Даша Писала Господи Прости Пожалуйста Так А мы Как Сканер Включать Как Включать Сканер На Ага Во Вижу Окей А как Здесь Рыскан Нет Ангаж И прочее На Геймпаде Вот Как То Так Да Управление На самом Довольно Примитивное Так Стоп И Что Мне С тобой Делать Ну Вот На На Кловомыш Это Я могу Вот Так Вот Нажать Так Анги А Во Все Понял Вопрос Поближе Надо Было В общем Если У кого Технические Сложности Идите В жопу Все Вчера Всех Все Устраивало Сегодня Нет Вот Блин Мне Нравится Кому То Потише Кому То Погромче И Тому Подобное Извините Пожалуйста Я Пытаюсь Разобраться В своем Мозге Тут Блин Так Как Управление Менять Прыжок На Треугольник Как Обычного Тора Господи Как Это Неудобно Так Но В целом Встальном Нормально Все О Вон Он Владимир Как Вон Владимир Простое Так Сказать Рязанский Парень У Нас Тут Молодежь На Палубе Приятно Видеть Что В созвездии Появилась Свежая Кровь Я Не Ладья Сейчас Секунду У меня Тут Новая Газировочка Отечественные Я Не Новичок Я Был Космическим Шахтером Честная Работа Но В этом Нет Ничего Постыдного Некоторые Из нас Делали Гораздо Более Хорошие Плохие Вещи Жаль Что Я Смеклывать В лоджии Посмотреть Как Собираются Артефакты Но Я тут Немного Забудился Присматривая За глазом Со мной Такое Тоже Случается Я теряюсь Чем-то И теряю Время Всегда Предпочитал Работать Один Даже Рядом С теми Кто Мне Нравится Но В этом Деле Мы Работаем Все Вместе Лучшие Группы Для Разгадывания Этой Тайны Не Найти Среди Звезд Нормальный Перевоз Итак Станция Ока Она настроена На сканирование Дальнего Космоса Барет и Сары Вычислили Признаки Что там Артефакты Спрятаны После того Как мы Второй Нашли Но данные Медленно Движутся По морю Света Годы И десятилетия Отделяют Нас От окраин Космоса Без Грави Привода Ну Понятно Ладно Проверим Лично Вы Будете Не Единственными Агентами Созвездия Андрея И Маттео Занимаются Сканированием Сами Маттео Ушел Недавно Андрея Давно Не было Не хочу Разыгрывать Из себя Озабоченного Старика Но я волнуюсь И я старик Так Но я присмотрю За Андрея Подожди Это Андрея Или Андрей А что за Андрей Еще один Новичок Созвездий Который Делает Себе Имя Любит Быть Сама По себе Андрея Судя По всему Я это понимаю Поэтому стараюсь Присматривать за ней Немного Насколько могу Перевод кайфовый Нет Перевод на самом деле Так себе Но он намного лучше Чем То что Мы и делали Вчера И как вы слышали Половину Тут допустим Он не переводил Я на слух Да перевел Поэтому Я думаю Что все будет хорошо Андрея девушка Ну я уже понял Да Он же говорит Щи Ладно Я поищу Андрея Она должна быть На одном из двух объектов Которые отметил На вашей карте Она может позаботиться О себе Но Всем нам иногда Нужна поддержка В любом случае Надеюсь Вы поймаете Улыбку удачи И нам понадобится Еще несколько артефактов Которые можно рассмотреть Поближе Счастливый охот Это русский чел Да А че не видно что ли Я не понимаю Итак ты из багрового флота Уволен Как говорится Новый русский В малиновом флоте Как в малиновом пиджаке Ну понимаете Не знал что такое бывает Обычно нет У меня переплата по кредиту От госпожи удачи Долгая сказка В которой можно увязывать По уши Но если вы когда нибудь Захотите навестить меня У меня есть дом там На звездном поле Думаю что увижу оттуда Жизненное затмение Думал Но созвездие увлекло меня С тех пор я там не был Если ты все таки пойдешь Туда выключи свет Когда будешь уходить Хорошо? Окей Окей Мой комрад Так у него тут есть что нибудь такое Эдакое Интересное Почитает Почитает там Не знаю Вот из юнэм товарищ Владимир И вон тут Реклотка И вон тут Реклотка Окей Он тоит Огурец И балалайка На О Окей Надеюсь никто не Блин Блин у него тут красиво Кстати Слушай Когда я подлетал Станция Выглядела довольно маленькая А ты посмотри Найс Красивый корабль Ты знаешь У меня сейчас опять Вот это вот состояние Которое Ну Было вчера По ткани стрима Я куда то начал спешить Я даже не понимаю Зачем я спешу Мне спешить то некуда Такое бывает Надо просто Сбросить себя Так сказать Эту дурь Красивый Просто сидеть И наслаждаться стримом Игра позор Как Redfail Угу Хорошо А ты маме рассказывал Пади расскажи Скорей Эту станцию Рекламировали В первом тизере Я не смотрел Особо Какой-то бардак Уже Красава Ну ты скажи Чтобы она тебе денег На такие игры Больше не давала Поспешишь Чат насмешишь Да Ммм Говорю Сегодня не буду Таксичить Ладно Прости меня Пожалуйста Ладно Я просто Ну Я даже Как бы Каких-то эмоций Не испытывал Пакет Бейкерфу Владимир It's Cosmo Beers Ну пробуем Comrades It's my friend Нет я понимаю Что как бы Бывают Да много Всяких Людей Бывают Просто Единственный Русский В игре Ну Это немного Странно Нет Ну я не знаю Я не буду Конечно Накидывать Немного Страноват Ну на мой взгляд Ну мы же не знаем Какие там расклады В будущем Верно Так Найти Андрею Идти на Порцион 3 Так Это все В одном месте Так Это я думаю Главный квест И он типа Ну найди Андрею Поэтому четкого Какого-то Этого не будет Давайте сначала Мы на пиазе Один пойдем А потом На порционе Будем ее искать В общем Как-то так Пригай Какашка Прямо спереди Назад Право Лево Посмотрите Верс Носики Спасибо тебе За подписку Людей на Твич Пиазе Пиазе Система Си Так А тут же Может как-то Осмотреться В кабине Мы типа Прям сидя Как это делать С геймпада Да Сегодня я играю С геймпада Какого-то Особого Объяснения Этому нет Просто захотелось Я как бы все-таки Любитель игры на геймпаде А вчера я не играл На геймпаде Потому что мне постоянно Приходилось включать Выключать Перевод Вот А теперь когда перевод есть Я могу попробовать Но стрелять Понятное дело Будет менее интересно Ну да ладно Соль бы в этой игре Не так много Еще из минусов Игры на геймпаде Отсутствие Конкретно Так Отсутствие Хотки Для многих действий То есть тебе приходится Через главное меню Многое делать Так посмотрим Не исследованная Геофизическая Активность Джойстик Штурвал не пробовал Не это перебор Это все-таки Игра от первого лица Больше Команда не фурыщет Или я тут Так в названии стрима В названии стрима Больше не руши нет Ну Команда перевод Верно О черт Что бы наделали Так Здесь явно Придется дышать Немного глаза У него вышли Упоротые Хотя здесь В принципе Сложно сделать Неупоротые глаза Так Вот мой костюм Так А шлем Здесь у нас Все нормально О боже Шлемы забыл продать Вот что мы Опять таскаем Ты же можешь В любом месте Планета Совершать посадку Да я знаю Ну Нам просто сюда По заданию Мы сюда По заданию Пришли Добавь название Стрима Дипл Так это же бесполезно Ну Да Наверное полезно Но полезно ли Верно Слушай Очень много Реально Под рукой И очень удобно На геймпаде Кажется Позорная стрельба Демон Мы поняли Тебе игра не нравится Ну как бы Все Полегче Родной Выпусти пар Посмотрим Мультики Ну серьезно Хорош Ну не негатив Слишком сильно Я же вчера Говорил Мне пофигу На игру Как бы Я сам Не считаю Хороший Ну и плохой Сильно Не считаю В общем Я просто Не хочу Видеть Постоянный Какой-то Срач Негатив В чате Спокойно Успокойтесь Мне просто Неприятно Это читать Давайте лучше Попчаться На хорошие Темы Вот допустим На тему Скайрима Да Ты кстати Купил Я без Огра Но тем не менее Ты Огр Хорош Просто подумайте Вы тут приходите Как бы Извините за выражение Насрали Ладно Хорошо Это тоже грубо Наверное грубо В общем Ну высказались Да У меня таких Несколько тысяч Людей приходит А то и несколько Десятков А как вчера Вот и несколько Сотен тысяч И ну И я как губка Это все должен впитывать Пожалейте стримера Пожалуйста Пожалейте мою психику Я просто иначе С ума сойду А как на геймпаде Фонарик включать А вот так наверное Загрузка Ф Я говорю на геймпаде Как фонарик включать Ф И ведь не один человек Написал Так а что мы тут делаем У меня каких-то четких Утверждений Ну как бы Понятно что мы там Ищем поиски Ведем очередного артефакта Но Давайте посмотрим По миссии Так что конкретно Мы сейчас здесь делаем В неизвестное Так мы идем На пиации Ищем артефакт На пиации Понял Ты душишь Свободу слова Тиран Ну да Здесь демократии Не пахнет Никто не говорил Здесь тоталитаризм Говорят уже Вышел мод На фов Я бы его очень сильно Хотел Потому что Ты как будто В лупу смотришь Сюжет захватывает Скорее Ты знаешь Захватывает Стрим В этой игре Я прыжок на Эту кнопку В этой игре Всегда есть чем Заняться со стримом Ну то есть Заняться на стриме Со зрителями Это одна из тех игр В которой интересно Играть с чатом В одиночку Не знаю Но именно с чатом Это весело Выглядит токсично Так Никель Кстати Чат же все-таки Был прав И это Типа Даже немного Удивительно Так Избранное Поставим Вот сюда Наверное Да Буля Там горячо Прям совсем горячо Так ли мне нужно То что там Все горячее Все жжется Все-все неправильно Ой да забирайте себе Эту руду сраную У меня и такое много Не обижай чат Я говорю Мне с чатом Хорошо И нравится Играть в эту игру Не обижай Тысячка Обеденная Сейчас бы застревать В пещере Просто Когда вперед Идешь Найс гейм Без пизда А ты бы смог Играть Старфилд Без чата Да Конечно Я в основном Интересные игры Прохожу с чатом А если какое-то говнище Выходит То я прохожу в соло Когда делать нечего Вот Эту игру я прошел Это не значит Что она очень плоха Нет Ладно Простите Но именно с чатом Ее Еще один Почему камни в воздухе висят Ну такие артефакты Именно из-за них Мы здесь Это какие-то части Какого-то древнего Похода устройства Но никто не знает Что это за устройство Представляешь Поговорить с ММКО Короче Ждем Тест 6 Еще раз Я просто не понимаю Чего вы ждете Я просто У меня в голове Не укладывается Реально Люди такие Мне не понравился Ну вот Старфилд Который похож на Fallout 4 Который похож на Скорим Ждем Тест Тест 6 Там-то все Очевидно Будет по-другому Люди верят Чудо Я не знаю Это Это очень Это тупо Реально Ну То есть Либо тебе нравится Игры Тодда Либо не нравится Он уже просто Буксует уже давно Что Кто вы такие Вчера где-то На каком-то сайте Увидел Ну Подожди Секунду Почему оно Показывает Под землю Мне что Обратно Нужно идти Через пещеру Проходить Или мне Как-то на корабле Нужно Другую часть Этой планеты Пролететь Один момент Найдите А Найдите Андрею Подожди Найдите Андрею Так это Вообще Не здесь Найс Войпоинт Игра Не ощущается Пустой Нет Вроде Единственное Что Прям Ну Жестко Вот Ну Видно Это То Что В игре Масштаб Не чувствуется Вообще Не чувствуется Масштаб Ты попадаешь На планету И да Технически Ты можешь Бежать В любую сторону Достаточно Долго Но ты Постоянно С помощью Быстрых Перемещений Их просто Нахрен Выключить Нужно Тогда Игра Станет Душной Но При этом Она По крайней Мере Масштабе Будет Чувствоваться Ты просто Слишком Быстро Прыгаешь С локации На локацию И тебе Такой Ну Ок Честно Говоря Не понимаю Резкого Негатива К игре За 20 Часов Игра Не Наскучивает Ну Это Интернет Тут Так Принят Есть Транспорт Пока Что Не Обнаружено Не то Чтобы Я Прям Усиленно Искал Но Пока Что Не Обнаружено Лети На Джатпаке А какая Разница Он С такой Ж Скоростью Летит Причем Довольно Быстро Сдувается Транспорта В игре Очень Не хватает Очень Прям Хотя Бы Даже Какой Нибудь Не знаю Кибер Лошади Ну Блин Лошадей То Вы Делать Умеете Блин Ну Корабль У меня Красивый Кто Быче Не Говорил Как Выглядит Граница Планетарной Локации А мы Кстати Не Смотрели Мы Просто Поняли Что Можно Ити Довольно Долго В любую Сторон Но При Этом Я Видел В интернете Скриншот Что Там Есть Ну Надпись Вроде Как Такая Типа Дальше Обитает Тод Типа Туда Нельзя Вчера Дангардима Тоже Когда Смотрел Покупку Корабля Тоже Удивился Что Так Дорого Ну Я думаю Что Это Потому Что Он Тоже Играл В Эту Игру Да Лазарус Донаты Работают Да С Эм Тего Хорошего Уже Пробовали Корабль Змей Ну Да У меня Ж Корабль Перекрашенный На нем Стоят Новые Движки Новый Генератор Новые Пушки Я Просто Пока Что Компоновку Не Менял Жесть Конечно Тут Мусора Всякого Так Нам Сейчас Нужно Двигаться К Сэму Ко Либо Короче Куда То Надо Заткнись Спасибо За ответ И интересную Игру Прошлое Сообщение Не Влезло Там Было Еще Меньше Трех Спасибо Тебе Полина Спасибо Друзья По поводу Негатива На стримах Ну Как Б На Каждой Новинке Я Поэтому Их Ненавижу Стримить В целом Но От Этого Никуда Не Меня Заявали В том Плане Что На Каждой Новинке Это Не Наше Как Б Явление Это Не Смг Игроки Вредные Все Игроки Понимаете Среди них Есть Люди Которые Просто Ну Вот Являются Оттопыренными Мизинчиками Я Что-то Так Кекнул Это Был Просто Реально Так Смешно Он По-русски Говорил Нет Я Говорю Зарубежный Игрок Это Был Тема Не Я думаю Тема Так Никогда Не Сказал Найс Надо Меньше Все Убрать Ты знаешь Когда я Начал Играть На геймпаде Я Как-то Аккуратнее Стал Играть Что-ли Я Хрен Знаю Короче Мне Приятно Играть На геймпаде Вот Игру Буквально Через Пять Минут Берет Клавиатуру Интересно Это Снег Или Может Быть Это Не Снег А Допустим Планета Состоящая Из сыра Ну Как Луна Есть же Планета Состоящая Из сыра Целиком Да Планета Состоящая Состоящая Из сахара Кайф Прикинь Планета Состоящая Целиком Из сахара На нее По орбите Резко Начинает Падать Планета Состоящая Из Соли И Планета Состоящая Из Чая Жесть Дорого Это Сколько Дорого Ну Там По 250 По 400 Тысяч Корабли Были Заброшенная Шахта А Блять А Вот Что Это Такое Пикало Планеты Кумыс Найс Я б Туда Плавать Ездил Планета Из Ментоса Прикинь Нет Планета Короче Покрытая Кока Колой И туда Падает Метеорит С Ментосом Жесть Дамочка Дамочка Он Он умер Мне кажется Дамочка Здравствуйте И подходи ближе Назови себя Меня зовут Поп Коп Я здесь не для того Чтоб причинить вам вред Так мы играем за отморозка Слышь ты в порядке вообще нет Я то в порядке Он был неуклюж Слишком много шумел С ним легко было справиться Вы не ответили на мой вопрос Вы кто? Я из созвездия Владимир Сал Послал меня найти вас А Хорошо Наверное Я должна была догадаться Слишком давно Я Давал о себе новости Ты новый член Да? Часто вас Посылают проверять Других Членов Так Я просто делаю то Что меня просили Покорно выполняйте приказы Я не должна разочаровываться у вас Хорошо что вы пользуетесь их доверием Мы теряем время Мы должны завершить нашу миссию Тогда мы сможем поговорить Андрея Теперь следует за вами Так Мариарти Что лучше Новомэн Скай Или это Белия Берда Ты сам ответил на свой вопрос Если для тебя это Белия Берда То тогда для тебя лучше Новомэн Скай Да? Логично? Не благодари Андрея Я люблю тебя Видишь как все просто Так что у нас есть Только тоще Ну ты посмотри К этому придрались Как это можно сравнить С Новомэн Скай Ну по крайней мере Они с это С Новомэн Скай Сравнивают Хорошо хоть не с низко спидом Все таки гораздо более близкий ориентир Верно? А так в целом Ну В чем провинились шахтеры? Они мешают нам забрать наши Следователи Это не шахтеры А кто это? Я кстати не знаю Это же спейсеры Это просто космонавты Ну то есть Какие-то бандиты космические А ты гранаты используешь? У меня нет гранат сейчас Гранаты появляются В правом нижнем углу Если они у тебя есть Я редко их использую Практически никогда Но Использую Слушай По эргономике На самом деле Геймпад довольно удобный Ну То есть Я имею ввиду Управление раскладкой Только прыжок на треугольник Это все еще срань Ну Навай Спасибо Ты даже не знаешь Кого убиваешь Я вчера знал Кого обворовывал Понимаешь Меня в тюрьму сажали Мне вообще насрать Я в тюрьму не вернусь Так Три гранаты У него прикольный Радиоактивный коучмен А ну-ка Это мы возьмем Так Патроны Что за коучмен Это какой-то Это что у нас У нас такое Ну Кстати Довольно Неплохой урон Радиоактивный Рандомно Добавляет Радиоактивные Повреждения И деморализует Цель А да Так Ну да Попробуем Че нет Радиоактивные Люди А мне вот Очень странно На самом деле У этого оружия Давайте посмотрим У него Отверстия Выходные В дулах Ну то есть Круглые Да Ну то есть Стволы Вот Но Тут все квадратное И пули квадратные И гильзы квадратные Как это работает Я не понимаю Чат как ваша суббота Кайф Это кайф Немного денег Так мы не назад Идем Случаем Вроде как нет Нет Я не только Сюжетку буду проходить Я в него поиграю Пока она по кайфу будет Вот А потом Ну если что То мы прям Рашним сюжетку Ну пока что Идем по сюжету Но это не значит Что мы четко По сюжету идем Пицца круглая А коробка квадратная А Слушай Я понял Оправданы Подожди Подожди Получается Смотри Эчпачмаки Кушаешь Треугольные Да А выходят Круглые Жесть Конечно Я Я все Больше Больше ни о чем Говорить В принципе Не буду Таком А когда Восемь часов Сайдов Не знаю Друг А когда бы ты хотел У нас в ближайшее время Как бы В сентябре Особо нет Никаких новинок Поэтому можно чилить Когда чилим Старфилде Мы будем Добивать Якудзу Ой Подожди Какую якудзу Да Чет Я просто Специально Побесить Боже Джетпак Просто волшебный Я даже не могу На метр взлететь Издевается Ну да Немного Ты там Кого-нибудь Хоть убьешь Нет Бестолочь Первое слово Дороже Второго Да Забей Сейчас Секунду Понял Понял Неудобно управление Непривычно Снайперки попадались Да Но я сегодня геймпад взял Я думаю Что Ну Снайперка будет Не очень удобно Для меня О господи Серьезно О нет О боже Да Да Въебался Господи Боже Серьезно Давай не кашляй Андрея Дробики в игре Как? Да только что Буквально с дробиком Ходил Ну Ну так А может быть Так А как? А вот так вот Тут нет автосохранения Тут нет Подожди А почему нет Автосохранения В этой игре? Причем в опциях Оно включено Я просто херею С этого вида От этого лица Останавливаешься Он еще шаг делает Просто жесть Так Как мы Секунду Секунду Я забыл Как делать вид Как делать вид От Как? Сука Как? А вовсе Инерция Ну да Наверное Частоту автосейвов Можно сделать По умолчанию 10 минут стоит Да Вот только последний Автосейв был 35 минут назад Я про это и говорю Я говорю Там же все Включено Но при этом Не особо Включено Так игра Не про Третье лицо Ну да Но она Имеет Собственно Возможность Проходиться С третьим лицом Да Ты знаешь Находишься Между Двух огней То есть С одной стороны Если ты поругаешь игру То кто-то сразу Начинает защищать А если ты игру Похвалишь Что будут говорить Аааа Сижу В свободное время Смотрю Прохождение Ботвы Так В этот раз У нас топор Выпал Топор нам Не нужен Теперь хоть понимаю Старые шутечки Приятно смотреть Прохождение Когда тебя заметно Перла игра Ну да Не Когда стримеру Прям интересная игра Это гораздо интереснее Смотреть Чем когда он Просто что-то проходит Сейчас на самом деле Мне довольно интересно Проходить эту игру И меня прет Я надеюсь Это чувствуется Вот Во многом Это не благодаря Качеству игры Но В принципе Качество приемлемое Во многих моментах Игра все еще чувствуется Той старой Тоддовской На удивление Многие западные Стримеры Играют Именно в третьем лице Понял Не, ну это не очень удобно По-моему Сохраняйся почаще Я не сохранялся почаще Только потому что Я играю с геймпадом Слишком много оправданий При том что у меня клавиатура Лежит прям под рукой Что это? Неплохой костюм Выпал Кстати Я вообще кайфую От просмотра Игра норм Ну вот Я очень рад Для вас Дорогие друзья Я и Сижу здесь Жопу просижу Так Баллистику Набили Кстав Можно будет Немного Качнуться Так Надо быть Поаккуратнее Теперь Не самая лучшая Идея Была Снайперка Сюда Лезть А то есть Мы его убили Ок Найс Большинство Топовых Стримеров Играют От второго Хорошо Назови мне Хоть одного Модератора Если назовет Хоть одного Бантио Так Давай Расскажи мне Еще что-нибудь Я готов Я готов Тебя Выслушать Люди Временами Ну как бы Думают Что мы Находимся В равных Условиях Но если Вы начнете Меня пытаться Выбешивать Я вас просто Забаню Да Да Все А Блоков А Спасибо Приятно Конечно Очень Прости Баканул Так Вот мы и Пришли Туда Я В прошлый раз Отлетели Блин Где Где Ты Кто Ты А нам Поход Туда Вниз Это Так Напоминает Карьеры Из Fallout 4 Че Побеждаешь Ого Ну а если Так Тоже Хочу А как Ты Делаешь Андрея Вы Это Видели Она Хищник Возможно У нее осталась Броня Примерно Как Фолыч Или возможно Это какой-то Скилл Неужели Правда Забанят И хочется И колется Нет Не забанят На самом деле Я обманул Вы знаете Я все чаще Замечаю Кстати Господа Модераторы Что В общем Какой-то Старый Человек Забаненный Мной Еще года Три Назад И он Пишет Заявку На разбан Типа Ну как бы Время прошло Уже в принципе Да Ну было и было Да И вы представляете Да Товарищи зрители Модераторы Сидят такие Не 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 будем Разбанивать И коллегиально Короче Отказывают И у нас Модераторы Просто Полнейший Беспредел Творят Это просто Какой-то Знаешь По-настоящему Так сказать Замкнутый круг От меня Там ничего Не зависит Они просто Коллегиально Решают И ну Они не Разбанивают Никого Это Настоящие Звери Посмотрите В эти Глаза Они Опасны Они Опасны Это Тот Не Не Разбаним Да Да Это Без шуток Ну как бы Вы так И пишите Вам Перлили Серьезно Я же читаю Кошмар Просто Ну Не знаю На самом деле А потом Ты рассказываешь Не пишите Мне Модрые Не Звери Пишите Им Ладно Я шучу На самом деле Модрый У нас Хороший Еще Один Компонент Вот Че с геймпада Да Прикольно Не знаю Я все время Больше на геймпаде Играл Я Кстати Скорим Вы Не Поверите Тоже Проходил На геймпаде На Ютюбе И Fallout 4 Я проходил На геймпаде Ну Просто Потому Что Я Всю Жизнь Больше На Консолях Игра Такой Уж Я Человек Че В смысле Где Еще А Понял Все Берем Ты Вернулся Ты не ответил Когда я вызывал тебя после того как ты вытащил этот артефакт я тебя звала ты не отвечал Значит ли это что теория опыт баррета были верны артефакт наделяет первого прикоснувшегося к нему человековедением Да но я не то что понимаю их смысл То что это произошло и с вами и с барретом это уже больше чем у нас было до этого Я думаю что нам нужно обсудить то что вы видели Этот человек Что я сделала Ну я думаю что ты отмороженная но тем не менее он наверное это заслужил Можно сказать что многие так и делают Удивительно найти еще кого-то из созвездия Кто со мной соглашается Какой еще опыт привел тебя к такому убеждению Чем ты занимался до созвездия Я делал всякое Я Недоношенное дитя войны Старый воин Брошенный страной Преданный друзьями Вы предпочитаете ответы которые не требуют от вас принятия какой-либо позиции Я нахожу это любопытно Но в своем веку я тоже многое повидала Опасное Мы оба выглядим необычным дополнением к созвездию Пожалуйста Попросил не упоминать Владимиру об обстоятельствах при которых ты меня нашел Это не первый случай когда фанатики Варуна пытаются загнать меня в угол Если станет известно что это произошло снова Я уже давно не получала самостоятельных заданий Я бы не хотел чтобы в будущем было еще подобное Еще более долгие простое понимаете Вы поняли мама это слово Что? Типа даю свое слово он говорит Они уже приходили за вами? Да, похоже они еще не поняли насколько дорого им это обойдется Но ведь в этом и заключается их основная проблема, не так ли? Неспособность видеть что-то иное кроме пути, который они и сами для себя нарисовали Ладно, даю слово Мама, это значит что у нас соглашение? Спасибо Подожди, он сказал маму, может он сказал мамой клянусь Закончу здесь и вернусь в Новую Атлантиду как смогу Вы должны отправиться сейчас Потому что этого ожидают Мама, я клянусь Так, ну в принципе можно уходить отсюда и идти на корабль Да, с геймпада, ну нормально стреляется Вполне себе удобно Вполне себе хорошо все Так, хорошо, давайте посмотрим А у нас есть какая-то точка четкая вернуться прям на корабль Так, мой корабль А, ну окей Почему-то, когда я играл в скаловомышке Для меня это все было сложнее Здесь все как-то интуитивно делается Интересно, разрабы сделали пасхалку ко вселенной чужих Было бы офигенно Да я уже говорил, что если они не сделают какую-то планету Или станцию, на которой внезапно всех поубивал какой-то ксеноморф Это будет тупо Это риторический вопрос Если тут такое есть, не надо об этом рассказывать Это будет приятный сюрприз Что у тебя за Убертрахен машин в руках? Это отбойный молоток, дрель Ребята, у меня в названии стрима написано перевод? Нет? Если нет, то, ну Значит вы просто по привычке используете Да, подожди, а как у меня стрим называется? Я же перименовывал его Да, нет Нет, не написано Ну все, хорошо Тогда моя совесть чиста Совесть И вот здесь удобно на геймпаде Просто ты сходу, тебе не нужно какую-то кнопку зажимать Ты просто делаешь, что надо Найс Вчера же был террафор Ну да Но сегодня вот так вот Вы бы видели, как я сегодня туго начинал Старфилд Я первые 20 минут просто тупил Я вообще ничего не понял Я не мог проснуться Да, это было немного страшно Но теперь мы 11 уровня И двигаемся дальше Старфилд на русском Злое прохождение День 2 А кавычки так же справа стоят, да? Найс Into the unknown Так, добавим артефакт коллекции Кайфовая игра Кайфовый стрим Спасибо Нет, это не транслюм А спасибо тебе, аноним Как ты выучил так хорошо English? Спрашивает дед Ну, не знаю Я не то чтобы хорошо его знаю, но Я не обучался этому конкретно где-то Я просто играл в игры с детства на английском И по возможности играл на английском Вот И смотрел фильмы временами на английском Каких-то особых Ну, у меня просто, возможно, были какие-то определенные врожденные данные Потому что у меня мама учительница английского У нее были способности к английскому всегда Может, просто передалось Но так конкретно чего-то Серьезного каких-то курсов не было Ну, она меня временами обучала тоже Ну, так тоже Как-то не сильно обучала просто Ну Я не знаю Пол стори Так это не тебе рассказывать Есть такой говнюк Мы думали ты могла пострадать А тогда спасибо В этом не было необходимости У нас все получилось Так, ребята, смотрите Еще один И еще один фрагмент Смотрите Оп Даже два Посмотрите на себя Я завидую Я сам пытался найти какие-то зацепки Но вернулся с пустыми руками Чел, шапку сними, пожалуйста Я тебя умоляю Они могут быть где угодно, верно? В камне или в руках Ничего не подозревающего торговца новинками По каким следам вы шли? Пара сканов из глаза Но похоже, что ты их сначала нашел Так, ладно Но это довольно любопытные артефакты Иногда я ловлю себя на том, что просто смотрю на коллекцию Интересно, что все это значит Может быть, именно так чувствовали себя наши предки, когда впервые смотрели на звезды Они не просто смотрели на звезды, Маттео Они исследовали Они проводили испытания Наука привела нас в космос Они дневные мечты чьи-то Я не согласен В чем смысл науки, если не в том, чтобы воплощать мечты человечества? Откуда берутся эти мечты? Не каждый сон приятен Я согласен с Нойлем Работа — это то, что двигает нас вперед Так ты хотя бы со мной? Наука или мечта? Какая из них истинная муза освоения космоса? Наука, конечно Че там твои мечты? Без нее мечты невозможны Не-не, я не буду в ваших срочах участвовать, Кстар Нейтралитет в дебатах? Полагаю, ваша сторона проиграла Полагаю, ты идешь в жопу Как можно объяснять пенальти, если ты не принимаешь сторону? Начинаешь ржаветь со своими материалами Знаешь что? Я только что понял, что полностью переиграл весь этот разговор Речь должна идти о том, что вы с Андреей празднуете победу группы Я не против того, чтобы меня приглашали к дискуссии Было приятно услышать мнение каждого Но я согласен, что вместе мы чего-то достигли Спасибо за помощь Она запала Прикинь, какой-то порванец такой Я ему говорю, я не буду в твоих сраных спорах участвовать Он такой Ха, лол, бомбануло Кого-то напоминает, да, чат? Я говорю, да не трясись Он такой Нет, это ты не трясись А куда блондинку дели? Она ушла пока по делам Так Я буду счастлив и дальше путешествовать с вами Чат, у меня перки на соло прохождение Но она мне нравится Я просто рад быть дома Да, я тоже Дай мне знать, если я тебе понадоблюсь Извлекай интересные данные Из этих новых артефактов Скажите начинающему, чтобы встретил меня на борту станции Понял, Владимир Он уже летит Какой я тебе начинающий? Что-то понимаете, что эти оло-лоши Ну, вот эти вот ребята, так сказать Они даже не знают, что они собирают Они буквально об этом говорили Они говорят, может быть Это какая-то детская игрушка инопланетянина А может быть, говорит Это какие-то портальные ворота А может быть Я думаю, а может быть Это бомба, да Которая солнечную систему уничтожит И вы это исследуете в самом центре Самого крупного города В этом созвездии При этом никого об этом не ставите в известность Я правильно понимаю? Ой, блядь Маркер из Dead Space Может быть и такое, да? Или, возможно, это маяк для жнецов Которые прилетят такие Здравствуйте Я понял, что не так с этой фотографией Гагарина Такое ощущение, что она тупо сделана нейросеткой Я вчера смотрел на перемотки И как раз попал на этот кадр Такое ощущение Деталей очень многих реально не видно Они как будто лезут откуда-то в непонятное Такое ощущение, что награды просто сгенерированы Как будто это реально нейросетка какая-то, нет? Как-то странно все То ли глаза упор Что-то не так Что-то прям упор Так, нам с вами снова нужно к Владимиру, да? Владимир, выравью То, кто Владимир 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 Да все, норм с ней Да нет, не норм Так, загрузка Челюсть нижняя Это может быть Не знаю, короче Может и не будет Слушай, звали А тут сейчас твой тезка будет Хочешь на него посмотреть? Типичный Вовка Такой-то, смотри Так, мы сейчас Подлетемся Хорошо Так, я постоянно забываю, как парковаться в этой игре То есть ты подлетаешь Ну вот Ну вот А вовсе нормально Так Звезда слева похожа на генерированную Генерированную чем? Интересно, костюм свой можно перекрасить? Довольно странное отражение, кстати, внутри кокпита Вчера была надпись Злое прохождение Нет, но вчера было злое прохождение Там несколько раз вышло, что У нас все вокруг умерли И пару раз получилось так, что Ну, мы посидели в тюрьме В общем, все как-то выходит само по себе, как обычно Вовк Это ты, что ли? Дару Теперь, когда эти артефакты Не просто проблески надежды В Черном море Я обнаружил интересную закономерность Гравитационная аномалия, созданная одним из этих артефактов Она совпадает с таковой на другой планете Более крупной О, вот теперь разговор пошел Давай, направляй меня Хорошо, давай, я передам данные Но для этого мне нужно, чтобы ты надел Сапоги осторожности Неизвестно, что это за штука такая Почему она такая большая? Собираюсь отправить вам метку Я настолько близко, насколько это возможно Но у меня возникли проблемы с определением источника Вам придется исследовать местность пешку Сканер свой, задействуйте Неизвестно, что вы найдете Поэтому смотрите в оба Так, ладно, я приземляюсь рядом с аномалией Использую свой сканер Принято Оттуда, возможно, мы поймаем улыбку И раскроем источник всего этого Хорошо, Вова Хорошо Как говорят у нас в СССР На здоровье До свидания Кокпит У меня никаких проблем нету с этим вообще То есть мне нравится персонаж Вы не подумайте Просто это забавно и все Ну, персонаж кайфовый Блин, ты знаешь Я вот честный, я хз Но Это какое-то фанбойство И реально, ну, как-то странно звучит Поверьте мне Но Я сегодня начал играть на геймпаде И это просто плюс 2 балла Все настолько удобно Все настолько под рукой Кайфово Странно Очень странно Ты в шутер на геймпаде играешь? Ну, это не совсем шутер Но да, на геймпаде А что такого? Типичный консочек Нет, ну просто Как бы Мы же уже стандартно говорим Про геймерскую, так сказать, гигиену Уважайте себя То есть вы же не будете играть На каком-то На банане На лопате На печатной машинке Это же стыдно, да? Поэтому давайте будем играть на устройстве Которое заточено под игры Давайте не будем играть Я не знаю Можно в принципе настроить так Что вот допустим На материнской плате Есть пара кнопочек На них Ну, как бы назначить управление Играть можно Вот, да Поэтому иногда не понимаешься Когда играешь с клавомышей Какое-то Ты что бомбанул, Егор? Спокойно Так, откройте ручной сканер И смотрите на искажения В поле зрения Следуйте искажениям Я играю на банане Мне норм Не, ну на банане Это уважаемое Это ночью сегодня вышел Перевод от Дипл Можете просто ввести Старфилл Перевод Дипл Там есть потраченный перевод Через промпт Вот, там охладите углепластик Там и прочее траханье Ну, в общем Я бы рекомендовал С ним Быть поаккуратней Я правильно понимаю? Вот тут слабей сигнал, нет? Нет, я сейчас нахожусь в том месте Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ только для тех людей, у которых есть ранний доступ в Xbox. Вот у меня она на Xbox. Вот, она это через Xbox играется. Вот, а так она в общий доступ выйдет 6 числа. Если это про перевод, то перевод вышел вчера ночью. Кстати, ребята, я игровой журналист, я играл в игру до релиза. Я играл 15 часов, ни одного бага вообще не встретил. Ни одного, понимаете? А если кто-то встретил, то наговаривают, поди. У меня вчера прекрасный клип был, где я взлетал с космопорта и чел из техников просто улетел со мной, зацепился за корабль и полетел. Так, вот поле, да? Я правильно понимаю, что где-то в нем искажение? Скиньте сцель на этот клип, введи команду ТГ, там предпоследний пост. ТГ, не хочу. Ну тогда извините. Важная писечка. Так, я не совсем понимаю. Но вот здесь, очевидно, ничего нет. Никаких не искажений, никакого ничего. Зато, когда заходишь в зону действия вот этого непонятного поля, вот она, начинает пикать всякое. Следуй искажениям на сканере. Но я как бы следую. Мне лень. Блин, ну простись. Ребята, я думаю, это будет... Почему ты не сканешь образцы флоры и фауны? Я сканю. Я думаю, это, ну, будет интересное прохождение. Самое главное, не душиться и не пытаться четко добежать до финала. Потому что это как раз таки то, что может убить, ну, саму идею прохождения. Вот. Поэтому давайте просто проведем недельку в этой игре где-то хорошо. Окей? Что вы там? Ты кто? Ты кто такой? Что ты делаешь? Ты пропалываешься, что ли? Или может быть ты... А, ты швыряешься говном. Угу. Ладно, он вроде понимает, что я ему не по размеру, да? Скопьен. Мотал комбо. Мы приняли хаос. Глава издательского подразделения Бетезда, Пит Хайнс, прокомментировал баги в играх студии. Мы могли бы сделать более безопасную, менее глючную и не такую рискованную игру, если бы захотели. Но мы стараемся опираться на свободу для игроков. Да, будут всплывать какие-то мелочи. Тут и там, например, ваш компаньон иногда встанет слишком близко к вам. Иногда. Однако мы очень любим и ценим эту свободу, которую вы получаете благодаря этому. Да, есть баги, но разве они мешают вашему игровому опыту? Или все же вы получаете целостную и увлекательную игру, от которой не хочется отрываться? Это жизненная кредо от Тодда и Беспезды, понимаете? То есть мы можем оптимизировать игры, но это будет не так весело. Запусти игру и найди свой баг. Как говорится, купи колбасу от Тодда. Она может быть с мясом, а может быть с говном. А возможно мы туда накидаем, ну, я не знаю, гвоздей. А что такого? Ну это же прикольно и весело. Кстати, денег плоти. Ой, блядь, сука. И эти люди, ты знаешь, поднимают хай, когда выходит Baldur's Gate и они такие вы чё, сука, хорошую игру делаете? Вы хуели там? Нет? Вот это вот, понимаете, когда у них просто официальная претензия от биоваров, от Близзардов к Ларианам и какой ещё третья там контора была? Сука, современная игровая индустрия, прекрасно. Так, я начинаю теряться. Дисторшины, вы где? Дисторшины где-то в той стороне. Какая там ещё третья контора была, прекрасно. Понял. Это тебе просто накинули на вентилятор? Нет, я читал эту новость, я уже, как бы, один раз покекал, и это был второй раз. Руины протасов? What the fuck? Для меня очень сильно игру вывозит именно космическая тематика, и вот это вот ощущение непознанного. Примерно так же для меня No Man's Sky, когда все, сука, ненавидели и лажали No Man's Sky. Сейчас-то все её любят. И заслужено, потому что Шон Мюррей, он просто, как бы, сколько уже лет, бесплатно допиливает игру, и она уже пришла в удобоваримое состояние. Но когда игру ненавидели No Man's Sky, я в неё играл просто потому, что мне было интересно находиться в космосе. Абсурд пишет, Артур, ты, возможно, пропустил мой предыдущий донат полчаса назад. Если не прочитал, то можешь для себя прочитать его. К сожалению, вынужден попросить мешаться, высказать своё мнение. Абсурд, это твой ник? Напиши мне, пожалуйста. Нет, ладно, давай я проверю. Просто, ну, я сейчас посмотрю, хорошо? Я не буду сейчас обсуждать там, кто прав, кто виноват. просто посмотрю. И скажу тебе, нужно ли вообще эту тему обсуждать или нет? Так, юзер. друг. Абсурд, смотри, ты не выйдешь. Я вообще не участвовал в этом конфликте в принципе. Минус атмосфера, спасибо. Дорогие поборники атмосферы, я в начале этого стрима 10 раз сказал, что, ну, на стримах своеобразная атмосфера. Короче, в вашем конфликте не участвовал, но я вижу, за что тебя забанили. И я уже сто раз говорил, донаты для того, чтобы как-то подействовать на баны. Разбан, это, ну, немного лишнее. Поэтому, надеюсь, ты воспользуешься донейшн-алерцем и отзовешь свои деньги. Так что, Зельда, Готи. В этом году довольно много всяких Готи. Ты знаешь, мне понравилась Зельда, мне понравилась Final Fantasy 16, но мне понравилась Atomic Heart, мне Хогвартс на самом деле понравился. Как же все членососили Хогвартс, но Хогвартс, на мой взгляд, в целом получше вот этой игры. Вот. Это тоже хорошая игра. Cyberpunk еще выходит. Resident Evil 4 ремейк прекрасен, просто невероятно хорош. Dead Space ремейк прекрасен, просто невероятно хорош, правда, без дураков. Baldur's Gate 3, возможно, одна из лучших RPG за долгое время. Ну, прям очень, очень хорошая игра. Хватает хороших игр в этом году. Зачем их сталкивать лбами? Ну, Зельда возьмет? Да какая разница, ну, типа, что возьмет, если у тебя должна быть своя игра года. Возможно, кому-то голум понравился, ну, типа, блин, очень много хороших игр вышло в этом году. Во многом из-за самоизоляции, там, пандемии и прочее, они все скопились в один год, поэтому не привыкайте. Это не значит, что игровая индустрия так, так сказать, встает с колен. Просто сейчас скопилось, следующий год будет намного более, менее, короче говоря, богатым на релизах. Просто так сложилось. Звездные войны. Jedi Survivor хорошая игра, Dead Space неплохая игра, кстати, но удивляю... Dead Space говорю, дедава, неплохая, но удивляю... Воу... Воу... Эээ... Эээ... интересно давайте попробуем посканировать его скодирование не поддается взаимодействию с какой-то сущностью позиционирование звука кстати она так себе по моему сейчас такой голос make почему злое прохождение да потому что все умирают так выходит мы даже ничего в принципе для этого особенного не делали но у нас как-то все выходило так что мы трясли деньги убивали людей и нас сажали в тюрьму ну типа блин такое бывает плохие выборы интереснее веселее обзор давать знаешь как договоримся напиши мне через неделю ладно там подумаем вижу обзор давать 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 боже как же хочется фов нормальный симпатично конечно это все выглядит а мы точно уверены что это стоит делать может быть она сейчас как рванет нахрен может быть это аннигилятор моя пушка сколько можно уже господи боже какие у вас сложные системы запуска потому что издевательство какое-то я что-то делаю не так определенно а а а а это точно это точно безопасно это воспоминание из пространства и время не перемешались что-то из прошлого чтобы экипировать новую силу новая сила подожди что силы у нас есть сила антигравитационное поле подожди я давакин я давакин генерирует местное поле интенсивно низкой гравитации фуз фуз ро ну ясно хорошо как окей что с переводом почему он частичный он частичный пока скажем в космосе не я еще когда искал и составлял в общем эту карту я думал насколько это похоже на какие-то поиски древних свитков в скайриме перевод устал нет это не официальный перевод и я думаю многие должны быть благодарны нашим переводчикам неофициальным которые делают это и помогают многим геймерам которые не знают английский язык по моему это уважаемо тут есть подземелье конечно а ты играл с карим чуть-чуть очень мало на самом деле так хорошо где мой корабль пока не говоришь я не в ту сторону шел следов нет ты просто ты не знаешь как гравитация на другой планете действует да и из чего состоит наст может быть этот наст он состоит из мелкой алмазный дисперсионной пыли и на самом деле это как бы ну вечное покрытие этой планеты это не снег а может быть это сыр от видел когда-нибудь отпечатки нога ног на сырной поверхности нет ну вот и все это видел кстати какие здесь ну в общем вот эти вот вот эти растения они как бы они квантово смещенные они допускают что здесь в общем супер позиции находится поверхность земли то есть она одновременно и выше и ниже и сейчас мы видим ниже а другой игрок видит выше понимаешь то есть по сути здесь ландшафт шрёдингера пипец хейтеры вам игру про квантовую блин запутанность подают а вот такие не просто кустики в воздухе летают что тот ну типа как договаривались до завтра денег завези ягод 15 часов в шлюзе стоял ни одного бага не было я уснул правда но вроде не было он тебе с каримами выдаст у меня есть карим у меня есть карим special edition у меня есть карим enhanced edition у меня есть карим в эпик game story по моему но это не точно у меня есть точно с карим на playstation у меня спешил эдишен на playstation у меня есть карим на иксбоксе а у меня есть карим vr маловато с каримов маловато не вес или дишин есть ну я не помню а на свече на свече нет на свече подожди есть у меня на свече на самом деле я из них покупал только два просто свое время я довольно плотно с беседкой сотрудничал ли они при каждом патче присылали новые ключи для того чтобы я показал зрителям шахтер ты не показывал так ну типа чё там показывать с карим чё нового со вчера мы выучили первый тум ты не поверишь чат ничего не понимает просто деревья планета вращаются вокруг общего центра масс но журналист наверное 15 часов в обучении провел наверно и знаешь чат я сейчас крамалу очередное скажу да при всех этих бесконечных загрузках при всем этом рваном повествование просто вот этих прыжках странных игра неплохая неплохая правда нехорошие точно на сто процентов но неплохо я получаю удовольствие от этого прохождения мне еще пофигу что хотите со мной делать крики спонс кости кракса посмотри на себя если вы не возражаете я собираюсь начать делать некоторые сканирование например вот сейчас прям были правы насчет аномалии не так ли ну-ка расскажи нам об этом влад это место дало мне силы о чем вы говорите что она сделала владимир посмотрите на эти показатели сердечно-сосудистые неврологические показатели не в норме думаю нам понадобится небольшая демонстрация не возражаете против того чтобы поставить до влад я единственная вот как бы насчет всего того насчет чего мы текаем это все ну как бы абсолютная мелочь по моему ну смешно да и хрен с ним а вот то что как там это говорят вот если взять допустим какого-нибудь человеку я там видел на ютюбе видео просто взять одеть какой-нибудь самбрер и начать размахивать маракасами и изображать из себя мексиканца это назовут как там культурная экспоприация что ли или что-то такое скажут что это отвратительно отменит в твиттере и скажут что он максимально плохой человек зато значит если русский то как бы ну в тельняшки и горит с акцентом да понятно хорошо тот я тебя понял апроприация на что-то такое да я не сильно разбираюсь в этих на самом деле сортах все понятно это другое то хорошо ладно хорошо хорошо давай посмотрим что это место с тобой сделала дожди я не должен сюда что-то положить нет видимо все-таки с ним ну ладно видимо просто поговорить надо когда-нибудь обращались к ученым по поводу прокламации центавра первоначальный договор дававший каждому человеку право на колонизацию звезд украден каким-то дураком из багрового флота который хотел поменять именно капитанское возможно было что он приколот над моим креслом будто все поселенные системы были моими время танцует свои годы вперед я вышел на пенсию и тут в сказку врывается наша сара морган с огнем в глазах и головой полной информации который как мне показалось я похоронил своими трудовыми усилиями конечно у меня не было прокламации центавра которая просто валялась в карманах она принадлежала кораблю его новому капитану на флоте который я оставил долго ли коротко но суть такова мы с сарой вернули договор законным владельцем и я решил остаться внести в миссию мудрость старого пирата хорошо а часто ты посещаешь эту мать что так сказать этот лодж я наношу визиты когда они вам не нуждаются не против жизни одиночки в большинстве случаев ока важная работа но я должен ездить туда чаще нельзя допустить чтобы уолтер долго оставался единственным посетителем бара все забудут что такое хорошая выпив выпивка так так чего ты не хотите а как вам такое все это видели да буквально дар с небес самое практическое следствие нашей маленькой затеи но у меня нет старой корабельной мудрости для этого случая просто назову это странным потому что это странно и я буду использовать это везде чел мы должны держать это в секрете никто не должен знать но он инконстралишь никто в созвездии не собирается развязывать язык по этому поводу можем ли мы найти еще уже засекли одно из них по результатам сканирования совпадает с другим из найденных артефактов теоретически на каждом может приходиться но просить все признаки чтобы выявить совпадение очень сложно невозможно если у нас нет выходящего артефакта для сравнения и даже тогда это требует времени знаешь перевод неплохой в начале там он немножечко наговорил дичь но суть была в том что он типа очень активно был в этом багровом флоте а потом в результате когда натворил там дел ушел на пенсию вот его место заняли другие это было сложно понять из то что он говорил но в целом перевод вполне себе я прослежу за другой аномалией которую мы нашли надеюсь это еще один храм не думайте что это просто смех судьбы но этот храм откликнулся на ваш призыв артефакты видения это силы которые ты получил все это кажется как-то похоже на одну и ту же песню есть над чем подумать в любом случае ловите там улыбку я буду работать над поиском планетарных аномалий соответствующих другим 59 500 кредитов суда нет нет я не хочу с тобой не бухать не праздновать ничего ты снова полезешь ко мне целоваться и стесняйтесь угощайтесь баре я не пью так подожди я бы хотел сначала не эту миссию выполнять я не хочу эту миссию сейчас выполнять я хочу так сила с той стороны получить силу на кассиопе и я хотел бы сначала вернуться на вектору и помочь барату продай сковородки и шлема то нормально все господи так только сначала начито кровати посплю кстати посмотрим как здесь механики фоллаутов и против игр прочих игр работает это же не моя кровать можно спать так спать можно но это чужое вы не можете спать в чужой кровати а да то есть абсолютно те же самые механики ладно романсе ковбоя я не думаю что кого-то из них буду романсить если только андрею либо сарах не знающих английских это супер будет я думаю что учитывая что это на второй день релиза вышла я думаю что где-то через недельку это все будет пипец намного более удобова риме потому что здесь вне контекста многие вещи приведенные звучат очень плохо вот но я думаю что редактор этого дела народное пройдет очень быстро то что насколько я знаю огромное количество людей сейчас занимается этим с разных сторон так что молодцы я снова горжусь нашим большим игровым комьюнити которые очень токсичная глупо и вредная но в такие моменты кооперируются помогают друг другу есть инфа когда будет более менее нормальной локализации хочу уже стать космическим пиратом ну вот я сказал пока что как-то так так мы идем на ту планету на который все начиналось для того чтобы помочь бороду и да скорее всего я бы если бы не был стримером я бы как минимум эту игру отложил бы на полгода как и все игры то да и эти игры нужно дать им так сказать настояться выборить так сказать из них большую часть багов которых несомненно тут нет ни одного не видели вот и я вот честно скажу вот сейчас вот мне было бы во что поиграть я допустим до сих пор не до прошел baldur's gate вот и после baldur's gate а я бы не знаю прошел бы персону 5 для себя не для вас вот да вот это вот что ты смотришь господи эти глаза это просто пипец что вы это смотришь что 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 такое вы близнецы звук ломается ли он такой есть я не знаю сегодня везде не жалуются на звук но это музыка такая весь его про музыку насчет остального не знаю ну привет ковбой все смотрят на меня они как будто не знают а микроагрессия какая-то это очень жутко на самом деле это пипец жутко будет просто идешь значит какое-то шоу трумана куда бы я не пошел они навязчиво наблюдают за внуков и они просто ведут меня понимаешь так сколько у нас денег сейчас ширинку застегни не ну тогда они не будут пярец могу ли тире хочу ли я так отремонтировать мой корабль ладно хорошо так посмотрим я тут на самом деле не совсем уверен вот это точно с геймпада делать не буду не уверен что я делаю но пришла пора по моему немножечко поменять корабль просто потому что ну мне надоело хватит как говорится это терпеть надеюсь что это прям ну не критично потому что эфбитрейт а понял просила чё-то простите нот мои не моя вина короче а то есть подожди а только соединителями определенными могу действовать да то есть допустим вот этот соединитель с тем соединителем не работает а почему а вращать как-то это дело можно то есть я сейчас его держу а как вращать его там допустим ну я думаю мы разберемся с тем что здесь происходит так или иначе сейчас у нас прекрасный корабль получится я уже предвижу это о нет так допустим допустим это не то что кб я не думаю что у нас что-то хорошее на данном этапе получается на данном этапе у нас по моему получается что-то скорее страшное чем наоборот сирените сделать так я не понимаю пока как соединители работают честно говоря и почему я могу только сюда это поставить так киборг-убийца киборг-убийца я бы сказал и я не могу теперь так 5 ошибок ошибки могут мне как-то показываться можно вращать есть еще кнопка добавить и там просто куча всего подожди нет а как вот вращать вот я взял а я выбрал допустим редактировать так проверка полет от не то этот цвет так отменить повторить дубликат нужно больше ошибок да подожди чат я давно хотел этим позаниматься поди пока там передохни и тому подобное давай без кабины без нее тоже хорошо получится не подождите кто-нибудь объясните мне пожалуйста как 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 поворачивать как вращать вот и допустим выделил я могу цвет изменить я могу редактировать на пробел но как это дело повернуть допустим space плюс вай вай пока что за сусе закрыто что закрыто так у меня же есть возможность редактирования какая-то сборка самопыка что такое самопык а тебе нужно поворачивать я бы хотел допустим вот это немножечко под углом повернуть но я не знаю как это сделать это немного непонятно почему прохождение злой стример что злой я просто сколько раз видел что стример возвращал друг к другу и не не я делал не в том на самом деле даже просто ну мы как правило помогаем людям но выходит так что в результате все умирают и это то с чем мы вынуждены работать так сказать и с чем ничего в принципе мы сделать не можем так и здесь мы можем мы можем прикрепить только сюда накрепление это что я кабина ее наверно нельзя вращать то я принт пытаюсь вот вот допустим вот это а во не это просто зеркалица лол а в смысле ну такое не на самом деле что-то редактор какой-то либо я чего-то не понимаю либо одно из двух что-то как-то ну прикольно вообще конечно но не настолько прикольно как казалось изначально ну ладно пускай остается практически таким же каким и был думать надо много просто да нет типа думают особо не надо просто здесь очень много вариантов они именно заблокированы это такое немного изменилось давайте признаем добавить нажми там много деталек очень пошли посмотрим я хочу этим заняться просто хочу немного изменить свой корабль а чё поменялось вообще-то много чего поменялось так кнопка добавить хорошо где кнопка добавить а вон добавить же так выбрали то есть а мы не можем так структурное что-то так допустим я понял я понял окну сейчас до свидания уходите все всего хорошего зачем я купил радиатор а я смогу отменить покупку надо было сохраниться куда воткну этот радиатор делит увидимся завтра да не 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 я сейчас все сделаю так структурные щиты реакторы хабы но пошла руда так сказать по этим самым так сейчас мы пушек на него понавесим и все просто охренеют вообще от того что будет происходить я назову тебя чиполлино каком такой вариант не чиполлино двигатели должны быть сзади ладно акса какая-то хорошо это будет так со хорошо хорошо ты думаешь меня это смутит мы назовем его такса так здесь у нас немного склада а почему она именно тут отображать сниму сюда поставить так это хаба это граф движок так это еще одна стойка так они стоят не так уж на самом деле много так подождем допустим теперь это будет жук понимаете это больше никакая не такса жук вот так вот отлично ты можешь удалить все и начать чистого листа я думаю да так сейчас нам нужно посмотреть есть ли какие-то хотя ты знаешь пока что я лучше оставлю так потом будущем я возможно построю чисто сирените чисто сирените себе построю кайф еще немного топлива так и гелиум и гелиум куда гелиум поставился гелиум это ты да это гелиум он поставился сюда ну ладно пусть здесь стоит на самом деле не против так движки нам сейчас ну в принципе движки вполне себе неплохие они меня более чем устраивают хотя можно и поменять на самом деле белый карлик удаляем оба белых карлика white dwarf это вот она до поставим 2 ареса или опресса или ареса вот эти красивые аресы более функциональные нет нового кстати очень по показателям неплохие но при этом весят много нового раз нового а чё я зря деньги зарабатывал что ли о бля куда-то нет не так а я не понял почему ты встаешь нормально ты встаешь через жопу а как так а почему чат а а почему сокол тысячелетие да запросто то пойдет да не не пойдет некрасиво и тут наверх встает я понял так но полегче стало занижена у нас будет такая немного да хорошо и тут сзади тогда можно будет еще пару топливных повесить это махина сможет в полу рейнджеров разбираться что такое в полу рейнджеров разбираться и наоборот а так что нам еще нужно так движки у нас стоят стыковочная станция до меня полностью устраивает на самом деле склад почему склад вот здесь образуется то есть это же неудобно давайте мы не знаю тогда полностью можно вот так вот сюда убрать берешь и полностью и она все равно встает в центр и я при этом не вижу это все так неудобно господи кто это делал смотри я выбираю деталь это отображается хрен знает где неправильно все так что такое структурное брейсеры так корпус часть корпуса допустим это просто чтобы повыше сюда мы сейчас пушку сверху нафигачим не нравится то есть не в целом все нравится но есть определенные моменты верно так реактор реактор ставить еще один наверное было бы лишним хотя деньги то есть она будет тяжелым но пускай будет тяжелым ничего страшного вот так и сверху защита чисто корпусная такая реактор закрывай корпусом да да я так и делаю видишь мы с тобой шарим не то что эти верно так структурно еще один поставить надо сюда допустим а где она а деньги-то потратили зельки пике пике дике спасибо смайли фейс спасибо тебе огромное а вот она встала да нет она не встала а не встала да полетели уже да подожди господи эти эти слоты это а если вот так сделаю а то есть она как козырек но это же тупо он это неудобно это это портит весь вид ну типа как какой в этом смысл вообще не нравится мне это тупо тупо и тут нет никаких делений которые крепили бы нас вот к этому хорошо как мне сейчас нужно какой-то соединитель для того чтобы поставить кабину куда-то сюда чтобы как-то соединить ее с допустим вот этим отсеком жук навозник получится ты просто завидуешь понимаешь так как а как понять о этот встает на из тогда это до свидания и вот сюда еще что-то надо зафигачить но я пока не знаю нас всего хватает шашку не забудь на крышу влупить на какую шашку ты про пушку пушку да мы поставим так докеры движок еще один нам не нужен так топлива можно взять побольше нас хотя у нас топлива хватает гравитационный движ движка гравитационный стоит еще одна у нас просто будет пробивать назад я думаю просто хранилище поставим вот такой вот так и сюда можно навертеть пушечки у нас есть деньги поэтому не зря мы их копили это как самоуспокоение звучит реактор да нормально щиты натыкай генератор дефлекторов генератор дефлекторов что-то как-то не сильно меня радует на самом деле с другой стороны пускай будет вот у нас один вот у нас второй я про шашку таксиста она то есть завидуешь все таки я тебя на самом деле не виню как бы все мы временами бываем глупыми кто-то дольше кто-то наоборот так посмотрим на много ракетниц не надо поэтому так пульсовый лазер пульсовый лазер встанет только вперед сюда да далее супрессор ммп супрессор так у тебя сверху с левой стороны в столбик попал столбик пропал после удаления кабины ну вот кабина же есть не вроде пока что но я не знаю сейчас посмотрим если что чуть-чуть переделаем а почему пушка не ставится а позже в чем смысл отсутствует назначение оружия на корабле отсутствует назначение оружия несколько реакторов разрешен только один реактор ёбаный ладно задушили короче мечту поэта ну блин серьезно но это так тупо мне бесите щит этот вот ну надо убрать вот хорошо что у нас еще там в чем еще проблема так я не могу нажать проверка полета отсутствует назначение оружия что значит отсутствует назначение оружия не назначено оружие корабль имеет оружие которое может быть должно быть назначено группе чат поясника мне вот эта стойка пускай стоит здесь крепись к ней это щит щит пускай стоит сзади control z можно пробовать также четыре ошибки реакторный класс корабля корабль содержит модули превышающий класс реактора я думаю это эти движки да вот же мой реактор давайте мы его уберем поставим получше реактор тогда нужно назначить оружие да сейчас разберемся друзья это немного затягивается какие изначальный думал что что-то вылезет и она вылезла вот поэтому поэтому подождите немного ладно я сейчас все сделаю честно простите меня так вот это мы поставим тогда сюда это наши так сказать баки топливные по-другому их не назовешь хорошо так что еще несколько реакторов подожди а где у меня еще реактор а да у меня так ну допустим и чё и прикрепленные модули но это мы знаем да допустим выходит не так красиво как хотелось бы изначально верно скажите артура вы точно автомеханик да просто мы первый раз осваиваем достаточно сложную тему вы-то конечно же сразу все с первого раза понимаете но мы не такие требуется больше тяги гравипрыжка корабль слишком тяжел для гравитационного прыжка уменьшите массу или увеличите тяга чё ты начинаешь меня буллит ты сейчас я куплю нормальный движок он будет вытягивать все это на изи понимаешь ща будем прыгать так что все будут завидовать подумаешь тяжело допустим о все нормально реакторный класс корабль содержит модули превышающий класс реактора да в смысле так у меня самый мощный реактор стоит я конечно не уверен но мой реактор по моему не вытягивает это все с таким форм-фактором только прыгать и остается тебе ты знаешь на лимузинах никогда не ездить никогда понимаешь будешь ездить только на запорожцах капитан деньги заканчивание нормально чем их заря зарабатывали так реактор мы можем поставить только один у нас стоит дорогой реактор но при этом он не вытягивает что не так что 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 только что поставил я еду я даже не ладно она наверное нужно так смотрим модули превышающий класс реакторы на корабле отсутствует докер в смысле отсутствует докер докер это же она нет нет это погрузочный мод подожди ты как тут оказался может заново попробовать я близок к этому на самом деле но я просто хочу разобраться сейчас я немного я знаешь это многим было бы интересно но я просто разбираюсь просто чем больше я начинаю делать тем больше новых проблем вылезает что значит не назначено оружие кто не объяснить пожалуйста отсутствует докер ладно давайте поставим докер хорошо вот докеры так начни с нуля легче будет да я как назначить оружие да 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 хорош хороший потом еще попробуем и ты в жопу такой что уродливый не такой следующий раз сделаю себе тысячелетний сокол в итоге почти все деньги потратили зря так даже почему не пугаешь какие деньги приветствую буфала короток в двух словах привет зло подожди бежи 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 я правильно понимаю у меня было 90 же тысяч до осталось 73 после того как я проводил так сказать эти манипуляции секунду это это же так или я ошибаюсь кто-нибудь запомнил вы чё там это правда чат это чё прикол какой-то я не понимаю просто вы чё нет было 73 хорошо я просто сейчас меня баткать надо сохраняться почаще в этой игре в ней какие-то странные затыки с автосейвем 90 было у механика а фух фух много вчера нет мы вчера по сюжету немного прошли мы не то чтобы только по сюжету двигаемся зло спасибо тебе огромное спасибо тут отвлекся но в общем спасибо друг так мы летим на вектора чтобы помогать бороду и вот странная тема на самом деле вот я выбираю вектору да и я не могу просто к ней полететь это так странно то есть мне нужно выбирать карту и через карту выбирать задание допустим либо просто с помощью карты мне нужно устанавливать курс и лететь но это же это же неудобно это то есть разбивает вообще все твое путешествие либо я чё-то не понимаю игра еще не закончилась очень жаль димастик ты можешь но отсюда свалить где-то на неделю ты знаешь потому что где-то неделю буду проходить эту игру самое главное если будешь приходить ты не пиши ничего в чате ты душишь ты вернулся лин ли так где баррад мы доберемся до того что случилось с баррадом ливен не надо тут длин со мной я думаю что все же хорошо пошло нет это было только началом когда вас не было появились еще пираты но нам не так повезло калвер трой некоторые из новеньких не выжили то есть когда ну надо было просто эвакуироваться после первой атаки они же знали про это место ты еще меня виноватить будешь что ли алло не то чтобы мы стремились задержаться но у нас были ранены и которые выздоравливали должна была приехать поддержка просто не успели в общем я была тут зажата за ящиками вместе с баррадом повсюду пули свистели лазеры на его чертом беззаботном лице не было улыбки как будто он знал что это конец я начала готовиться умереть в бою кет идет положил мне руку на плечо и сказал оставайся здесь я все справлю я справлюсь и все сделаю звучит не очень хорошо следующее мгновение двое пиратов умерли а третьего он не смотрю держит за голову вытащил его на улицу под дулом пистолет и потребовал говорить иначе я мол продемонстрирую третий закон ньютона на височной доли мозга там все завертелось стеллером так хеллер попал в плен я не все подслушала но после 10 самых долгих секунд моей жизни баррад поднял руки вверх в итоге они обоих забрали на борт пиратского корабля это последнее что я про них вообще видела и знаю ну то есть ты просто стояла и ничего не делала ты прям настоящий босс года суши нет не дави на меня ты и я теряла людей людей которых я знала понимаешь к вашему сведению я сразу побежала звать на помощь в комнату связи когда они улетели пыталась выяснить смогу ли я связаться но компьютер сгорел если мы мы знали где они я потеряла много людей пыльник я просто хочу со всем этим закончить пылинка вообще-то она горит пыльник но дастера дастера то есть в данном случае люди которые копаются в пыли то есть шахтеры то есть мы на этом пыльном камне виновна ее можно убить не знаю ну типа это было бы лишним не кажется нам еще пригодится дасти же она даст бы я не помню то ли дасти то ли дастерами называл у нас были надо было поспать на корабле не похерился упс перевод идет с голоса я верно понимаю нет это уже перевод прогнали за ночь диалоги через дипл и в общем он относительно хороший вот но конечно же не то чтобы прям очень хороший но на стримах вполне неплохо вывозят я просто стараюсь поправлять его когда его совсем несет когда брэд жопа там и прочее начинается вот этот тут три блока есть один на улице едва внутри комп и включится ну типа я разберемся родной не не спеши не кипятись сейчас все будет сейчас мы поймем что тут делать и как я просто пока ну с вами разговаривал и тут чего-то конкретного не было проделано а ты можешь на этой планете раздеться до трусов я думаю это плохая идея так подожди на ней хорошо как нам попасть туда внутрь не выдавайте там без оскорблений друг друг ладно типа подсказал это хорошо просто ну и надо пока подсказывать держите себя в руках друзья давайте лучше вместе кого-нибудь ненавидеть чем сраться друг с другом давайте будем ненавидеть консольщиков ну типа пекаря них лучше а консольщики отстой верно особенно playstation игроки но типа у них нет starfield давайте их эти нас играцию кинцо скажи поганые уродливый консоли то ли дел xbox верно это нет xbox тоже уродливый в принципе все консольщики отстой я на самом деле думаю что как бы если тебе starfield не нравится во первых то скорее всего sony boy во-вторых хейтер и в третьих глупый я не могу туда попасть ника мы точно пытаемся конфликты разрешить да не знаю но просто xbox он всегда был как android да ну то есть нормальная платформа sony всегда была как ну айфон для тупых привет авиатор благодаря даши на муде она но в телеге я встретила своего мужчину жизни и прямо сейчас мы смотрим по и стрим спасибо вам с даши меньше чем три вот вот пуся поздравляю пусть у вас все хорошо будет совет да любовь я сегодня просто чего стрим начал когда говорю вам что вы все красиво я просто вспомнил я сегодня случайно снова наткнулся на пост от того да но на где ребята выкладывали свои фотографии и просто видел людей в чате которые были на этом да но не и я говорил что вот ты красивый да и ты красивый да да сколько у нас уже семейных ячеек здесь сложилось какие же все молодцы и вы правда красивые ребята большинстве своем некоторые конечно уроды уроды в основном все конечно красивые так все этот пора думать я просто разговаривал с вами и что-то как-то упустил последние пять минут того что происходило просто буксую на месте господи зачем у меня смотрите не знаю просто всю станцию златил тут кнопка открытия дверей ну окей так надо сохраняться мне очень покайф играть с геймпадом я уже говорил ты сегодня это прям довольно странно учитывая что я вчера 12 часов играл склова мыши и сейчас пересел на геймпад целиться конечно менее удобно в целом удобно я же много целился с геймпадов но в остальном эргономика настолько просто отличается разительно что это кайф рассеянные я я я не знаю не могу ничего сказать я сегодня правда рассеянные сонные ну как бы такое бывает что это так это лаборатория исследования кстати может учить прокачать пока есть возможность так вот по оружию допустим мы уже можем ставить себе всякие допустим стволы и прочее так это на восемьдесят восемь процентов так здесь у нас силант пока что два из трех так здесь у нас силант кругом нужен на самом деле с остальным пока что легкие проблемы для этого нужно немного прокачаться так оборудование на шлемы тоже можно делать всякое разное так полимер полимеров у нас не хватит они а пока я на самом деле тут ничего делать не буду особо а летать удобней также как балдур играть через контроллер балдур я на самом деле при возможности рекомендовал бы играть первую очередь склова мыши это на геймпаде очень неудобно у меня просто выбора не было когда играл на steam деке понятное дело я играл на геймпаде как и в принципе divinity original sin играть на геймпаде можно но больно и при возможности ну играйте на клава мыши это это просто небо и земля вот и насколько удобно играть балдур с гейт на клава мыши настолько же удобно играть стартов на геймпаде как и все игры тот да они довольно таки неплохо заточены под а дикий пики нет ни подожди в смысле еще обманул себя только что вот черт проверка на кью не пройдено дикпик сломан а больше дикпиков нет да как так то лол помогать хочу делать так что за энергоячейки окей а у нас тут нет энергоячейки сюда три штуки надо вставить ладно чат это не проблема ща все решим сейчас все будет дверь очень хрен поймешь что это дверь два свидания для дарлы дарла встречалась с энди и с этим бензобаком но там же эпичный лут не нам туда по сюжету надо так что мы это сделаем космический костюм это нам не надо классический рог написанный характерным шрифтом которые беседковцы я думаю используют практически для всего и для деловой почты тоже а это просто провод набор с дэймоса чем мы сейчас ищем я еще дикпики ну вообще просто осматриваю привет сладкий привет сладкий надеюсь ваши выходные проходят хорошо господи чум музыка так орет ты вообще не в тему орешь музыка я понимаю там какая-то романтика космическая но это же просто перебор точно просто провод ну смотри здесь катушка провода мина в санузле да ты чего не хранишь мина в санузле я постоянно там носки скидываю так сказать так немного чего но нет никаких энергий чейк ничего нет полезного ладно это все здорово кроме того что ну у нас не так чтобы все здорово да здравствуй стримлер удачной тебе игры я пропустила первый день прохождения так что буду позже смотреть игру в записи и пользуясь случаем передам самой себе сообщение иди работой ленивая жопа проехать сам себя не сделает удачи спасибо до комната управления виктора взяли ключ карту уже хорошо спасибо тебе иди работой о аварийная ячейка теперь мы знаем что они тут есть и теперь мы знаем как они выглядят возможно нам нужно взять всего одно для того чтобы сделать ну там допустим какой-то мини действие типа открытия какой-нибудь двери потому что других я тут вроде не вижу хорошее сообщение да прекрасно буду ладно хорошо кофе горит будешь я говорю не спасибо будешь ну хорошо она не вытаскивается а вдруг я не в ту ставил блядь то есть я потратил дикпик просто так вот черт карточка подошла так это мы больше не будем собой таскать у нас их полный корабль вот еще один дикпик арбуз арбуз здесь лежит месяц этим арбузом разбили этим арбузом разбили монитор что надо быстро съесть этот огромный арбуз да сука боже этот арбуз мой весь целиком мой арбуз где он где мой арбуз арбуз иди сюда вкусные помидором заем на так что уйти посмотреть на источник питания либо охрана вытащить данные вытаскиваете данные компоненты и скачиваете содержимое себе похоже что это аудиозапись прослушать аварийную запись номер 01 а ну-ка артуру не кофе нужно пожрать смысле я обожрался ты о чем вообще не могу поверить что мы попали в эту переделку не можешь потише себя вести я пытаюсь разобрать расчет играю прыжка пока мы не вышли за пределы досягаемости вне зоны действия чего мне зоны действия сенсорной системы на векторе не могли бы вы блин отстать как только мы окажемся за пределами звездной системы пропускная способность перейдет от мгновенной скорости к фастические нулевой что толку посылать туда передачу ты собираешься рассказать длин как мы оба облажались у нее даже корабля нет вы недооцениваете количество моих поклонников галактики хеллер один из них обязательно появится желаю соединиться с этим красивым лицом а да мы обречены с большой буквы о понятно хорошо кто бы не нашел это я прикрепляю межзвездные координаты к метод данным передачи спасите нас повторяю спасите нас спасите суши баррад по ходу довольно сильно себя любят да но этот ладно он прислал данные значит полетим о спасать д равно о но ангрицами думать то есть мы обречены с большой буквы d то есть большой буквы о понимаешь о чем я понимаешь лишь о чем я он горит резкий ас то есть ас это нас вот а переводчик думать что ас это ю с то есть сша united states понимаешь о чем я именно поэтому для этого переводчика нужен человек который понимает что переводчик зачастую несет полную пургу именно поэтому вы со мной получите нормальный перевод не умничай если я не буду умничать то нас тут двое тупых будет а так только ладно хотел сказать загрузка сейчас будет но загрузки нет что ну так ты действительно заставил этот компьютер снова работать да я нашел передачу данных от баррада что дай посмотрю забавно даже зная что он жив и все равно не хочу больше видеть а вот хелли ладно давай отправлю вам данное местоположение заложенные в передачу найди хорошо а почему не не мне не надо чтобы ты пошла со мной спасибо до свидания пройдет немного времени и аргас приедет за мной я буду здесь если понадоблюсь если вам нужна какая-нибудь дополнительной помощи в последнее время подумывая о смене профессии может быть пора оставить аргас прошлом давай там этот как бы иди в жопу ты была моей начальницей мои начальники никогда не будут моей команде я помню как ты мне не дала тогда добавку к пенсии подожди а где мой корабль я не читаю субтитры просто слушают прекрасный перевод а добро пожаловать в клуб подхалимов даже где мой корабль я что приземлялся всегда злопамятный какой да нет я могу к нему переместиться просто чисто ну мы возможно где-то здесь приземлились не в том месте лин корабль где подожди когда мы сюда попали на эту планету мы куда приземлились так нет мы оттуда начали ладно а где корабль я могу его забрать прям сейчас на где он а вот так можно сделать же точно а ну-ка а корабля на сканерах нет тот я конечно понимаю что быстрым перемещением я могу на орбиту переместиться но тот я возможно что-то не понимаю корабль на орбите да вы знаете я думаю что ну просто чтобы быть в безопасности в этом опасном месте он поднялся вот и спустится за мной когда это будет необходимо а дима понимаешь так пропутешествовать на альтаир кстати говоря мне не нужно на корабль я прямо отсюда сейчас перемещусь и это еще раз повторюсь очень сильно убивает именно это научно-исследовательский форпост вот так до всех кораблей коллектив фристар мы находимся под сильным огнем вражеские спейсеры захватили нашу позицию на альтаире я не уверен как долго мы сможем продержаться на форпосте у нас мало времени а где я так ладно а мы давно сохранялись я вот не уверен ну в принципе примерно здесь да такие баги врачом это не баги понимаете просто я сейчас данный момент случайно был на обшивке и в общем как бы мы во время перемещений звездных мы ну как бы мы сворачиваем пространство да то есть мы своеобразным образом делаем складку в пространстве и перемещаемся из одного места в другое потому что вы знаете что но скорость света невозможно превысить и поэтому для того чтобы быстро перемещаться мы по сути делаем дырки в пространстве и в данном случае мы сделали ну дырку в жопе вот купи купи хорошо купи ладно купишь купи найс а где мой корабль любопытно так ладно мне кажется из этого места пора взлетать вы и и и и и и это не баг эта фича видели видели да только сейчас понял что в корабле инвертированное управление и по нажимать господи кому может нравиться инвертированное управление это же неудобно о вкусах не спорят конечно так секунду подожди что там было вылез на корабль посмотреть туда ли прилетел и поскользнувшись на обледеневший обшивки упал на планету а не сгорел атмосфере потому что особенно все верно да именно так так алло подождите блять чел ну не вовремя там же этот как бы он пришел награду получить за мою голову а там помощь просят слушай чел нам не нужно бороться у меня времени нет проделали весь этот путь мы потратили кучу денег на расходные материалы вы наверное сошли с ума если думаете что все закончится тем что вы останетесь в живых ада ада вообще-то я из багрового флота вам нужно прежде чем вступать в бой не хочу этого говорить но у тебя гораздо больше огневой мощи чем я ожидал хорошо можешь идти уходя отсюда пока не передумал я не могу уйти отсюда я могу только ну пить пить и там меня на помощь зовут спасибо дальше мне принесли кофе печенек и сырок прикинь я просто опытный космический волк чтобы вы понимали кому помочь надо было тут проблема в том что я максимально обожранный обкушенный поэтому ничего из этого не хочу но мне сказали что я буду поэтому видим буду переубедить головорезов дело в том что я как бы уже вступил самый криминальный синдикат здесь поэтому ну в общем да что характерно из кабина управления не инвертированная но когда ты перемещаешься вот так правление инвертированная the fuck как как это как как это работает я просто не понимаю реально логике ну то есть это странно ну и то и другое отличает буквально ой подожди там надо было еще кое-что взять так бекту вектора тоже хорошо суши ты уже выбрал гильзию да и туда просто долететь пока не могу потому что он далеко то есть все действия которые мы тут уже сделали мы сделали и бендон чип пока что самый красивый автоматик такой яркий весь а солнечные энергии окна вот туда просто разработчик который отвечал за управление в корабле сидел на стуле а тот который отвечал за управление третьего лица сидел на голове все вроде логично нет просто все на удаленке было один из них был из британии на второй из австралии нет буря как она долбит жаль эмбин не тот не знаю по моему довольно нет музыка в игре в принципе космическая она такая такая романтичная космическая романтика просто она навязчивая довольно таки транспорта на планетах нет нет вообще на удивление я не знаю по крайней мере я пока что не видел ни у себя ни у нпс ну скажи круто давайте на секунду откинем хейт в сторону и признаем вот это круто а потом вспоминаю что здесь можно было бы на каком-нибудь вездеходе да даже в новом sky поехать я уж не говорю про star citizen где у меня там на танках катали и всякие грави байках правда грави байки там ломались и в результате я улетела на километр и сломал себе все что можно танки я ваш перевернул чуть не взорвал хотя он стоил реальных денег по моему вот и после этого у меня наверно больше когда с подписчиками буду играть star citizen никто никогда не даст ни на чем прокатиться разбившийся корабль обнаружена локация 20 опыта полученным баррид вераю задю баррид лет я и не баррид это хейлер о привет это ты я-то думал что ты какой-то пират вернулись и чтобы убить меня повезло мне на не шевелись давайте оподлатаю я галлюцинации хейлер ваши последние мысли видимо обо мне понимаешь я бы посмеялся я принимаю много лекарств это как бы смягчает все долины так испугался когда меня затащили на борт пиратского корабля баррид был весь такой извини извини друг я отсюда вытащу нас поверь мне доверься мне это моя любимая фраза когда кто-то не должен мне доверять да я начинаю это понимать он говорил мне что мы должны начать притворяться что сражаемся друг с другом обмануть пиратов заставить их думать что они должны подойти пока одного из нас не убили я помню как он кричал этот парень убийца как я могу защититься от этих жемчужных белков он откусит мне лицо он про зубы говорил имею ввиду я не думал что это с работы но они пришли внезапно мы стали бороться с двумя из них мы с ними с обоими баррд потянулся к одному из них и потянулся к пистолету пока стрелял он туда куда не следовало да точно взорвал пилота прямо в спину прямо в нашу панель управления ну и мы сюда впилились я вырубился когда пришел сюда вот мы здесь он просто улыбался как будто просто еще один день на работе и пропустил самый интересный хеллер я имею ввиду мне пришлось пройти через все трудности чтобы спасти твою задницу ты даже не проснулся чтобы заметить потом он что-то с пальчиками своими сделал там вот это непонятно так давай давай к делу хеллер да давай наверное об этом сначала стоило поговорить я уже говорил что сейчас много обезболивающих принял поэтому я очень обрадовался когда появился корабль когда понял что это корабль багрового флота обрадовалась уже меньше а потом очень-очень сильно меньше обрадовалась когда баррд сказал все в порядке я справлюсь ну что-то проба ума то пробормотал их и они убрали оружие то есть он с багровым флотом я вырубался и не совсем понимал но да я так думаю получил сигнал с корабля перед гравитационным прыжком полагаю это был баррад я был не в лучшем состоянии чтобы понимать что происходит вот послушай можно я пойду с тобой да я же должен я не думаю что кто-то еще пойдет давай поставим тебя на ноги блин жалко тут оставлять не такой же злое прохождение по ходу да этот машинный перевод только сбивает им поверь мне если бы я просто переводил синхронно я бы довольно сильно устал ладно сиди я вернусь даю позже а ну ладно хорошо круто думаю хочешь уже позади да наверное я щас я хорошо чувствую ты дашь не знаки дом отправимся в путь верно конечно я вчера после 12 часов забыл зарядить наушники а ему резко полегчало все нормально чат о так мне нужно мне нужно сейчас дай секунду пожалуйста ладно чат я провод в наушники вставлю так а здесь у нас микро юсб так а здесь у нас тайп си у нас везде тайп си так музыка конечно играет классно надо паузу поставить о чёрт у меня везде тайп си окей для чего нужен пальчик я не понял не знаю пальцем показал типа большой палец вверх я так понимаю господи куда у меня все тайп си подевались сейчас я пойду поищу а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он не уйдет, он прописался Он теперь на моем корабле И он будет Сука, если ты ляжешь на моей кровати, тебя Так, смотри Вот тебе газетку Читай мне последние новости И обмахивай меня ей Давай Давай Я буду спать А ты меня обмахивай И вот так вот делал И фонариком вводи перед лицом Как будто фонари проносятся Давай, я еду домой Давай Молодец, мне понравилось В следующий раз мух отгоняй, только ладно Фуф Это комар летает Ну что за день? Я не знаю, день Что за день? Комар летает у рук Он хочет меня укусить за руки И массаж? Не, ну это-то само собой Безразличный взгляд Непреодолимая лень Зашкаливающая наглость Да это же манифестация чата Нет, я не победил комара Сука Ты че? Так, щитов у нас уже нет Это плохо Всего хорошего Так, уже сипули Боже, насколько удобнее летать на геймпаде лично мне Я просто че Че-че-четко контролирую ситуацию Алло Кто-то пытался со мной связаться Но я Я не уверен До свидания А кто пытался созвониться-то со мной? Может после битвы кто-нибудь Что-нибудь скажет? Стоять А как же удовольствие Кто звонил? Кто из вас? Кто из вас? Кто из вас? Краснодарские комары Но он довольно большой, да? Алло Так, давайте соберем вещи Сужу в безопасности банка Здравствуйте, вы делали перевод? Я Так, подожди Сейчас, сейчас Подожди Бля, я пролетел Вы делали перевод 500 миллионов Вот прям сейчас Я генералиссимус КГБ Пожалуйста, ответьте Только честно У тебя три полоски энергии Никуда не задействованы Да, я уже в конце битвы Это увидел А, я знаю Я знаю А, да, я делал перевод игры А, ну А, ладно Так, 754 кредита Хорошо Все довольно далековато Друг от друга Вам, давайте просто Летать по тем Которые указывает игра Ты когда научишься движки отслеживать? А так надо прям? Ну, это как бы Ты имеешь ввиду Отстреливать, наверное Но Я не вижу пока что Жесткой необходимости Ну Можно, да? Ну, в части Что такое ГР? Это Так сказать Тирамочный двигатель Если по аналогии с элиткой То есть прыжковый Он нам сейчас вообще не нужен Шея Это щиты Чел, возьми N это engine То есть двигатель Лазер это лазер B это баллистические Ну, пулеметы, пушки всякие MS это missiles То есть ракеты Вроде если уметь отстреливать движки То это даст возможность Воровать корабль Да, я знаю Нет, я понимаю Хорошо У тебя места нет Да, у меня нет места Под определенные вещи Но как видишь Я себя чиню То место появляется Здесь можно грабить караваны? При определенном желании Да, можно Так, сейчас надо вспомнить Как мне Что мне нужно поставить Для того, чтобы Так, корпусы нормально Груз нормально Груз почти перегружен На самом деле Какой же веселый геймплей Прицеливание, охрана А вот оно Точно, я в прошлый раз Это сделала А после этого Игра вылетела у нас Главное, чтобы нравилось Это вроде здорово Я не знаю Как бы Так, уничтожить пять кораблей Во время режима прицеливания Чет, напомни мне Как прицеливаться Вот так же По-моему Приземляться В обломке Это посмотрим Как прошлую трансляцию Посмотреть во время стрима Под стримом Есть мой аватар Пикаешь на него Смотришь Прошлые трансляции Суша Ну смотри По-английски Приземлиться Это ленд What the fuck Здравствуйте Назад А их двое было Аааа Их было двое Они застряли друг в друге Все нормально Чет Теперь они просто Летят друг от друга Какие баги Вы о чем? Баги, говорит В этой игре Лол Какие баги Как вам не стыдно Суша Загрузка Загрузка Блядь, как я тут оказался Господи Это место Это место По сторонам Не видим Ни одного бага Ни Одного бага В принципе В игре нет Ааа Поэтому пришла пора Взлетать Я думаю Да? Вы же согласны Со мной? Как говорил Юрий Гагарин При Тере Это перевод Сломал игру Согласен Дело в переводе Дело в переводе Конечно Именно так Мне кажется Наш корабль Облегчился Слегка Но это не точно Так Могу вылезти Я не могу вылезти Из корабля Любопытно Почему нельзя Клипы делать Клипы на данный момент Только подписчикам Доступны А подписчики У нас не доступны Знаешь почему так Вот так вот Угу Угу Так, ну смотри Грузись Да нет Она сейчас все починится Ребята, честно Я гарантирую Сейчас все починится Так, нам с вами нужно Power from beyond Нет, power from beyond От не то То, что нам сейчас нужно Это back to vector Нам нужно Подожди Подожди В смысле Мы же прослушали Это Аварийную трансмиссию 0.2 В смысле мы не прослушали Я не понял Так, секунду Примечание А, нет Мы не прослушали Вы доставили флоту Много проблем Баррет С каких пор выживание На которые Тех, на кого он нападает Является созданием проблем Разве это не отпор Эй, пилот Не могли бы вы немного Сдвинуть руку в сторону Я не могу разобрать консоль Не двигайтесь Он пытается выяснить Наше место назначения Возможно он передает Этот разговор Прямо сейчас Пока мы еще находимся На орбите Ну Да Я думал, что дело Это довольно Очевидно Хорошо, хорошо Опусти свой пистолет Я закончил Видите Мои глаза направлены В сторону от консоли Это прекрасный вид В космосе Который мы видим Из окна Свяжите его Как только мы вернемся На базу Начнется веселье Угу И как мы от этого Узнаем Где находится он То есть Это не подсказка Бесел 3 Как мы из этого узнали Что он на Беселе 3 А игра точно На самый быстрый ССД установлена Ну, не знаю Самсунговский NVMe Да Ну, достаточно Достаточно быстрый По-моему Я, конечно, не уверен Не буду за всех говорить Но, по-моему, довольно быстрый Теперь просто прыгаем Смотрите И корабль починится Я вас уверяю Ты, писька Попозже мне расскажешь Как я этот квест Выполню Ладно Сходим, сделаем Видите, корабль Не починился Японам Так, ладно Хорошо Бесел 3 Так Ну, примерно куда-то сюда Давайте отсканируем это место Заодно сходу Экстремальная среда Понял Очень холодно Так, суша Эмм Я, если что, ничего не слышу сейчас Потому что Мои наушники Не заряжаются С помощью этого провода Ну, по крайней мере Корабль починился Все хорошо Сейвлоу Да это я не думаю Что серьезная проблема Так, мне нужно найти Нормальные, работоспособные USB Type-C Я просто, как обычно Заряжаю Свои Свои наушники Через Ну Док-станцию Для этих наушников Так сказать Но в этот раз Я их криво поставил Поэтому они не заряжались После 12-часового стрима Поэтому Наушники мои разряжены И сейчас мне их нужно Попробовать зарядить Так Но для этого Нужно найти провод В чат Вот, я нашел один провод А он оказался сломанным Поэтому подожди еще пару минут Я спущусь вниз И поищу там Хорошо? Буквально Чуть-чуть Так Так, нашел еще один провод Если мы Сейчас Воткнем этот провод В местный, так сказать, USB На второй конец его Воткнем в зарядку То О О, это нормальный провод Тебе для каждого уха Нужен провод? Нет, мне нужен один провод Но чтобы он был нормальный А тот провод был не очень Фу Нифига ты быстро На первый этаж сбегал У вас там лифты, что ли, дома? Конечно Конечно же, да Так, ладно Хорошо Выходим Я не на первом этаже был Я был в соседней комнате Такой перевод на боксе Никак Нет, конечно Никак Иксбокс Это закрытая платформа Здесь очень холодно Так А что значит Икс-то старт аутпост? А, я здесь могу строить Свою базу Не-не-не Нахрен не нужно Мне, честно говоря Что? А почему я не могу здесь стрелять? Из-за того, что холодно очень? Или почему? Стройка еще? Ну да Ладно, я не могу этого сделать А допустим с этим Я вообще не могу стрелять здесь С помощью своего майнера У нас все замерзло, я думаю Я думаю, это все объясняет С помощью сканера С помощью сканера мы сканируем А добываем руду мы с помощью Нет Никак Или это опять баги? Да нет, я не думаю Если бы это были баги Это был бы Воу Это был бы перебор, по-моему Так, я наушники хоть той стороной одел А, ну да Ох, типичный день Я думаю, почему все звуки задом наперед Почему так происходит? Наушники не той стороны Я не знаю, что сегодня со мной Это просто пипец какой-то Я не могу реально это объяснить Просто какой-то куба Всего на свете Так, ребята Что у вас тут происходит? Так, ты вроде мирный, да? А, черт Это потому что я в пурпурном флоте Включите льду Там ТГМ Попрыгай снова в виде ТГМ Включи-выключи Годмод Часто чинит такое Знаешь, я не то чтобы прям Ну, очень сильно хотел добывать эту руду Но не добывается Ладно Будем в следующий раз Когда прогрузится в следующей локации Там все починится Это игра ТОДА Поэтому, ну, так вышло Хорошо, ребята на нас не нападают Потому что я свой Потому что я тоже отморозок Согласен Сис-деф сосут члены Пурпурный флот Да, те еще отморозки О да Во вселенной вообще нет никакой определенности Только вы действительно начинаете выходить за пределы вселенной Законы физики превращаются в предположения Снова меня разыграешь, да? Какую самую странную вещь ты видел На этот раз без преувеличений Так Дай подумать Единорог Я не шучу Подожди Мифическая кобыла с волшебным рогом? Да ладно А король Артур на ней не ездил? Ладно, это было скорее экстремофил в расплывчатой форме лошади Но моя точка зрения остается в селе Там нужен открытый разум Ты говорили, что багов не нашли Получается, это не баг, а фича Конечно Так, сохранение А блин, господи На геймпаде ты по-быстрому не сохранишься Если не подтянешься куда-нибудь Ме Здравствуйте Ну че тут у вас? Ни хрена себе Ты действительно нашел меня Ну это превращается в обычную вечеринку в созвездии Нужно было бухла принести Подожди, вот друзья с пиратом У нас в Мацува мрачном на самом деле много общего Недавно попадал в Пленксис Деф Мы оба с ним убегали Видите, о чем я говорю? Относительность Мы все просто создание вселенной, пытающиеся убежать от того, что нас преследует Ммм Да Я здесь для того, чтобы отвезти тебя домой, Барт Зачем мне отвозить его домой? Просто сказали, что у него проблемы И я решил ему помочь, потому что он меня втянул в это дерьмо Не стоило обо мне так волноваться Мацува мрачный, прекрасный хозяин Нет причин, по которым Плен должен быть неприятен Видишь, вот что я имею ввиду, Мацува Ты очень внимательный Мне было приятно провести время вместе, Барт Но я не могу просто так отпустить тебя, ничего не показав Готова ли компания Созвездия заплатить выкуп за свободу этого человека? Разве Барретт не доставил достаточно проблем? Просто отпустите его Так, либо заплатить 4000 кредитов Либо я просто один из вас, ребята Освободите моего друга, или я разберусь с Дельгадо А, до меня дошли слухи среди капитанов, что у нас появился новый герой Хорошо Так, услуга флоту Ладно, я его отпущу Из рук одного пирата Багрового флота в руки другого И на этот раз пиратом стал член Созвездия Чудеса не прекращаются Ну ас Видали, как мы Как мы разрулили этот вопрос Да Что, у него прикольный шлем Нет, на консоль перевод не поставить Всего хорошего Мы потихонечку отклоняемся, пожалуй Своруем этот мячик Нет, это не мячик Ладно, не будем воровать тогда До свидания А теперь убить всех? Да зачем это наш? Нам это пока не выгодно Дали задание спасти, оплатишь ты Не, ну мне просто сказали, что он член Созвездия Типа, и он пропал Я говорю, да ладно, проверю Проверил И искали его прям спасать А, бля, холодно А тебе холодно? А где он? Он пошел со мной? У него есть костюм? Будем надеяться, что у него есть костюм Учитывая, что на бокс можно сделать эмули Установка перевода вопрос времени А, да? Интересная точка зрения Блин, ну я надеюсь, что он спасся Потому что вроде как По логике он Должен быть сейчас на корабле О, корабль постепенно обживается Ну че, братишка, теперь ты будешь обмахивать меня газетой Ну да, ты как думал Давненько мы уже в этом костюме Но лучше пока что не находили Как он дошел до корабля Ну смотри Левый, правый Левый, правый Будет забавно Бля, шо, опять Любой корабль, пожалуйста, ответь Что такое? Слава богу, вы оказались рядом На нас напали пираты И наш гравипривод отключился Нам нужно запасные части для его ремонта А че вам, подожди, передать вам запасные части? Подожди, но мы можем Загнаться Ну то есть залететь туда И ограбить их всех? Либо, возможно, мы сейчас попадем на борт И они попытаются нас опрокинуть Ну а попробуем Мы не можем выразить свою благодарность Найдите меня, если когда-нибудь приедете в Джеймисон Я буду рад отплатить за услугу А да А да Ладно, хрен с ним Переступил багровый флот Да Как тебе игра? Нравится механика свободных полетов? Ну, свободный ББ я их не назвал Но так в целом, не знаю Я получаю довольно неплохое удовольствие от игры Так, даже секунду Похоже, это помогло Спасибо за помощь Да не вопрос Давайте торговать Подожди, а че у вас есть? О-о-о Цена 1125 Понял Части корабля тоже есть Так, хорошо Чат, там можно этот Их попробовать ограбить Но они 34 уровня Меня вынесут просто Наверное, пока не будем Посмотрим Давайте мы продадим Вот это, во-первых Вот это Вот это Вот это Это Долото сраное У нее скоро деньги, кстати, кончатся Пустая бутылка Не знаю, откуда Образцы генетических материалов Какой-то заброшенной станции Может, тут Т-вирус какой-нибудь Да продадим Ну, типа, блин, я не знаю Блокнот Так, это для мяса Для воды Господи, карта Соломона Какого хрена у меня здесь это вообще все делает? Я просто не понимаю Синтетическая пена Так, ресурсы Ну, здесь, в принципе, все нормально Примечание Так, помощь метательная Что у нас там по шлемам? Точно шлемы надо толкнуть Кстати говоря, необычные шлемы редкие Они хуже тех, что у меня есть Поэтому их надо толкнуть, наверное, тоже Довольно немало весит Так, запасы корабля Посмотрим, что у нас здесь есть Здесь еще 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 Кубик Так Блит, дисплеи пустые Огнетушители Открывашка какая-то, сука Откуда я это набрал? Так, ладно, хорошо Так Чашки Чайники Сверла Как тебе игра? Пойдет Я не могу сказать, что я в восторге, но пойдет Надо было левые тапочки продать, а правые себе оставить Так было бы логичнее, я думаю Боже, сколько у меня говна всякого Я просто не понимаю, где я все это набрал Это же даже не шутки Это просто Много Как это, блин Ох, боже мой Где я успел это? И я помню, что некоторые вещи из этих Ну, я как бы набирал Это не просто так Я их и правда набирал Так, это все оставляем Это все пускай будет Кроме, пожалуй, вот этого Ага, ладно Так Шлемы Одежда Это своровано все Короче, как-то так Так, грабить я их не буду Ладно Выходим Сохраняемся Почему-то не сохраняемся Наверное, сохранение идет Плюшкин Я тут ни при чем вообще Так И двигаемся обратно В созвездие Где мы сейчас находимся? Да мы где только не находимся Мы на самом деле Ничем особо не занимаемся В принципе, вы знаете Мы можем не возвращаться Хотя, если мы не будем возвращаться В созвездие Он будет все время с нами Поэтому давайте его по-быстрому сдадим В игре можно ящики делать в корабле новых Можно Можно вообще новый корабль делать Мы практически сделали Но потом Перестали Змеиное масло так и не нашел Ты посмотри, как он душит Ты знаешь, архитект? Типа Змеиное масло Какой-то хроматической аберрации Да У меня был Змеиное масло Кстати, сегодня Я упрошил по-моему Все, приятно, говорит, вернуться Барретт Мы очень волновались Ну, некоторые волновались Я понимаю, что ты там делаешь Уолтер Я знаю, что тайна плакал Ожидаемое возвращение В своих бабках В горах бабокс Что-то Уолтер Жаловался на тебя больше, чем обычно Это всегда признак того, что он беспокоится Не начинай хатри Подождите Это А ведь первый артефакт Пылился на полке библиотеки А теперь посмотри на них Ну, что-то доволен Чувствуешь, что это не так С тех пор, как я нашел второго Второй Осколок У меня были видения Быть рядом с ними Очень комфортно Так что Я все еще не на сто процентов Уверен К тому же чувствую себя виноватым Почему бы мне не остаться здесь Поможешь тебе приспособиться Ко всяким этим приколам Странных уголков вселенных Я думаю, будет лучше Если мы пойдем своими путями в Барретт Ты же не хочешь, чтобы тебя затянуло в пучину моей гениальности Я понял Хорошо Дай мне знать, если передумаешь Мне не нужны компаньоны Подскажи, где записи стримов на твоем канале Друзья, я не успел вчера записи стримов публиковать на канале записи стримов Блэка Потому что Я вчера 12 часов стримил После этого покушал Буквально там часик Посидел, отдохнул И завалился спать Вот Ну, очень сильно устал вчера Простите Хорошо? Сегодня после стрима я, наверное, тоже не успею Поэтому, скорее всего, вам лучше сейчас, если прям интересно Смотреть На Твиче На Ютюбе оно будет Ну, я не знаю, завтра с утра, наверное, сделаю Уолтер Шрауд хочет с нами поговорить А, Страуд Шрауд Так, я думаю, что нам сначала Нужно получить Получить силу на Кассиопее Давайте сюда полетим Блондинка тебе вернула бутерброд, который съела? Да, вернула Проблема в другом Во-первых, кстати, моя проблема в том, что я не могу вылезти из корабля Уже давно Это баг или фичи? Я не знаю А ну-ка Интересно Надо будет где-нибудь Засесть на корабль Ну, посмотрим, ладно Может, примерз Может быть, не знаю Так, альфа-центавра Хорошо Мы находимся в месте, где всякое происходит Посмотрим Так Установить курс Вот планета Давайте ее просканируем Так, ну, вроде нормальная планета Каждый баг это фича Что-то играть сегодня на самом деле Реально от планеты до планеты долететь в космосе без ТП Я не уверен на 100%, но, скорее всего, нет Как-то слишком много фичей Не стоит завидовать прорывным творениям игропрома, пожалуйста, ладно Эй, что происходит? Спасибо за массаж ночью Они сперли мой бутерброд Хеллер съел его Это что, планета, на которой нормальная погода? Это вообще законно? А, я понял Радиация Кстати, в этой игре та же проблема, что No Man's Sky Ты такой заброшенные руины цивилизации на неизведанной планете которая находится так далеко от всего ну вот это вот ты идешь какой-нибудь но манская в какой-нибудь древний храм да и в этот момент над тобой пролетают три корабля ты такой в смысле я тут единственный на миллионы типа световых лет и вообще я как бы исследователь и тут рядом с тобой еще 30 кораблей пролетает и тут то же самое и прилетел какому-то храму древнего такой о потерянные знания идут чел буквально 100 метрах от тебя приземляется серьезно чё за срань какого не стыдно так похоже нам сюда да но это не точно давайте-ка проследим а надо следовать отклонением снова да 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 я так понимаю отклонение там ссоре только зашел как игра в целом нормально через пять минут ссоре только зашел пять минут как игра в целом взя я как бы у меня команда как игра на для этого я просто ну честно я не могу каждому отвечать я с ума сойду я уже сошел и что это так посмотрим она починилась нет она так тоже у меня почему-то не работает пушка у меня не работает и эта пушка подожди ладно хорошо использование определенных консольных команд может привести к отключению достижения достижения нет для глупых для глупых людей так чего мне там предлагали тгм прописать а тут в этом абсолютно новом дышке все старые команды как бы работают до из-за консоли так так тгм год мод и на блядь на с там тгм диза блядь и чё и чё и чё после этого делать джек шепард играет в игры ради ачивок нет другое ты не понимаешь джек шепард как бы все лучше нас всех понимает в ачивках просто перезагрузить теперь спасибо читер д великолепно просто так от не том тебя пока и мы лкм не слетели нет не слетели как видишь тгм ты выключишь так он выключен храм альфа баги не могут быть из-за перевода я допускаю такую возможность но вчера было примерно столько же багов не на самом деле вероятность того что из-за перевода баги крайне мало крайне понимаешь но исключать ее не стоит а хорошо мы отсюда не попадем музыка не будь такой тревожный ничего не происходит страшного мы просто получаем новый тупу ну вот довольно красивая локация по моему нет выглядит по моему довольно клёво чувство непознанного и да такую вау тгм точно выключен попробуй другую пушку ну вот патроны тратятся все нормально чего куски не подбираешь так они так подбираются когда ты их добываешь написано ну такая труда и куаль то есть получена выглядит сгенерирована нейросетью да вам блин все на свете выглядит не так и не то ну в этой игре есть плюс и этого у нее не отнять уж извините меня но как бы если вы этого не видите то вы глупый глупый просто привет артур свое время ты поскоримо записал 200 плюс серии прохождений как ты думаешь а сколько бы серии вышла starfield на самом деле говорят что именно сюжетка здесь не такая уж и длинная ну как и в каковская риме как и fallout и 4 поэтому я думаю примерно так и вышло бы но если с сайдами и там кайфануть каких-то местах то наверное это займет неопределенное количество времени опять же я пока не думаю что я буду прям на сто процентов проходить но и чисто пробегать по сюжету тоже не буду поэтому где-то недельку наверное ждите прохождения во время этой недели возможно морозок прервемся поиграть в вх но скорее всего нет потому что пока что прет вот поэтому неделю на эту новинку примерно мы потратим и после этого двинемся дальше а у нас будет практически весь сентябрь свободным до киберпанка так что сможем играть во все что захотим проходи по максимуму не слушай духа тучата не но духа тучата она ж не не всегда бывает необоснованно потому что в этой игре хватает душных элементов ну скорей черные краны последовал ты едешь на телеге неужели никто этого не сделал еще и никто не сделает это же очевидный мем дождик пошел радиоактивный найс так и чё за сила персональная атмосфера так кислород чистый короче ты можешь дышать в космосе судя по всему либо где-нибудь где дышать не очень получается то есть смотри то есть вы хотите сказать что я сейчас могу скажем снять себя рюкзак и такой дышать нечем нечем дышать да не нормально нормально есть чем дышать и она за мной ходит какая бесполезная срань ну ладно хорошо давайте лучше вернем предыдущий она по крайней мере была зрелищный мне почему-то игра напоминает дэв стрейдинг только без музыки не знаю может быть немного есть ну ты тоже тут временами бегаешь по пустым локациям что делать первая способность антиграф на неком расстоянии от тебя вроде бы полезно после пробития шлема в боевке боевки могут пробить шлем серьезно сколько я играл такого не встречал взяли в научную фантастику запихали тупо магию не нравится сушат планеты не так плоха на ней можно блин как вспомнишь что бежать пешком придется сразу перехотелось можно просто бежать в одну сторону и посмотреть где мы там конец карты увидим но блин это так душно будет опять читаешь с ошибками сорян разрабы вроде говорили что тут можно свой бизнес создать уже создали можно не значит нужно даже не собирались так что мы делаем дальше мы получили еще одну способность нужно проверить так возможно владимир нашел новые храмы все что деньги могут купить волтер страут хочет поговорить со мной давайте силы соберем сначала а мантис мы же хотели выполнить точно я нашел записку про секретный аванпост мертвого у мертвого космонавта может быть стоит прочесть так а ну-ка блин я не продал я надеюсь быть лояльным твоей команде я понял но к черту это воровство мольбы убийство только для того чтобы попасть на данный балу 1б там секретный аванпост который мы пытаемся взломать это возможность появляться один раз в жизни ты позже будешь жалеть всю свою жизнь если ты не притащишь свою задницу туда зачем нам мантис надо за пределами волочек так далеко прям супер мега далеко так она чьиен мы можем двинуть нет так подожди мы находимся карта ты не помогаешь мы сейчас перелетим примерно в нере он здесь не хватает круиз-режима в пределах системы как были дейнджерос да точно однозначно я согласен что 13 очков серьезно так разные раскопки и тому подобное так теперь мы оттуда перемещаемся в район в район чьиен или допустим у нет чата нельзя говорить слово чьиен и прочее почему мы не можем сюда перелететь мы можем перелететь только сюда в олимп я пропрыгаю туда так ананас 4 система ананас красиво пипяу туториал уже кончился нет какой какой кончился то чем так теперь посмотрим или господи миссии мантис посмотрим по карте снова давай где это находится от нас так можно довольно близко на самом деле не исследованный маршрут топлива будет очень много расходовано маршрут будет считаться не исследованным будет не здорово мы не знаем что там мы не знаем что это такое давайте пока что на воле двинем прыжок космосе из корабля выходить нельзя я такой возможности не видел там перевод дипа выше дип вышел добро пожаловать проведем быстро проверку надеюсь у нас нет контрабанды суши эта планета если посмотреть океан да если это океан то то есть это получается что мы можем приземлиться на планету океан просто ну я жаловалась что такой возможности нет океан здесь нельзя приземлиться сука да свести нельзя неужели у вас на планете о о я надеюсь что я смогу как-то посмотреть на планету океан это же блин эпичное зрелище я не попаду же сейчас какой-нибудь лифт сходу до нас прикольно ладно плюс балл круто да ладно чат круто так нам надо сохранится что смысле несчастный случай да камон вы чё обиделись то здравствуйте ладно хорошо как они узнали кто увидел плюха не было минус балл талант не было и небо подумаешь обиженная пися привей ищешь да ищешь чего тут делаете на этой планете нормально проверять корабль нет 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 подожди у нас там миссия где нам дадут новый корабль зачем а что у вас продается о красивый к 100 довольно красивый корабль она это такое было по сути слишком толстый пляцу это нечто похожее на то что я делал но в результате не полетела это брутальный корабль это такой миниатюрный исследовательский не красный это перекрасит а потом можно похоже на какого-то кита о смотри какая машина смерти так а как посмотреть сколько он полностью стоит 75000 я бы мог его купить кстати говоря но не буду он не так наушники носят что завидует что ли они прямо это место прям мега эпичная добро пожаловать в не он большие здесь города ну по-разному как же в воду зачем тебе в воду очевидно что это смерть ладно да попробуем господи боже не смерть ну и чё мы теперь будем делать ну чат на япона мать отражение кстати никаких нет а лифт есть какой-нибудь нет или лестница я тут мелко отражение классные в воде прям супер мега классные вообще нет ни одного просто ну вот опять через жопу заходим на локацию ну конечно почему бы нет так она не утонула разбилась получается так здесь доставки доставка нам не нужна но стати так уже не дин индастриас это что-то с генами гены есть чате официально вчера то есть бренд об одного человека прямо разозлилась что игру что это тот же самый движок шоу моровинде только сильно проапгрейженный я такой ну ладно хорошо после стрима вчера зашел читаю creation engine 2 версии который используется старфилде является прокачанной версией оригинального движка creation engine который является прокачанной версии движка геймбрио который среди прочего использовался для моровинда думаю ну я же про это и говорил вкусная игра говна поел сайка а ты откуда такое пожалуйста не транслируй сюда свои вкусовые предпочтения друг потому что таком случае ты не друг вообще-то шейдер очень приятные в движке да но вот с анимацией она он не я не знаю мне тут говорят что анимации плохо я не знаю что я делал на этой планете тут даже особо ничего брать не хочу говорить господи нашел какой-то квест но хер с ним ладно блин это на законников работать тоже такое себе чё за квест может ты не особо играть ты хочешь может быть но откуда ты об этом узнаешь так активности поговорить собору о к гибдо ну ладно подожди но мы же там же до блин оказался на ту же планете на вкус пути серьезно так ладно полетели на мантис я опять куда ты я сейчас реально на час куда-то уйду в непонятную сторону я не хочу я хочу на мантис и туда шел все взлет взлетаем я просто увидел что планета океан есть и она мне визуально понравилось то пока в упор не подходишь к воде конечно все до свидания а тут есть косвен десантники который рассказывает что их когда-то вела дорога приключений на им прострелили колено конечно есть конечно так хорошо мы с вами сейчас двигаемся на мантис это ну как бы близко уже к нам уже скорее всего долетим да потому что мы находимся вон там то есть если мы сейчас долетим до пор римы прямо посмотрим что там есть очень красивый широкая кабина пилота есть и сейчас мне корабль который дадут не понравится я сделаю свой прошу прощения за то что обращаюсь по этому аварийному каналу нам нужна помощь по поводу большого корабля на орбите мы оценив осторожность в этом вопросе если вы хотите и можете помочь прошу как можно скорее встретить со мной в главном офисе службы безопасности в парадиза прием отбой я ну ну выглядит интересно окей корпораты какие-то первый контакт это этот корабль корабль выглядит как шаттл какой-то на земле был да мы были там не очень пригодно посещению так хорошо давайте давайте переместимся ладно хорошо мы летели на мантис но на основу ведет дорога приключения это как помните темный предел на 30 секунд парадису давай прикинь было бы все то же самое новой вселенной вахи говорили бами своего ничего придумать не можете только используйте чужие наработки и вообще руки прочь от вахи тот мне нравится что ты делаешь игру по вахи сделай игру по своей вселенной так парадису что за ваше парадису парадису выглядит как как парадису 6 отстой все планеты круглые привет ты вернешь нет мой бутерброд потрох ты сучий он тут лежал он 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 был символом этого прохождения парадису жесть от вас там спутник такой что ли типа вот так камня на орбите а где встречающая делегация чё-то рай какой-то не очень райский так чё у вас тут за проблемы с кораблями здравствуйте добро пожаловать в парадису джиро сугияма к вашим услугам у вас есть вопросы безопасности я могу помочь чем-то другим я по поводу сигнала бедствия которые вы послали а а да конечно я рад что вы пришли как вы понимаете мы оказались в затруднительном положении в обычных условиях мы не стали бы привлекать стороннюю помощь таким образом но мы не можем позволить себе беспокоить наших гостей по этому поводу поэтому мы должны действовать осторожно если вы сможете этого сделать это может привести к серьезным последствиям и так прежде чем мы продолжим можете ли вы поклясться что не будете обсуждать это ни с кем другим если вам не дадут прямого указания так конечно же да я понимаю что вам не терпится заняться этим но если вы желаете относиться к этому серьезно то я могу предвидеть проблему в вашем будущем так давно пространстве парима появился странный огромный корабль сейчас он находится на орбите вокруг нашей планеты пока что он не выглядит враждебно но все попытки связаться с ним оказались тщетными поэтому мы не уверены в намерениях корабля переходите к делу полагаю вы хотите чтобы я взорвал его с неба подожди они не реагировали на сообщение не совсем прошло некоторое время но мы получили передачу все это было простите за выражение как будто инопланетное такое никто раньше не слышал щелчки искаженные стона жужжание очень тревожные звуки один из наших инженеров говорит что это может быть просто неисправное оборудование связи или несовместимые сигналы но мы не уверены до сих пор никто не высадился из корабля ни десантных кораблей ничего у нас нет персонала ни кораблей чтобы мы бы с ними состыковались попытались высадиться понял ситуация вроде бы деликатная понял посмотрим и правда деликатно чтобы не происходило мы должны подходить к этому с осторожностью сначала посмотрите удастся ли вам пообщаться с ними если нет то возможно придется попробовать высадиться на борт чтобы не делали важно помнить что нужно искать дипломатию с тем или с тем что находится на порту как только у вас появится дополнительная информация доложите оливеру кэмпбеллу он генеральный директор парадису все официальные решения должны проходить через него удачи прилетаем на корабль там такие тринкл тринкл литтл так я пойду арбузы поищу ладно у вас же не может не быть арбузов здесь я чую запах арбузов 71 штук подожди там никого нет туру 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 здравствуйте здравствуйте вас арбузы есть арбузы у вас тут тюрьма я вижу есть да агар арбузы есть арбузы здравствуйте да да и и вам то арбузы что нет арбузов бульон не знаю мне не нравится эта планета а там я так понимаю у вас отель где живут люди у них то по-любому должны быть арбуза до забирать деньги ты знаешь в условиях космоса деньги ну как бы это такое себе потому что на разных планетах разный курс тому подобное вот арбузы это настоящее сокровище арбузы это жизнь так хорошо как вы попадаете здесь по-человечески куда-либо и опять через жопу прошел здравствуйте а у вас продаются арбузы а алло выглядишь просто потрясающе не позволяя никому говорить и обратно спасибо спасибо большое привет дорогуша добро пожаловать в инхэнс парадису тоже можете воспользоваться нашими услугами чтобы чувствовать себя так хорошо как и я здесь можем вас сделать худее больше изменить прическу лицо или даже полу все что вы пожелаете вы секс мой изменить может быть я смогу заинтересовать вас акции парадисы готовые bundle это одноразовое предложение для новых клиентов парадисы как только вы откажетесь она исчезнет все 800 кредитов а прикинь это получается это лутбокс это лутбокс от тода говарда то есть я не знаю что я получу за эти деньги найс плачу замечательно вы не пожалеете буду следить за вашими двумя сеансами можете приступить к работе я бы хотел использовать свой пакет парадисы gateway для усовершенствования себя конечно давайте я просто спешу с вашего счета одну сессию и мы будем готовы к работе все глаза слишком большие их можно чуть уменьшить я так он слишком старый это старый воин нормально а в можно увеличивать их более подробно лол как глаза поднять а можно их немного ширина глаз так размер выдвинутость вперед или либо не сильно кстати влияет на что-либо слишком большие ресницы прям что что-то не так бляж это с глазами сделал их упорол просто смотри на его глаза это что попытка в енду не мы просто тут видели что все кругом уроды попытались сделать ну как бы мы просто обычно делаем уродов так выходит о более похож на человека господи он завершаем подтверждаю спасибо что да да я арбуз хотел посмотреть нету мест для вас от секта какая-то я пошел и так снова вышло но ты просто завидуешь на самом деле персонаж вышел довольно неплохой и гопников волшебников ну да тут у вас что-то на богатом я сюда пойду пожалуй ладно болен арбузов не было конечно жесть вот в темноте стоите опасны возвращением господин тофик знаешь это ваш восьмой визит на наш курорт мы очень ценим ваши постоянные покровительства могу ли я предложить вам какую-нибудь помощь сегодня так я я возможно позже этим займусь это интересная локация судя по всему возможно тут интересный квест но я сейчас я сейчас двигаю по квесту мантис господи игра хватит жрать мое время это же просто сойти с ума почему злое прохождено так выходит ну то есть у нас временами не лучшие для людей выбора знаешь на планете океане было очевидно что-то интересное на планете вот этой вот парадиса судя по всему тоже что-то интересное тут много всего на самом деле игра плохая вот и злое ну тогда иди покакай ну я не знаю не идентифицированный корабль а 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 сидите у вас разрыв не могли бы у попробовать другой канал а ерун о А-а-а... Алло? А-а-а... Ло? А-а-а... Алло? А-а-а... Ло? Ладно. Нет, ну надо музыку из чужого. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они игру на спектрум загружают. Не надо таких шуток-то что? Они же ещё дети. Так, слушай, оставайся здесь за главную. Муа! Ну, выглядит как не инопланетная технология, я тебе так скажу. Что за бумани? Сохраняйте спокойствие. Нет причин подозревать, чтобы это не было, что оно враждебно. Согласен с капитаном, сейчас самое время для дипломатии. Согласен, но мы должны быть готовы ко всему. Итак, глаза и уши на чеку. Э-э-э, скучно. Вы человек? Конечно, я человек, я так понимаю. Вы ожидали чего-то другого? Просто мы не ожидали найти здесь жизнь, тем более человеческую. Мы думали, что мы единственные, кто покинули Землю. What the fuck? Может быть, нам стоит поприветствовать нашего гостя. Конечно, манеры. Я капитан Диана Брэкенридж. Это сотрудник службы безопасности Бомани Рида. И это доктор Мабути де Коста. Один из старейших анимаций. Приятно познакомиться. То есть, они вылетели на корабле и летели там безо всяких световых ускорителей. И такие, о, черт, мы вышли из Крио Стазиса, да? Тут уже цивилизация развилась, и они думали, что никто по этим старым, ну, в общем, каналам связи с ними на связь не выходит, потому что никто их не понимает. Так, слушайте, что это за корабль? Вы прибыли на борт земного корабля колонии Константа. Несколько поколений назад мы отправились с планеты Земля с миссией колонизации нового пригодного для жизни мира в духе наших предков, живших почти тысячелетия назад. А, да? Ладно, я тут, ну, на самом деле... Так, чего вы хотите? Давайте. Вы хотите меня о чем-то попросить явно? Надеюсь, это не доставит вам больших неудобств, но мы в затруднительном положении. Видите ли, вы единственный, кто обратился к нам, и нам очень нужна ваша помощь. Наш корабль наконец-то завершил свое почти двухсотлетнее путешествие с Земли и обнаружил, что наш новый дом, похоже, колонизирован. Ну, мы не знаем. Связь не была успешной, поэтому ваше прибытие... Возможно, вы согласились выступить бы в роли последника между нами и остальными? Подожди, то есть... Эм... Ну, блин, я не знаю... Как вы выживали 200 лет? Короче говоря, мы не делали этого. Этот корабль поколений, то есть большинство из нас прожили на нем долгую счастливую жизнь и передали свою миссию детям. Никогда не предполагалось, что первоначальный экипаж доберется до места назначения. Целью всегда было сохранение человеческой расы, прежде всего. Хотя, кажется, это было несколько самонадеянно. Блин, ну я не знаю... Невероятно. Как же долго вы сюда добирались? 200 лет? Ваш вопрос подтверждает одну из наших недавних теорий. Похоже, что во время нашего долгого путешествия была изобретена какая-то форма путешествия о быстрее света или технология измерения пространства. Это объясняет, почему мы находим людей так далеко в космосе. Видимо, в какой-то момент технологии опередили нас. Интересно. Я могу только представить, что наши предшественники не верили, что технология когда-нибудь заработает. И поэтому приняли решение уйти, когда это произошло. Ммм... Блин, вы знаете, это очень большая просьба, прям пипец. Я знаю, знаю, но, пожалуйста, вы слушайте меня. Вы пришли к нам, и пока у нас нет других вариантов. Возможно, если бы вы знали о нас немного больше, это изменило бы ваше мнение. Теперь, пожалуйста, следуйте за мной. Сначала нужно многое обсудить. Мы поговорим об этом подробнее, когда доберемся до мостика. Доктор Д'Коста, вы можете вернуться в свою каюту, если хотите? Спасибо. Я последуюсь с вами за мостик. Что это у тебя, старые дробовики земные? Жесть. Это что, у тебя пистолет? Найс, надо будет потом свою труппу снять. Добро пожаловать на корабль-колонию Земли Константа. В начале 2100-х годов мой предок Руперт Брэкенрис исследовал ряд научных сценариев. Изменение климата, столкновение с астероидами, ядерная война, глобальная пандемия и многое другое. Каждый сценарий показывал, что вероятность события, связанных с вымиранием, находится в пределах 50 лет. Он полностью верил, что Земле суждено стать непригодной для жизни. Мы всегда предполагали, что так и произойдет. Итак, он собрал самых лучших и способных, которых смог найти, построил Константу и взял курс на планету. Нам сказали, что это был большой, самый современный корабль, когда-либо построенный на Земле в то время. В этом корабле рождались, жили и умирали целые поколения. Это лишний раз доказывает, что изобретательности и упорства у человека нет предела. А вы... у вас там, ну, генетический код, наверное, растений, да, там, животных. А вы арбузы выращивали? Наше оборудование устарело, не значит, что оно не поможет. Да поможет, конечно. Ну вот, мы и пришли. Давайте поговорим. Боже, это настолько Стартрек какой-то напоминает. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ох. Ля Фордж. Выводите их на главный кран. Мы, Борги, мы должны уничтожить вас. У нас есть смертельное оружие. Кибердилда 4000. Сдавайтесь. Здравствуйте. Мы не верили, что здесь когда-нибудь кто-нибудь будет. И я рада этому. Эм... Ну и как ваша команда там? Так вы можете себе представить? Немного неспокойно. Людям не терпится узнать, что мы не одиноки. И в это же время они беспокоятся о том, что же из этого выйдет. Мы надеемся, что нам удастся договориться с людьми на поверхности, но похоже, что они не хотят идти на контакт, так что неизвестно, что из этого получится. Мы не можем оставаться здесь на орбите вечно. Корабль был построен так, чтобы прокормить на стечение многих лет с резервными запасами на всякий случай. Но даже это рано или поздно закончится. Ох... Блин, ну да, похоже, что вам не помешала бы помощь в решении вашей ситуации. Как я уже говорила, до вашего прибытия нам не удавалось ни с кем связаться. Хотя и не из-за отсутствия попыток. Но раз уж вы спрашиваете, может быть, вы согласитесь стать своего рода дипломатом между нами и ними? Пока мы пытаемся разрешить нашу ситуацию, вас это устраивает? Как впечатление от перевода? Довольно хорошее, на самом деле. Хотелось бы пожать руку, не только переводчикам. Большие молодцы. Очень многим людям помогли, я думаю. А мне от этого что? Так, а что не так с вашей системой связи? Мы подозреваем, что наше оборудование сильно устарело по сравнению с тем, что есть сейчас у вас. По правде говоря, мы никогда и не ожидали, что нам понадобится с кем-то общаться, поэтому наши средства связи не отличаются особой надежностью. Это ограничивает наши возможности. Мы даже пытались общаться с помощью света и звуков. Что-то такое мы видели в старом фильме, но я не верю, что они это уловили. Если что, это могло их нечаянно... Там сидит какой-то опёздал, понимаешь, на каком-то КПП просто. Он просто сидит и ему скучно, а вы тут пытаетесь, как в контактах третьей степени, какими-то азбукой Морзе, световыми сигналами там и прочими пучками вот этого света, ну, типа, установить контакт с ним, это просто начальник, понимаешь, службы безопасности. Ему такое неведомо. Ладно, мне от этого что? Заинтересуйте меня, пожалуйста. Хотела бы сказать, что удовлетворение от помощи другим нуждаемся в ней является достаточным, но с вами у меня не складывается такое впечатление. Я уверена, что мне сможем уделить некоторые ресурсы, сможем эквивалентные валюте. Мы сделаем всё возможное, чтобы это было целесообразно. До тех пор вы можете пользоваться всеми удобствами, которые вам понадобятся на нашем корабле. А, я понял. Вы выглядите так вообще, вы знаете, как будто, ну, вы просто не хотите работать, вы плохо справляетесь, как будто вы хотите переложить на меня всю ответственность. Это, это постыдно. Какой же вы капитан? Нет, ни в коем случае. У нас просто нет других вариантов, поскольку связь не работает, и мы не можем выбраться ни с кем, ну, связаться. Нам нужна внешняя помощь в переговорах с поселением, которое там внизу. Видите ли, мы намеревались поселиться здесь, но мы предполагаем, что они намерены защищать свои притязания, учитывая их присутствие. Мы хотели бы, чтобы вы поговорили с ними от нашего имени и помогли нам договориться о решении. Предпочтительно в нашу пользу. Что такое lookup файл от перевод? Я могу это сделать. Так, подожди, если вы претендуете на эту планету... Не, я могу с ними поговорить. А почему вам просто не найти другую планету? Видимо, не долетят, ладно. Что такое lookup файл? Как дипломат я требую арбуз. Не знаю, что он арбуза накрыл, простите. Ладно, я могу передать на самом деле. Могу, конечно. Превосходно. Но не заблуждайтесь, это наша планета, и мы намерены, чтобы они видели наше оружие. Поговорите с их руководством, попробуйте договориться о решении от нашего имени. Желательно, чтобы они пошли нам навстречу. Выложите мне, что они скажут, и мы будем действовать дальше. Ошибка в переводе, да, очевидно. Парима-2 огромна. Почему бы вам просто не поселиться на другой стороне, подальше от остальных? Мы думали об этом, но так просто не получится. Мне нужно подумать о далеком будущем нашего народа. Конечно, наше первое поселение может быть небольшим, но наши предшественники мечтали, чтобы наша новая цивилизация распространялась по всему шару. Это будет сложно, если кто-то еще планирует сделать то же самое. Хотя мы не совсем закрыты для идеи обмена, это гораздо проще, если мы полностью владеем этим миром. Хрена себе, ты посмотри какие... Я не обещаю, что мне удастся их убедить, понимаете? Так, потише. Не имеет смысла сдаваться за то, как вы попробуете. Спасибо и удачи. У меня, кстати, для вас, капитан Диана, плохие новости. В общем, все ваши знания о космосе, они строились на том, что вам говорили... Ваши ученые. И это неправда. В космосе нет круглых планет. Здесь диски. Эти диски стоят на китах. Киты стоят на черепахах, а черепахи на слонах. Вам врали. Так, надо у кого-нибудь своровать оружие технику. А мне сказали, что я могу пользоваться вашим кораблем, как своим. Поэтому... Надеюсь, вы не про... Как у вас тут, блядь, работают двери? А? Ничего себе. Так. Блядь, вот тут в городке играли, что ли? Угу. Форма капитана? Найс. Так, провода. Осланы на арбузах. Осланы на арбузах. Ха-ха-ха-ха-ха. Очень странно, что в игре есть возможность поднимать стульчики унитаза, но при этом этой возможности нет. Ну то есть как бы она есть. Для чего это сделать? Я просто реально не могу приложить вообще. До чего оно? А как киты стоят? На двух ногах. Жесть. Борис Брэкенридж. Диана Брэкенридж. Александр Брэкенридж. Филипп Брэкенридж. Элиза Брэкенридж. Понимаю. Целое семейство Брэкенридж. А где у вас здесь кнопка самоуничтожения на вашем интерпрайзе? Здравствуйте. Я говорю кнопка само... Простите. Я что-то не то сказал наверное. Самоуничтожение. Угу. 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 А вот здесь мадам чесноук обитает? Угу. А подожди. Как… Это… работает… О, здравствуйте, вы здесь голод сдаете, да? Найс. Античный компьютер. Дети, просто к сведению. Земля плоская. Так, посмотрим, что снизу. Так похоже на убежище Фоллыч. Понятное дело, почему. Константин — это полный корабль, не изменяйся. Пока что инвентарь? Видел инвентарь в Скориме? Вот, значит, видел инвентарь здесь. Есть что покушать, дай суки. Привет, о... Ну, привет, я, в общем, первый человек со стороны, которого вы встретили, который не с вашего корабля, да? Приятно познакомиться, это действительно так. Как вы понимаете, мы тут все друг друга знаем, как облупленных, а новые люди, для нас это что-то новое. Так. Это очень странно. Я постоянно встречаю новых людей. Ты идиот. Ну да, наверное. Но это же логично, правда. Предположительно, вы путешествуете по вселенной на своем маленьком корабле, да? Но для нас, каждый, кого мы знаем, это... Ну, они все на этом корабле. Это новый опыт для нас. Благодарю, вам это трудно понять. В общем, извините, что раньше времени замер. Я просто не ожидал, что наш гость со стороны заглянет ко мне и поболтает со мной. Я думал, что вы будете с капитаном. Я Дайсуки, менеджер по снабжению корабля. Я не уверен, что могу вам предложить, но если я могу, я помогу. А если нет, то я буду рад просто поговорить. Это... это... это какой-то... какой-то магазин? Не совсем. Здесь все не так. Это не магазины, как в книгах или фильмах. Или там, откуда ты, наверное, родом. Здесь все общее, мы здесь всем делимся. Но иногда у каждого все-таки что-то свое, особенное появляется. Поэтому, когда это происходит, они обращаются ко мне. Вообще, я просто слежу за запасами корабля и помогаю распределять припасы, чтобы они не закончились. А-а-а, ладно. А где у вас тут кнопка самоуничтож... Так. Не смотри на меня. Секунду. Надеюсь, у вас в холодильнике... А, о, подожди. В холодильнике есть дверь с обратной стороны. Найс! Да-да, конечно, родная. Здравствуйте. Так, инжиниринг, это, конечно, хорошо. О-о-о-о... Интересно. Доступ запрещен. Это зря. А тут реактор. Открыть. Требует ключ. М-м-м-м, ключ. 200 лет летели. Да, вылетели 200... Здравствуйте, а шнурки завязываю. Э-э-э-э... 200 лет летели, чтобы встретиться со мной. Так. Угу. Вау, я слышал о тебе, а здесь ты. Так, инжиниринг, компьютер, так, даже. Компы современные, как удобно. Ой, да не души, ну, блин, ну, понятно, как бы. Э-э-э... Амин. Надо... Кблюдите шею, просто... Как она поворачивается, отвернись от меня. А-э-э-э... Я думаю, у него ключ. Отвернись. Что мы пытаемся сделать? Ничего. Ничего, абсолютно. Да. Кто? Спокойно. Спокойно. Э-э-э-э... Сейчас, чат. Сейчас, секунду. Вот. Так, 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 так. Так, так, так. Угу. реакторный компьютер так реакторный компьютер так система безопасности уведомление все всему персоналу после инцидента 2267 году требуется направление от капитана то есть его код для любых изменений для того чтобы реактор в общем работал на максимум уровне напоминание о том что ну работа реактора на максимуме это его максимальный уровень и это рекомендуется только в аварийных ситуациях и не на длительные промежутки времени потому что это грозит полным расплавом реактора так ждем авторизации с терминала капитана интересно где терминал капитана так там у нас склад не подожди склад это то место где мы были мат сюда прибыли точно а да да здравствуйте очень рад вас видеть очень очень рад так хорошо инженеринг так командный этот модуль и там я думаю где-то каюту да никогда не видел такого корабля как ваш друг и не увидишь так офис я думаю что вот он да я тут побуду один но у меня просто вы знаете периоды когда я пытаюсь побыть один я хочу побыть один требует ключ так ключ ключ кого может быть ключ я знаю кого может быть ключом да да здравствуйте так где может быть ключ записи так хорошо зачем что зачем нет ну просто понимаешь ну не ты не поймешь так провода я думаю что здесь нет того что нам нужно капитан 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 диана капитан диана ты не капитан для здравствуйте да 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 капитана не видели простите мне бы капитана увидите или как минимум взаимодействует с его интерфейсом романе я знаю что капитан блякенридж по сути предоставил вам свободу передвижения покраблена слава служба безопасности все равно будет внимательно следить за вами здесь у меня понимаете учитывая что у нас мало опыт общения с людьми со стороны безопасности нужно относиться серьезно сейчас я понимаю это гораздо лучше чем молодости как вы могли так подумать обо мне это оскорбительно как вам не стыдно так ну допустим чат мне кажется они наговаривают так что из этого блин тут сложно тут прям на логику это мы не любим ну допустим вот так у меня один дикпик а если что но я сохранился если что я сейв скамом буду сниматься здесь интересно вот черт я по моему облажался бля я облажался на этом стриме тоже игру хейтит нет на этом стриме игру не хейтит не слушай хейтеров нравится игра играть не нравится не играть о черт чат надо загрузиться с одной стороны безопаснее говорящий что будет пристально за нами следить другой артур стоящий с пачкой рулонов туалетной бумаги в одежде из каюты что не так опять ведь какой-то хейт постоянный просто понимаете я я нахожусь под постоянным давлением так сказать так ладно давайте приступим как то вот так вот сначала нет возможно кто вот так так здесь у нас на самом деле два слота давайте подумаем на этот слот мы применим вот это и вот это да не подожди вот это блин хрен знает как думаешь вот смотри допустим 1 2 3 4 5 6 на первую какие и какие на вторую кто кто успел просчитать я что-то не могу прочитать у меня уже голова болит на самом деле так допустим вот это стример расслабься игра классная так я-то спокоен если бы блин я мы сиба на мне не нравился ли об дискомфорт испытывал я бы ну я бы не прохватил все настолько просто вторая допустим о чёрт бля чё-то ты меня подводишь давай думай за меня у меня мозг отказывает horizon прошел же конечно но блин я там говорил о том что она мне не нравится да мне нет смысла вас обманывать мне эта игра нравится мне есть минусы и довольно таки это знаешь комские но это не отменяет того что в нее интересный играть чатам кто там господи мне кажется ли он каждый раз из да она изменяется каждый раз еще болен тот мне не нравится минус балл вот надо думать я такой не люблю надо прекращать это тот обнаружен было написано не не нормально обнаружен так ладно это загрузимся не будем рисковать что за русификатор зайди на дтф и вот просто там новость про то что вышел там два перевода один потраченный чизпром ты 2 чизди пол довольно неплохой что сделать то надо надо оба короче с помощью ограниченного количества палочек нужно все открыть и закрыть что мы сейчас делаем мы помогаем колонистам с их небольшой проблемой блин ну давай ну так давай сохраню здесь просто подождем он сейчас отвернется ну давай ну 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 кто меня палит я не понимаю все же был их что у вас за проблема да 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 здравствуйте да да блин тут столько народу это реально тупо немного то чем я занимаюсь ну тут сейчас у меня вариантов нет на самом деле господи что-то тяжеловато идет с натугой я бы сказал надень ведро на голову ей да нет у них тут ведь ведер я думаю что сейчас на самом деле не самая лучшая идея этим заниматься потому что они сейчас очень сильно обидятся на меня если увидят что этим занимаюсь о боже мой так я опять облажался ну да господи чё так сложно то чё так можно было да можно просто они после того как я выйду они на меня накинутся так у нас здесь два давайте киргиально так на первом смотрите у нас шесть комбинаций нужно сделать так чтобы первый второй открылась при этом хватило на все надо думать я сижу усиленно думаю если у нас раз два три четыре пять шесть семь дырочек на нижний раз два три четыре пять шесть семь на каждый по 7 можно как минимум их не убивать конечно можно так чат мы просто на рандомом я не могу придумать ничего я окно вот это сюда подходит но подожди если она подходит сюда то она подойдет и снизу он там в соседнюю такую же нет не подойдет она подойдет только сюда так теперь смотрим если мы сделаем это сюда допустим так вот это и шестая как думаете вот это если я поставлю сюда а шестую поставлю на оставшиеся если не хватит то вы уволены я вам поверил не матерись winter я понимаю что глупый глупый конечно так капитан здравствуйте капитан диана здравствуйте так требуется немедленное действие так немедленное действие так послание проблема с двигателем так ситуация под контролем капитан так это было в отсеке номер шесть из-за этого были все эти дрожание прочее мы смогли залатать это с помощью металла к сожалению жужко в чем смогла туда прокрасы и в общем 5 все это место починить иначе у нас бы тут все развалилось более он жаль конечно так у них закончилась клубника но без клубники жизни жизнь как вы знаете поэтому я поджидаю запрос бежим что происходит мы-то причем тут да все из-за того что у меня фус рада не сработало я же говорю что тема дамы со спины спалила я не знаю на самом деле нет сейчас я скрытый карма за что понятно за что да но как бы это не карма не надо наговаривать пожалуйста карма обнаружен так вроде вроде тебя обнаружили так посмотрим я думаю что мы по-любому будет тревога это игровая условность включилась самоуничтожение с аглезда я думаю делу в этом исключительно нет сейчас не обнаружен кто там предполагал что 5 6 хотя нет пою за допинг на резист нет я могу выжить я просто хотели забей короче так чат все будет не волнуйся мы держим ситуацию под контролем понимаешь ты был обнаружен когда зашел тебя снова обнаружили да я скрытый был блин у меня был такой вот вот я скрытый видишь я не обнаружен и заодно сбросили потому что какая-то была слишком жесткая ловушка так если мы сделаем так двойку и тройку то в результате у нас двойка и тройка по моему здесь более чем подходят но это не точно они шпалит со всех на ничего страшного знаешь проблема в том что возможно пока я буду отходить от компьютера они меня опять заметят несколько раз блять просто попущ на стримере с нулевым айкью просто задержи дыхание на пять минут чтобы не портить генофонд спасибо за 100 рублей заметь это ты написал и потратил деньги чтобы привлечь мое внимание подумай насколько это жалко вот но тем не менее как бы деньги из деньги спасибо родной так 4 и 6 дождя 6 какой 6 подожди какой 4 ты о чем вообще не но если я так сделаю то у меня останется еще два отверстия какой 645 может быть нет 45 так вот это я поставлю и тогда а ну да тогда 4 получается нам может не повезти сейчас в том плане что ну как бы пока мы будем выходить и заниматься ну то есть будет анимации выхода нас опять заметят так подтверждаем ладно как бы там ни было да уходим простите просто прохожу мимо может договоримся к сожалению не я виноват в том что происходит в общем просто чтобы вы понимали так секунду добро пожаловать в будущее жим у нас миссия была на уничтожение у нас была миссия о привет родной с была миссия решить проблему вот проблему в общем миссия по-моему выполнена а а а а а а а а и а а артур ты поддержишь lgbt комьюнити не хочу это знаешь как говорил жеванецкий в свое время возможно такого человека не помнишь на всякие каверзные вопросы как бы я не ответил в любом случае я получу проблем поэтому ты либо провокатор либо негодяй вот скорее всего и то и другое понимаешь вот давай я просто не буду отвечать господи я назвал человека не как-нибудь грязно просто негодяем там были дети где а ой не знаю мне кажется это все тот же человек пытается привлечь внимание но ты знаешь я бы тоже злился если бы мне в первом классе ну ставили бы двойки такое так ну в общем 1 оказался последним были ну приземлился оружие старин это у них забрать успел нет вот это конечно проблема запись будет запись первую стриме я не посмотрел кстати есть ли на ютюбе я просто я реально вчера устал очень и я на автопилоте вчера просто увалился спать и в общем я ничего не успел в общем да ну да он там ребята 200 лет летели ты бы знак им понравилось а подожди мне не к тебе нужно по моему да а связано кстати парадиса security с фристалли си нет не связано мы являемся частной структурой парадисы групп платят за нашу охрану осмелюсь сказать что ты один из лучших в этом деле мы должны быть здесь на окраинах населенных систем я понял ясно ты против лгб не хочу х это знаешь с одной стороны ты меня привлекаешь как человек потому что ты просто тратишь деньги для того чтобы привлечь мое внимание вот но с другой ты не услышишь ответа понимаешь это довольно примитивное шевеление напиши что-нибудь более изысканное не знаю чтобы не выглядеть так жалко нам нужно туда доложиться мы кстати сейчас зайдем в этот офис мне кажется интересный квест был бы а так как то неинтересно суси не интересно я вам показываю вариант развития прочел на пикабу сын пришел с первого своего дня в школе посидел подумал и сказал мне там не понравилось я больше в школу не пойду так как сегодня суббота решил подыграть ему и разрешил не ходить школу знаешь с одной стороны это мило с другой стороны можно где-то воскресенье случайно довязаться до ребенка но так как-нибудь там придумать повод типа постель не заправил там или допустим ну еще не собрал там учебники да но я не знаю чего угодно искать все ты наказан теперь ты будешь ходить школу эти и ребенок будет всю жизнь потом жалеть что он не повел себя правильно и теперь ему приходится ходить в школу прикинь то есть на ребенке будет вина у него будет травма что он сам для себя сотворил этот ад жесть здравствуйте а ваша проблема решена арбузы есть подыграл только ребенок ничего не понял и решил что он прогнул тебя серьезно чел меня пугает реально некоторые психологи в чате на полставки так сказать уже ужас здравствуйте извините вы не можете просто так войти у вас назначена встреча я здесь по важному делу разве вы не знаете кто я действительно не хочу и не могу допустить чтобы вы вырывались к руководителям во время их работы так что если вам нужно что-то обращайтесь ко мне боюсь это лучше что я могу вам предложить посмотри какая важная пися так ладно у вас была проблема с кораблем на робите да а значит они вас ждут вам нужно еще что-нибудь от меня прежде чем вы встретитесь советом директоров нет от тебя мне ничего не нужен ты умолена я попрошу что тебя уволили открой дверь открой дверь пожалуйста я готов войти повеселитесь в аквариуме не волнуйтесь артур я приготовил купаты они получились не как на твоем фото скажи мне как дипломированный повар как сделать купаты чтобы они получились как какашки я думаю что для этого нужно ну просто готовить их правильно ты приготовил их неправильно вот самое главное ты знаешь не внешний вид а вкус вот поэтому не волнуйтесь он не выглядит как какашки потому что они вкусные не хочу х единственная перспектива про которые готов с тобой разговаривать это перспектива того что-то рано или поздно с такими взглядами в дурку едешь понимаешь чего ты хочешь от меня ты реально думаешь что ты выйдешь меня на какие-то ответы или эмоции пока что я просто вижу что ты ну глупенький и типа чем нам с тобой разговаривать оливер прекрати пожалуйста мне неинтересно с тобой общаться видели эти чертовы фейерверки далеко в небе туристы думают что мы их запустили но я не знаю чтобы мы их запуск ну в общем да не я никаких фейерверков не видел ну в общем корабль улетел ладно хорошо какое облегчение спасибо что решили проблему как бы вы с ней не справились ну вообще-то я хочу сказать что он улетел из-за вас поэтому давайте деньги что им сказать что ты взорвал целый корабль колонии убил сотни людей я нет даже если бы они тебя послушали как думаешь чем бы это для тебя обернулась вот что я тебе скажу ты мне угрожал теперь ты ничего не получишь всего доброго ничего не типа и вот это как и Ну пожалуйста, дать денег, ты что, обиделся, да? Нет, ладно. Ладно. Дорогой друг, давай я просто не буду больше на тебя реагировать, ты продолжай закидывать мне деньги и тратить их просто впустую, потому что это, во-первых, не позитив, а во-вторых, абсолютно никакое дело. Но я просто не буду реагировать на тебя, потому что ты дурачок. Карма? Я не хочу грузиться. Я думаю, что... Подожди, если мы сейчас попробуем... А, подожди, это же в этой игре тоже считается воровством, если я таскаю вещи. Если мы сейчас страшно отомстим, будет ли вся планета потом считать нас плохим человеком? Думаю, будет. Свидетель! О, черт. Его даже убить нельзя, серьезно. О, блин, типичный фолыч. Подожди, я не понял, у вас... Что? О, господи, боже. Да, это просто такая всратая срань. Хорошо, у нас последний сейв был буквально только что, ладно. А я сохранился после того, как мне отказали. Но, в принципе, мне эти деньги не нужны. А, ну вот, нормально. Нужны, конечно. Не то, чтобы они мне нужны были. Здравствуйте. Да-да, я понимаю, пустите мне внутрь. Да-да, здравствуйте. У меня, в общем, тут, ну, орбита все дела. Давай, давай. Я готов, давай. Ладно, хорошо. Много загрузочных экранов игр, хватает. Слишком много, на мой взгляд. Это был взрыв корабля-колонии. Удивительно, я имею в виду, это весьма прискорбная трагедия. Лучше не зацикливаться над этим. С другой стороны, наш вопрос, похоже, решет. Ну, в общем, плоти. Конечно, любая сумма, которую я вам дам, будет ничто по сравнению с тем, сколько бы стоило. Так, я даже не буду спрашивать, как вы это сделали. Главное, что вы справились с задачей. Кроме того, хотел бы предоставить вам неограниченное пользование нашим курортом. Конечно, есть некоторые ограничения, но вы знаете, как это бывает. Юристы, я прав, в общем, наслаждайтесь. И всего хорошего. Подожди, а сколько денег дали? Опыта дали до хера. Ну, привет. 6500? Найс. Почему у всех мини-колеса такая, будто они рептилоиды? Потому что тот рептилоид? Ты что, не знал? Ну, я не знаю, хочу ли я пользоваться их услугами, потому что все, что это делает, это какой-то срань. Блин, ну хоть арбузов купить их, а за... А, да? О, господи, вот у Сойочек проблема, да? Вот бы узнать рецепт этого, господи, только что, блин, целую колонию взорвали. Ну ладно, полетели. Не, насчет завтра я не уверен, насчет сонгов хоррора и прочего. Я думал, дадут больше. Ну типа они дали дисконтную карту там и членскую карту, и вообще все хорошо. Пошли на массаж? Тут не массаж, тут типа изменение внешности и прочее бесплатное. В чем заключается общий замес сюжет? Ну мы избраны и мы, в общем, спасаем мир. ХП что так мало? Немного пострадали во время эвакуации с места, где нас не очень любили. Немного пострадали. Блядь, а можно здесь где-нибудь списать с корабля? Я не хочу, чтобы ты следовал со мной, и я не хочу, чтобы ты просто находился на корабле. И как мне тебя удалить отсюда? Я можно задам несколько личных вопросов? Продолжайте весь внимание. Не, у меня нет вопросов. Господи боже. Ладно, полы хоть помой, я не знаю. Мы вообще летели на миссию Mantis, если что. Это не сюжет. Мы немного отклонились от сюжета, мы не двигаемся по сюжету. Подожди секунду, мы же можем... Так, навыки, звездная карта, корабль, инвентарь. Подожди, а где у нас было... А где у нас было это самое, по поводу напарников? То есть, где здесь у нас меню, которое... Что-то с бетрейтом, да, не очень. Квадратит. Сорян, чат, пока ничего не могу с этим сделать. Спасибо. Здесь, короче, есть такая тема, как управление... На корабле вроде самом. Так, подожди. Построим авантпост и оставь его туда. Подожди. Бетрейт воскрес. Что-то сегодня бетрейт плохо себя чувствует. Скоро наладится. Что все в пикселях? Бетрейт у нас немного мудится. Месье Кунилингусье, спасибо тебе за прекрасный ник. Старший, спасибо за донат. Топ-3 хоррор игр по твоей версии. У меня нет топа 3, мне очень многие нравятся. Там реально несколько десятков прям одинаково любимых. Да, подождите. Так, навигационная консоль может здесь? Нет, карта поверхности. Так, это тоже не то. Ммм... Так, грузовой трюм. Экип... О, вот она, наверное. Хеллер. Слышь. В общем... Корабль, текущий авантпост, у меня нет... Боже, у меня... Я могу только... Я могу его только на корабль направить? Подожди. Я не могу его отменить назначение. Я не могу его отменить. Хорошо-то как, господи. Так, все, летим. Летим на Мантис. Мы практически... Практически долетели уже. Ну, в общем, тут небольшая незадача произошла с... Так сказать, взаимоотношениями двух сторон. Мантис от Эфхотена. На самом деле мы гораздо... Ну, типа, быстрее летим туда. Топы корабли. Не-не-не, я уже разобрался. Все нормально. Тот отец игровой индустрии. Я думаю, на ум от, понимаешь? Так, подожди. Эм... Так, куда нам надо было лететь? По-моему, на Крикс. Лучше продублируем. Да не было. Окей, ладно, долетаем уже. Аванпосты очень душные. Я вообще пока не вижу смысла делать аванпосты. То есть, зачем это, в принципе, нужно? Ну, то есть, просто потому что, как в Fallout. Я просто эти аванпосты делал Fallout 4 и это было абсолютно бессмысленно. То есть, ну, это была полная ерунда. В результате одни заботы были, и ты просто вкидывал кучу ресурсов в никуда. Так, ээээ... Посмотрим. Валя. Господи, я постоянно путаюсь. Да, я сегодня играю с геймпада просто потому что... Установить курс. Так, мы на планете под названием Denable 1B. Приземляемся. Расскажи вкратце, в чем смысл сюжета. Не могу, друг. Потому что вы, ну, приходите через каждые 5 минут это просите. Так, ты как проваливает, мы тебя убьем, если не уйдешь. Это мне? А, это мне, да? Ладно. Бля, больно. Я же забыл похилиться. Да хелься, чел. Да хелься, чел. Я уже забыл, зачем мы сюда пришли вообще. Так. Нельзя с корабля расшарашиться. Ты слишком многого оттуда хочешь. Можно молотилку взять и посмотреть, что это такое вообще. Спейсер, это кто такие? Да это просто космические пираты, по факту. Эммм, так. Драмбит. Эквинекс. Ме. Не, мне не нравится. Уродливая. Так, зачем мы сюда... А, там же у нас был какой-то... А, точно. Сокровище, аванпост. Вообще, это выглядит как какой-то ангар, который мы откроем. Мы, походу, сейчас туда снизу они. Нормально. Ха-ха-ха. Ладно, может, я был слишком жесток к этой пушке. Что там с багровым флотом мы вступили в него? Нет, мы не долетели до откуда мы пока занимались сюжетом. Ну, сейчас нас опять унесло, мы уже часа два занимаемся не и сюжетом. Да, спейсер это типа рейдеров. Но, в общем, спейсеры. Так, космический костюм, который можно неплохо толкнуть. 50 калибр. Так, йогурт. Найс. Кримсоны, это же пираты. Но тут много фракций, как и в Фоллыч, и как и в Скайриме. То есть, блин, есть всякие разные. Космики, пробельники, как скажешь, родной. Так, хорошо, у нас есть определенные проблемы с патронами на пушке. Ты знаешь, в игре серьезная проблема с тем, что в ней, ну, либо ты постоянно должен бегать по магазинам, либо у тебя всегда будут не хватать патронов. Либо носи с собой 10 пушек. Это не то, чтобы круто. Ну, то есть, всегда хочется взять одну пушку и прокачивать ее, верно? Вот еще и разлев, такой шахерейший. Покажи игру на минимальной графике. Посмотри на ютюбе, там настройки разные. Куда делать с 1000 патронов? Во врагов. Всего хорошего. Так, 777 мы возьмем. Диджи пик возьмем. Крафтить на корабле нельзя еще? Можно, давно уже причем. Я просто этим не сильно занимаюсь, я не то, чтобы крафт люблю. Но можно. Тут можно и базы строить, можно и на корабле, там много всего, понастроить самому. Можно сам корабль понастроить самому, но, типа, это под любителя все. Спасибо, пацак. А я лазером пользуюсь добывающим в помещении, нормально работает и патрона не тратит. Что, серьезно? Заметил оружие, логгивер, законодатель. Отсылка на дреда. Ну, вообще, оно просто похоже на какую-то винтовку. Так что, наверное, нет. У тебя же дробовик еще старый, но вы... Не, он... Так, подожди. Дробовик. А-а-а, точно, слушаю. У нас же дробовик еще есть, бля, я про него забыл вообще. Так, давай его поставим вот сюда. У тебя, молотилка, поставим. Эти светофильтры меня убивают. Что, не нравится? Не знаю, мне в помещениях нравится графика, довольно клевая. Снаружи освещение местами... Такое себе. Не блякай тут. Бля, прости. Хуй знает, что нашло. Ёбаный рот, как я так мог? Ну, пиздец. Ну, пиздец. Здрасте. Нормальный, дробайк. Тихо, 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 родно. Мужчина, не материтесь. Бля, простите, сука. Хе-хе-хе. 55 патронов? Подожди. Это не те патроны, которые нам нужны. Спейсер коммуникейшн. Так, подожди, что это такое? Это мы подобрали какую-то запись? Эм... Нет, не то. Вот. Слушайте, отморозки. Засранцы движутся, и мы должны быть готовы. Нет, не UC, не коллектив Freestar. Те, кто имеет значение, пираты, наемники и эти религиозные психи. Мы всегда знали, что есть места, оставшиеся после войны с колониями, базы, лабораторий и прочее. Но теперь выяснилось, что их еще больше, гораздо больше, и разбросаны они по всем населенным системам. Похоже, что большая двойка не играла по своим правилам. Теперь это просто резня. Все пытаются сражаться друг с другом. Почему нам не стоит? Мы так же, как и они, делали много дел. Поэтому давайте пойдем туда и сделаем дела. Моделька дробовика, они чешные. Тебя же дети смотрят 40-летние. Когда ты заходишь на стрим по этой игре, стоит ограничение по возрасту. Поэтому ничего не знаю. Я матерюсь довольно часто. Довольно часто не в тему. Местами, ну, откровенно тупо, но... Друзья. Как говорится, вы знали, на что шли. Если не знали, то вы обманывали себя. Жесть. Так, мы можем туда пойти. Маты это плохо. Смотря какие. Один раз я на физкультуре занимался, как упал. Сука, как на камень. Ну да. У тебя хорошо получается, Леон. Почти там уже. Я знаю, все было непросто. Мантия Богомола тяжелое бремя. Но вы можете принести много пользы. Космодесантникам и пиратам нужно кого-то бояться. Кто-то должен проверять их. Чтобы они понимали, что некоторым переходить дорогу нельзя. Я знаю, что ты справишься. Будь внимателен. Сфокусируйся. Продвигайся вперед. Жесть. Кто-то мой твой. Когда ты был в школе, разве маты еще и забрели? Может ты с камнем попутал? Больно. Не, ну ты посмотри, какая гадость, а? Ведь... Да, я с геймпада стреляю. Я не знаю, что сегодня меня нашло. Я такой, ну окей, давай попробуем. Ну ты знаешь, несмотря на общую, ну... Ээээ... Не то чтобы прям удобность, удобство прицеливания. Хотя здесь довольно неплохо это сделано. Эээ... В целом, ты знаешь, эээ... Даже несмотря на это... Ну... Прикольно. Мне нравится. На геймпаде в эту игру играть прикольно. Блять, куда ты сел? Ну ладно. Нет, мы не будем так хилиться. С геймпада просто в целом управление более... Ну и ты туда закатился, да? И я теперь должен тебя доставать. Спасибо. Так, космический костюм новый. Эээ... Какая-то запись. Так что я встретился с адвокатом и приготовился веселиться. Сильно веселиться. Видео будет эмоциональным. Мы с мамой перестали общаться много лет назад. Мама выглядела неважно, но это была мама. Такая же странная, сумасшедшая и загадочная, как всегда. Я почти удивлен, что она вспомнила, что у нее есть сын. Это было тяжело слышать. Почти трогательно, но потом наступила развязка. Никакого наследства, пока я не поеду на мамину секретную базу. На Денеболе 1Б. Заканчивается это все не словами, я тебя люблю или там, я тобой горжусь мне. Сикси эмпертиренис. Боже мой. Все время эту фразу повторяет тупую раз за разом. Спасибо, мама. Ох, спасибо. Не дай бог я сейчас застряну, потому что он тут не должен был быть. Кто от... Мама незаконна. Боже, вспомнил этот фильм. Но вообще он довольно неплохой был. Так, костюм медика. Кстати, довольно неплохой. Выглядит не очень, конечно. Но, типа, пойдет, что нет. Вот это кайфово выглядит. Но у него показатели сильно хуже. Автомедик. Автоматически использует медпаки, когда здоровье ниже 20%. Раз в 60 секунд. Найс. Прикольно. От коррозии получше. В остальном... Минус 15% дамага от человеческих врагов. Не. Марк 1 все еще лучше, на самом деле. Я так и не понял. Марк 1, он за предзаказ давался? Или за премиум? Или за что? Ммм... Так, сейчас, секунду. Это все надо продать. Опять слишком много всякого разного. О! Ну, можно просто опять же попробовать. Тут инопланетянцы есть. Ну, в принципе, да. Здравствуйте. Это мы возьмем. Временами ты ходишь здесь? Кредитов с каких-то мобов дают больше, чем... Ну, с квестов я имею ввиду. На самом деле пушка... Ну, пойдет такая. Ладно, пойдет. Это все еще лучше. А вон ты куда улетела. Марк 1, ты забрал с капитана первой станции, на которую попал, если я правильно помню. Я что-то не помню, откуда я взял. Ну, спасибо за подсказку. Jedi! Такие магии есть. Это не магия. Это технология древних анунахов. Да нунахов я бы даже сказал. Блин, у меня слишком много пушек, я такого не люблю. Люблю выбрать одну пушку и ей всех разваливать. Какую-нибудь красивую, прокачать ее. Тут такое что-то как-то у меня не сильно выходит. Как-то слишком много разных пушек получается, ну, носить с собой. Я точно попадаю? Я не уверен. Так, если мы сейчас возьмем... Так, секунду. Что у нас тут еще? Что еще я хотел? Это не то, что я хотел. А где у нас? А, ну да, точно. Угу. Не попадаешь там в перила. То есть, ты хочешь сказать, я столько раз попал в перила? Ну, я коза, на самом деле, что там происходит вообще. Бежать, на. Юбисов щит. Так, мантис. Мама. Богомола. Не может быть. Я имею ввиду, что Богомола это сказка, чтобы пираты не сбились с пути. Я думаю, что это возможно, но она никогда не говорила о том, что она получила, как она получила свое состояние, где. Возможно, она умела держать его в руках где угодно. Много о чем предстоит подумать. Музыка играет максимально не в темы, но это не повод прям, ну, типа, удивляться, скажем так. Ну, играет и играет. Не знаю, что хотел сказать. Милишника можно игру брать? Можно, конечно. Есть даже специальные перки для ближнего боя. Ну, сейчас бы в игре про космос, типа, играть за милишником такое, по-моему. Что лучше, занести Тоду или взять в магазине Hot Tap? Не знаю, смотри сам, родная. Не забрал со стола. Я много чего не забираю, на самом деле. Я с ума сойду, если все буду собирать. Поэтому я не буду все собирать. Там кто-то жесткий, походу. Ну, на самом деле, вам предложили самый правильный вариант. В случае возникновения подобных вопросов, покупать или не покупать игру, самый правильный, единственный правильный вариант, это купить Skyrim, понимаешь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Попятос, ну это же очевидно. Блять. Ну нормальная пушка в итоге. Че говница. Ну нормально. Блять. Летать. Сука ты как живешь там? По моему, у меня хил кинет. Плять, ты что?! мне кажется мы убили гражданского это не моя вина этот перк по сюжету дает да все слова силы туума только не говори а нормальный сейф я понял это типа как бы стекло а нет вроде какая же херовая пушка вот это вообще не нравится помните как типа в скайриме разработчики говорили мы в общем типа не ожидали что когда великан будет бить свои дубины игрок будет отправляться в космос вот но вышло так классно что мы решили оставить так вот возможно сверить с великаном это и правда имела ну смысл но здесь великанов нет и когда ты каждый раз при смерти отлетаешь просто в космос это ну типа выглядит максимально тупо разработчики подумали ну starfield поэтому пускали так бля я был подражать что все нормально нет у тебя 7 гранат кста спасибо я очень рад на самом деле или как я типа неправильно их использую что вообще что не так были отсылки на прошлые игры пока особо ничего не замечено честно говоря мы играем за два кино который улетел от дубина но из-за поврежденных связок мы вместо крика теперь делаем жест рукой для магии а драконы на самом деле пришли из космоса и мы находим их руины ну да но сказать ты чё хотел очевидно это так типа ну да да что за сквол мы подобрали сквол 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 это не тут не кстати скоро перегруз будет да надо главное понимать что игры то да не всегда являются отсылками друг на друга и на моровинт здравствуйте подождите не стрелять я обезоружен слушайте мы можем помочь другу я могу полезен только не убивайте меня а ты кто и я я не желаю тебе вреда это место было полно ловушек повсюду ловушки я их снимал но это этот коридор слишком опасен видишь выглядит слишком нормально один шаг внутрь хлоп и в ловушке никто после этого на ты уже когда дверь открывается никого там нет а как ты справлялся с ловушками извините если скажу то потеряю рычаги влияния и гениальны потребовалось много жизни чтобы вывести их на чистую воду хочешь чтобы тебя пощадили докажи свою пригодность никто не знал как пройти по коридору но я догадался на полу лежат буквы это сетка эти буквы должны что-то значить но очень много слов и небольших фраз и сколько слов вы перепутали 56 трудно найти добровольцев мне казалось что с богомолом мы справились бедный фред фред я понял хорошо то есть ты хочешь сказать что этот коридор является ловушкой дожди не стреляй безоружен так спейсеры обычно не сдаются потому что умный ты убил стольких я ничего никаких шансов может заключим сделку ладно пойдем я не понимаю бухтешь по поводу похожести игр порой люди хотят игру в другом сеттинге не всем заходят драконы томчат я уже говорил что вне зависимости хорошие это игра или плохая потому что кто-то сейчас скажет а занесли защищаешь я просто скажу стандартная чат постоянно ноет дело не в том что игра плохая дело в том что у нас сейчас очень ноющие люди очень ноющие именно поэтому я уже сто раз говорил я когда-нибудь откажусь от прохождения новинок просто потому что но у меня заебывают люди которые на каждой новинке вне зависимости от ее качества просто делают мозг мне и тем людям которые хотят просто посмотреть на игру ноют 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 но ясно чемоданы хорошо сейчас все игры плохие ну эти люди он rdr ругали годов вар ругать да все ругали на самом резидент л-4 сколько там нытья было господи боже dead space ремейк конечно же было много нытья да зато force покин все любят прости друг так вышло мнение не стой 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 родной тебе нельзя туда нет тебе туда нельзя ты не пойдешь нет нет я тебе сказал ты не пойдешь сюда вот сюда иди куда куда ты пошел куда ты захотел force покин любит молча ну типа того скотина ты чё блин ты чё битрейту плохо чат секунду держи себя в руках так перемещение ты так понимаю отсюда что-то скинуть ему спасибо тот чат сейчас все что такое что за опасность да сейчас секунду подожди рода сика так вот лягло что-то странно сегодня как-то отлегает а то есть серьезно мне не обязательно ждать полного в исполнении всего этого дела что ты делаешь что-то потащи отыщи отыщись нет а касса надо ждать блять гранаты чувак беги ладно в принципе план был примерно в этом но это был мисклик прости то не вроде безопасно все по плану нормально все то есть она только ножевые тела понял что там было от аструм перв викториум по моему да или вене в виде вичи да владимир да да так хорошо придется вспоминать самому самому чат не сильно помогает зря конечно зря так сик сэмпер тиранис ну мы не знаем так смотри 3 3 нет даже 3 3 4 так на 3 у нас т так не 2 и не 4 хорошо если на ты блять все ну смысле блин простите сейчас я подумаю чат тиранис может быть кстати говоря красноты даже сколько там раз два три 4 5 6 тиран тиранис а чел вон на вай наступил тиран подожди тиранис тиранис тиран низ надо да как как я нечаянно тиран низ обидно выходит конечно другой страны подожди чате предложили идею и пришел переделать даже немного так не работает дружище знаешь что вот уже слил много денег и да ты привлек мое внимание я просто хочу сказать следующее реально думать что вот ну за 10 с небольшим лет ты первый человек который желает мне зла и пишет всякие вещи там донатах ты правда думаешь что меня это трогает единственные блин эмоции которые ты вызываешь это я думаю такой поля какой же кошмар у меня сожаление на твой счет ты продолжай донатить я в принципе не против понимаешь не дает тех эмоций которые я думаю ты рассчитываешь от меня получить ты меня просто печалишь я же не против ты выбираешь для этого самый приятный для меня метод то есть ты хочешь мне донут и хорошо хорошо как бы ну ладно родной меня правда это не трогает но ты подумай сам ну господи 10 лет ты думаешь ты только за сегодня такой первый и по нажимать как же некоторым людям не хватает внимания насколько же это жалко и при этом немного даже печально так вот н вдруг я надеюсь что у тебя правда все будет хорошо ладно ну вот просто и в будущем ты перестанешь этой ерундой заниматься это откровенно жалко ай по моему вообще никакого негатива к тебе не испытываю я правда надеюсь что у тебя все налоги она наладится и ты их ну найдешь более интересные занятия в жизни чем пытаться докучать кому-то в интернете серьезно подожди тут можно было походу как-то обойти подожди то есть вы хотите сказать что я эту дверь не смогу а теперь в обратном порядке это проблема я не буду открывать ту дверь пока я думаю что мы какой-нибудь ключ найдем я вас понял так нам это лучше обойти по сути он своей своего добился последние пять минут стример чат только о нем и говорят ну возможно но давай просто скажем так в жизни ну каждый человек после себя след может оставить и ну этот след может быть как чем-то достойным так как говеном понимаешь следом ну типа я бы не хотел оставлять говеный след хотя я стример поэтому не уверен но это не то чем я бы хотела заниматься заметили ну ладно ну не уверен что это того стоило ну это давай уж добивая не знаю хорошо здесь у нас щит щит стреляет по нам о щит говорю ну щи если мы сделаем следующее попробуем взломать этот игра слушай ты меня только что заинтересовала и мотивировала я не смогу открыть этот замок и артур хорошие игры папка удачи в пятом классе подожди мы вскрыли пять замку мы открыли только два из пяти спасибо тебе денис но нам не хватает черт бусты так мы делали бестов мы тоже недостаточно сделали а во время битвы надо было я-то думаю что не так баллистическая система второго уровня больше на 20 процентов повреждений так как мы возьмем это нам поможет пока что у нас там а вот это еще надо было делать таргетинг но это и вы этого я вообще не делал так стелси да в смысле я убил только одного стелси я же блин стал спрак я пользуюсь им постоянно обидно так здесь мы натаскали всякое так но в принципе мы можем есть шанс что вы найдете дополнительные патроны когда обыскиваете контейнеры по-моему максимально бесполезно с другой стороны почему бы нет на десять процентов увеличение шанса для этого нужно и еще десять человек вскрыть оставлю пока чел который донатят лучше дари подписки не надо дарить подписки это деньги без осу пусть лучше донатят заткнись слышь как это так так как мы это пройдем я могу просто вынести конечно тихо 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 я не в том плане вынести а на руках вынести как невесту ну а что если мы как-то сбоку пройдем нет блин у нас немного взлома не хватает всего хорошего против лома нет приема если нет другого лома и расстрелять можешь могу но она очень больно щипается мне кстати хилок нет вообще их потратил очень много почему-то в этом месте я даже хз почему этот робот выглядит совершенно неподозрительно робот так 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 мы решим этот вопрос ничего страшного не происходит все хорошо у нас с вами есть да я тут о нет он сейчас догонит меня и убьет о ей какой кошмар о нет что мы будем делать оповещение обнаружку от как враги ксарик сладость спасибо вас буст жена выжила так у нас есть вещи которые мы можем похилиться это нам придет сейчас сделать спасибо вас буст телефоны вкусным сах你要 см о пиво вода а вот что за сквол это куда пхать неважно выпито так хорошо паста это что мясо подожди что это что индейка синтетическая на это подожди этого ты вкусно не очень-то повезло на самом деле так хорошо хорошо ладно хорошо что у нас есть определенные проблемы до шапнельные гранаты так хорошо ладно мы сохранимся быстро да сукин сын д хэм это вроде паштет отвечено хэмбурге это ну причина и этот самый артур а что если сперва был skyrim так вот на в переводе на человеческий артура что если с первого был skyrim великан отправлял давакинов в космос потом был фолочь бункер и на кто-то улетел а сейчас ты потом давакина победившего схватки с великаном идешь а потомок наверно да идешь последую разгадываешь тайну первых космос давакинов бред а вдруг тот все продумал продолжай в том же духе чтобы кто не говорил зрители тебя любят за твою настоящущность я тоже уже много лет когда плохо смотрю артура когда хорошо тоже смотрю арту и артур всегда рядом а мы с артуром сил тебе и вдохновения спасибо друзья спасибо я по без дураков вы знаете я всегда нахожусь под некоторым давлением потому что когда я смотрю ой когда я делаю стримы их смотрят довольно много людей вчерашний стрим посмотрел порядка ста тысяч человек что не так уж и мало на самом деле вот понятное дело среди зрителей хватает как доброжелателей так и не доброжелателей поэтому я уже оброс такой щетиной так сказать в районе жопы что мне вы извините конечно за прямоту по хую вообще но серьезно все эти хейтеры у нас своими были уже конфликты и запомните просто вспомните ни разу не было так что это было из-за какого-то конкретного человека просто временами бывает так что мне надо дает общение с людьми и мы начинаем сраться вот но какого-то конкретного хейта к зрителям я никогда не испытываю мне приятно положительные эмоции я готов пообщаться но серьезных эмоций я не испытываю от всего этого общения но какого-то негатива в принципе простите за прямоту такое бывает просто люди вы знаете ну такие сволочи это опять же не конкретно к тебе относятся с опять какая песечка обидится люди такие сволочи они всегда хотят подковырнуть побольнее это стандартное качество а учитывая что у меня многие подковыривают но они думают вот я-то оригинально как-то сделают какого-то как говна с каких только направлений не прилетала меня уже ну не сильно повторюсь это трогать поверьте мне вот я просто хочу чтобы у вас все было хорошо и пытаюсь вам доставлять контент ну и зарабатывать понятное дело на этом потому что мне нужно семью кормить это все мне жаль так что эти себя заманила но логово это секрет который передается уже более ста лет там есть свои правила помните как вы были подростком все эти тренировки учения все это было для того чтобы подготовить тебя к этому я знаю что у тебя получится ли он сейчас ли она найдем да эти тики 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 бики бики полный психи нет белый дикий нет пара каркуша нет порозных выше нет 2d копы нет 4d копы нет 6d копы нет душный чатик нет потом и бомба нет самый лучший тричный гибочек самый старый артур black of a day видите как плавят людей видите какой кошмар вот с этим приходится работать вы реально думаете что меня что-то пугает из людской натуры спустя 100 колец это выглядит как место где можно еще раз отлететь к стоп ух это там вроде как робота ну что это блять вообще что это за кошмар то есть получается рановато мы все вот эти вот мины потратили прочее да мне кажется что робот к модель 9 мне сейчас вломит надеюсь плюсом от черт он сыт за сам тоже хороший квест прям очень хорошие интересны без дураков вот бы хп немного да так хорошо может быть и клиникс поможет выбрать у тебя шлава я пари дуга ходу как я тебя шла мою всего хорошего у тебя еще грена остались да но мне и я я я думаю я его так разломаю мне бы желательно спрятать ну смысле оставить на будущее мне кажется дальше будет хуже так у меня была какая-то хилища пена я не знаю она выглядела отвратительно но пожалуй пришла пора так во во-первых вишенка а потом апельсин ничего страшного я у тебя 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 что тебя крыто так начало я как бы благодарен спасибо огромное вот но что происходит это что это это киш-миш но так а вот хилища паста она лечит ожоги малин и зря потратили подхил плюс 20 здоровья на две минуты сопротивление так это не то что непонятно так это от лихорадки всякое прочее кофе травму пак восстанавливает 7 здоровья за 5 секунд допустим были что-то переборщил по моему а нет не переборщил нет по мне может быть еще одного что что с ума сошли а я понял что-то сломалась хорошо эта игра она но редко ломается на метка да ну то есть такое как бы крайне редко в этой игре логово мантиса легендарного то ли бандита то ли борца с бандитами сейчас скажи мне она вот только по чесноку у тебя есть какая-то разница играю я с геймпада или с клава мыши то есть удобнее ли смотреть когда я более плавно вот так вот целюсь или достаточно ну стандартного тут я быстрее хожу и быстрее прохожу тут я ну хожу более плавно как на и 3 как тебе удобнее не дай бог скажешь что с геймпада тебе меньше нравится тебя просто забаню я при я уже все занесено банхаммер занесен не смей говорить пофигу без разницы то есть тебе пофигу понял ли он ты это сделал нет нет еще это не сделал теперь логово принадлежит вам внутри вы найдете все что нужно для того чтобы стать богомолом мой дорогой мальчик я была не самой лучшей матерью в эти последние дни я бы хотела стать лучшим богомолом быть лучше чем я она говорит я хотел бы много искать будь лучшим чем я богомолом тут применимо теорема эскобара а то есть ты не знаешь да то есть ты хотел бы чтобы я проходил как ты на руле вопрос снят я тебе сука щас открою огонь открывает огонь панус у себя огонь открой ага че ща подожди ща открывает он огонь лежать смотреть лучше с геймпада но играть кому как ну да очевидно еще квартиру в игре не купил нет я даже не знал что это возможно ты мне проспойлерил тебе бан беги прячься и тебе по и пивы числю он разве не стал твоим не знаю моим ли он стал или нет но он сказал я открываю огонь это мой корабль новый как помните недавно джейсон стейтом в у себя в инстаграме написал лучше играть с геймпада чем скаломыши и там был миллион лайков ну я просто я прочел такой офигел думаю ну да фуриус ну выглядит правда как говно ну ладно ну такое напоминает фолочевское оружие на самом деле о черт его выкинул не знаю по оружию я не могу у меня опять слишком много оружия мне начинает это бесить я люблю порядок в оружии это прям какая-то ну это перебор по моему как горит на дробовик сделать лазерный прицел берешь душлаг надеваешь на фонарик бранат хорошая квартира так выжженная земля предупреждение админалерт пожалуйста логнитесь с этого компьютера включите скорчит рф а в общем было закрыто три не за было обнаружено три незакрытых документа у вас есть один час до того как админ все дело почистить сам так ты это заслужил дориан должно быть ты думал что я безумно но теперь ты видишь верно все эти люди которых я не могла выбрать ты знаешь что ты подойдешь на роль мантиса лучше всех этих компьютерах ты найдешь историю мантиса что мантис такое сегодня не всегда все было так когда будешь читать эти логи про первого мантиса пожалуйста не суди ее слишком серьезно это было жестокое время и прежде чем она надела мантию и и стали узнавать как мантис раньше она все это дело испытывала как использовала только для того чтобы зарабатывать деньги но это может быть символ сделай заселенной системы безопасней бей по ужасу прям самое сердце и бей тех кто думает что они стоят над законом но самое важное держи все секреты в безопасности теперь я ухожу на пенсию пожалуйста не пытайся со мной связаться ты не сможешь найти меня я оставил тебе все что нужно предыдущий мантис и так понимаю мантис это мантис это богомол да первое убийство меня заставляли отбирать эти жизни а меня заставляли убивать раньше но это был первый раз когда я сделала это как богомол ощущения были другие мне было страшно а как будто я сражалась сама собой к этому моменту корабль мантиса рейзер лиф то есть режущий лист был на несколько световых лет лучше любого другого и она все еще так мне у меня все еще было ощущение что мне нужно было многое про апгрейдить внутри этого корабля имела значение крепость его корпуса даже несмотря на то что это был просто символ но в конце концов я стала лучше ридерера я просто представила что будет празднование в городе акила сити и я не смогла стряхнуть себя ощущение того сколько тракер заплатил за то чтобы это убийство произошло я не уверен почему старый мантис выбрал меня корабля хватит материться отстань из меня блин мне так голова заболела от этих прекрасных сочинений так мы можем пойти сюда а костюмы можем подобрать нет то есть вы хотите сказать чтобы от пещеры местная корабля даже я что-то не так сказал что такое опять чё вы кекаете чем стреляет эта пушка мне нужно понять потому что я не хочу ее прям всю потратить так она стреляет скорострельность диапазон точность так 50 м а я понял пойда забей тоже чат да я то блин но ребята я с вами срусь потому что мне это нравится у нас абьюзивные отношения понимаете то есть мы с вами постоянно ругаемся но это вообще не мешает нам любить друг друга а чё тебе стали подписки оплачивать просто баннер висит какой-то нет с чего мне стали подписки оплачивать просто баннер висит какой-то twitch говорит заработай мне мол включу денег друг ты знаешь я все еще желаю тебе удачи и я надеюсь что ты когда-нибудь вырастешь над собой перестанешь писать людям гадость продолжает она тить не продолжай я только за пока поверь мне этот скам работает в одну сторону я просто богатею а ты беднейший все перевод же есть уже ну это он и есть но пока что на субтитры веселый мясник сейчас ты вообще не вовремя ставишь к истории боба я должен выглядеть уверенно понимаешь как альфач а ты в результате оспариваешь меня то сейчас я поглажу почему он не стреляет до выстрелю из этой пушки сейчас чат не слышите как она трактит веселый мясник кстати говоря помашь лоб зеленки по а че че ну не хочу уделять слишком много внимания ребята отвлекайтесь на игру лучше чем на идиота господи человек донатит чтобы пытаться меня как-то подковырнуть давайте посчитаем 100 плюс 100 плюс 100 600 800 900 1000 1000 с лишним денег ты потратил просто для того чтобы попытаться привлечь мое внимание его привлёк но доволен ли ты этим боже это прям настоящее блин в эту пещеру но с на самом деле мне корабль не сильно нравится мог бы кушать пиццу да мог бы просто маме отдать хотя ты знаешь мне кажется мама не любит надеюсь любит не в целом ты перегружен да я знаю хорошо где у тебя это вход и типа он все время полу запущенный стоит серьезно может быть более у меня кислород кончается я бегу когда из-за того что я типа ну подустал у как у раз а а ты от зависимости вылечился в игре в смысле да то есть вы хотите сказать что вместо того чтобы вы мне сейчас дали этот корабль ну типа мне нужно переться обратно только потому что типа это пафосно сука должен быть костюм у нее по логике должен быть где мы обед костюм слышь игра если они получу тут никакого костюма то это минус балл сходу я предупредил о смаре у него там типа он отслеживал преступность ну выстрелит я думаю что по повой поинту просто выход как обычно ты типа сначала идешь полчаса туда а потом в конце любой локации выход это такой а понятно так обнаружены взрывы это так понимаю уже примерно когда так мейнфрейм проваливается так уже провалом 97 процентов так вот короче логи и здесь про то что процесс выжженная земля сначала было запущено для того чтобы уничтожить все улики но после этого на 97 процентах он выключился ты просмотрел бэт костюм я мог его просмотреть но здесь кроме меня еще сидят люди они ну в общем если они пропустили то это вообще без оправданий почему игры до сих пор нет секс мода я думаю уже есть на самом деле тот маркер ведет нас на выход верно этот маркер ведет нас но с блин мне в принципе нравится эта хижина господи божем и человек уничтоживший костюм колонистов с детьми становится новым бэтменом у тебя сказал что он становится мистер вейн кто вы без этого костюма на подожди что конкретно я вижу здесь а типа позже и я я могу любой взять не подожди ассисты тк ремонте спак так подожди так вот костюм сам же я его покупаю или чё я не понял почему у меня тут цены какие-то стоят и я не совсем понимаю или этого цена просто вот тебе и нет костюмы ну в принципе так понимаю броню можно особо не искать больше теперь вы одеты как черт хрен его знает на самом деле что в этом такого крутого три вариации ты взял все это был шлем это был ранец и это был костюм а человек болекула денег дали хорошо тема ударил игру ну блин блин мне хочется это открыть редкий предмет так что это такое что это я подобрал это оружие а чё он удалил то кстати ему не понравилось человек бега бол теперь-то сранцем ходишь я всегда хожу сранцем а человек бега бол так подожди резерч лэп это не то что нам сейчас нужно это что такое микроскоп микроскопом говорят удобно гвозди забивать ну шо вы тут а чё ты удалил игру ты чё хочешь чтобы мы поссорились это моя новая любимая игра на свете супер новая супер классная супер новая супер классная супер новая супер игра ты как его посмело удалить виду очень мой костюм не типа мы за ним шли год натурально видел сук штуками пахнет Блин, ну я не знаю Мне очень интересно пока Вон Тёма ударил игру, я ему говорю, что это лучшая игра Он неправильно поступил Ты видел мой костюм, я к нему час шёл? Это костюм местного Бэтмена Посмотри, какая красота Ты шутишь? Ну да Тёма, я с тобой солидарна Если что Насмотрится своих аниме Хоть кто-то В смысле, а у тебя чат поддерживал тебя? Нет, я на самом деле абсолютно поддерживаю по поводу этой игры Вот, но я её пройду Потому что стримы по ней смешные получаются Во-первых А во-вторых, ну вот вы реально необучаемые просто Вы вообще необучаемые То есть Блин, реально шашлыками запахло То есть прикинь Моровин Фоллаут 3 Скарим Обливиан Фоллаут 4 Фоллаут 76 Они все одинаковые И тут выходит новая игра Тодда И все такие Ооо, ну наверное это будет что-то другое И тут хоп, выходит ещё одна точно такая же игра Все такие Блин, я оскорблён Серьёзно, но это же было очевидно Что это будет игра Единственное, что бы меня вот вопрос вызывал Это движок И с движком всё очень плохо Я повторюсь Ну типа главная моя претензия Я люблю иммерсивные вот эти вот космические игры Стар Ситизен можно за многое пинать Но как выглядит путешествие Стар Ситизен Ты находишься в поселении Да, ну там допустим в своём доме Да, ты короче Выходишь из дома Идёшь по улице Заходишь в космопорт Видишь свой корабль Заходишь в шлюз Поднимаешься Взлетаешь на корабле Летишь Вылетаешь из атмосферы в космос Ставишь рамочный двигатель Летишь Видишь планету Приземляешься Да, всё это как бы безо всяких загрузок И в результате Ты просто, ну в общем Садишься на землю И ну всё Ты прилетел Как это работает в Старфилде Ты выходишь из дома Загрузка Вот Попадаешь на локацию Оттуда идёшь в космопорт Там метро В метро загрузка Попадаешь в космопорт Загрузка Видишь там корабль Заходишь в корабль Загрузка Садишься в корабль Вылетаешь Загрузка Взлетаешь Ну в космосе Выбираешь планету Загрузка Вот Летишь к ней Выбираешь саму планету Спускаешься Загрузка Ну ты понимаешь о чём я, да? Типа Это же пиздец Это не 2023 год И так во всём Кто-то ещё раз повторюсь Говорит, что эта игра Она нормально работает 25-30 кадров На стимдеке И типа Да Но при этом Ты будешь загрузки Испытывать По 30-40 секунд Буквально Каждые пару минут Это же вообще дичь Тот Сколько можно Тысяча планет Миллионы загрузок Мы кстати Ещё не одну планету Так до конца И не Прошли Ну в том плане Что Так, подожди А почему Верпоинт всё ещё туда? Бетезда Пообещала Не бросать Поддержку Редфул Они нам ещё И угрожают Теперь представь Как будут Хейтить Тез-6 На движке Морвинда Это новый движок Понимаете? Это Creation Engine 2 Вот Вчера человек Мне доказывал Что это прям Новый движок Вот Но если зайти Как бы на официальный Сайт разработчиков То выяснится Что Creation Engine 2 На котором будут Все новые игры Студии То есть Тут очевидно Получше графика Да? Вот Все новые игры Студии Это Развитие движка Creation Engine 1 Если ты зайдёшь На Википедию И почитаешь Про Creation Engine 1 То выяснится Что Creation Engine 1 Это модифицированная версия Движка Game Brio Которая использовалась Для создания Огромного количества игр Среди прочих Морвинда То есть По сути Всё это Движок Game Brio Просто достаточно Серьёзно Проапгрейдженный И вот Теперь мы имеем Creation Engine 2 Этот движок Будет использоваться Помимо вот этого Старфилда Будет использоваться В Тез-6 В новых свитках Так что Да Вы там тоже Не увидите хижин В которых Ну можно будет Через окна Увидеть то что Снаружи Вы там не увидите Локации на которых Мрот набит Спасибо друзья Кстати помимо Хороших Донатов Сегодня мрот Среди прочего Я бы хотел передать Привет Еблану Который Набивал Провокационными Вопросами Сегодня Сегодня Куплю за тебя Пиццу Ну в общем Съем Просто Чтоб тебе было Хорошо Хорошо В следующий раз Когда будет некуда денег потратить Потрать на благотворительность Я надеюсь Что ты Когда-нибудь поймёшь Что это важнее Ёблан Подожди А я Ой бля А я Говорили Что ушло 200 миллионов Нет 200 миллионов Это на Старсит Наверное Додо Пиццу Нет Додо Пицца На самом деле Хотя В прошлый раз Мы Покупали Это было Довольно Заткнись Это будет Легенд Загрузка Загрузка Дарна Дорогой Порванец Если В общем Хочешь Привлечь Чуть больше Внимания То Я тебе Напомню 500 рублей Озвучка Голосом Слабо Сказать Мне гадостей Но при этом Чтобы я их Услышал Или Лох Мне кажется Это лох Я не могу Отсюда Выбраться И корабль Улетел Наверх Сука Мне Все Все Таки Стримера Не зря Глупыми Называют Такие Агрессивные Байты Саркандаев Не тебе Рассказывать Мне про Агрессию Мне кажется Ты даже Какаешь Ты знаешь Разозленно Раньше Блэк Не ругался Конечно Я Раньше Вас Молча Банил У меня На Ютуб Канале Достаточно Много Людей Забанено Даже Не представляешь Цифру Я Пытаюсь Вспомнить Так Вот тут Я шел Вниз Здесь Кровище Кстати За 4 До 2 Есть Песни Которые Не нравятся Артуру Типа 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 Что происходит Господи Что за радиоактивный Снег Какой-то Идет Я уже забыл Что тут На поверхности Красиво Нет Я точную Цифру Не помню Но На ютуб Канале За первые Где-то 6-7 лет Стриминга И модерации Там не только я моделировал Там было несколько человек Было забанено Порядка 10-15 тысяч человек То есть Ну Это было сделано Потому что У меня комплексы Потому что Я ЧСВ И Ну В общем Потому что Я хотел чтобы вам было Нормально и комфортно В комментариях Одно не нужно Вычеркнуть Остальные два Утверждения Полностью верны Вот Поэтому давайте Мне расскажите Это примерно Как говорится Что раньше Артур не матерился А потом Посмотреть Одни из первых Его видео А потом Из старых А потом Из третьих За мнение Конечно же Ну Иди сюда Come to papa Где русификатор-то скачать Зайди на ДТФ Да просто введи в гугле Русификатор Дипл Для Старфилд Он сегодня ночью вышел Я всегда использовал Тактику анального Огрожения Так сказать От идиотов И она работала Люди тянулись Потому что там В комментариях Всегда было комфортно Тебе никто не мог Послать нахуй Тебе никто не мог Скать гадости После тяжелого Рабочего дня Ты приходил И отдыхал Возможно Это было жестоко По отношению к идиотам Но как бы К идиотам нужно Быть жестоким Потому что На таких простых ошибках Они научатся И в будущем Будут чувствовать себя хорошо Понимаешь То есть лучше Пускай учатся На мелких ошибках Слился чел Не донатил голосом А Понял Хейтеры поднимают Спрос и популярность Не знаю Я никогда К какой-то популярности Особо не стремился Старфилд На пока нема Я на пока играю С геймпадом Скажи Подожди А если Типа У меня два корабля То что мне делать С тем кораблем Так Логово Мантис Ну то есть Подожди Тот корабль Денег стоит Сука Надо было бежать Пока была возможность Продать А как я его продам Так ладно Я далеко приземлились Я попробую на этот корабль Сесть и улететь Но на том корабле Вещи лежат Конечно Этот корабль Меня в принципе устраивает Как же наши вещи На прошлом корабле Вот меня это тоже беспокоит Подожди Тут есть второй этаж Найс Там новый перевод Появился С использованием Яндекс Ты знаешь Я думаю Мне этого перевода Более чем хватит Ну то есть Я Если он тут Косячит откровенно То я просто исправляю Я же на слух слышу Что он косячит Ну ладно Я думаю Что может быть Нам сейчас скажут Если мы будем садиться За штурвал Допустим Пытаться взлететь Что мол Вот так У тебя другой корабль До свидания Нет Что за геймпад 8 беду Альтимейт По моему Он не отличается Какой-то особенной Компоновкой Он неудобнее Я просто его купил Для разнообразия Как будто катушка Тесла наверху Я не знаю На самом деле Вот это выглядит Как две бомбы Из зельды То есть Очевидно Что эти топливные баки Но можно подзарвать Ну хер знает Я же показывал вам Кладбище Своих геймпадов Поэтому да Так Теперь у вас новый корабль Ваш предыдущий корабль Был добавлен в ваш флот Чего? Чтобы получить корабли Которые в вашем флоте Вам нужно Но которые вы оставили Идите к технику кораблей В любом большом городе Попросите показать корабли Которыми вы владеете Оттуда вы можете Менять корабли И выбрать Ну один корабль Своим главным Ага А можно его продать? Надо эти шару убрать Они мне бесят А так довольно маневренный Конечно Найс Так Адмирал Генералиссимус Я б сказал Этот квест Определенно стоил того Ладно Давайте еще какую-нибудь силу получим Ну-ка Поблизости А так оно Прямо поблизости Лол Флоты в No Man Sky Выглядели хайпово Не знаю Я себя отдушился От того Что нужно крафтить Ради крафта Ради крафта Ради крафта Отлично Знаешь что, Робин? Отлично Ты выиграл Я спрошу у этого Случайного незнакомца В глубинах космоса Знает ли он Когда брат Сюда Куда мы направляемся Лучше меня Алло Это потому что Мы проскачиваем мимо Робин Ты можешь пять минут Не перебивать меня Может если ты послушал Меня время от времени Мне не пришлось бы тебя Перебивать Так Давайте резче Что вам надо Я с вами В отличии от Некоторых людей На этом корабле О, так это я Теперь драматизирую Но ты наглец Знаешь дорогу или нет? Чем скорее мы Покинем этот корабль Тем лучше Угу Честно говоря Я понятия не имею Да и мне и плевать Отлично Спасибо за ничего Не дело Неприятель Джон, так нельзя Обращаться с незнакомцем Тебе должно быть Стыдно за себя Я никогда не услышу Этого больше Конца этого Спасибо за помощь Прокладывайте свой путь Стреляй Ну вообще Отмороженое Да Как там Кровавые мальчики Перед глазами не стоят Просто стреляй Почему? Потому что Что? Как там у нас С беспределом Друзья Так Так Секунду Чат Я тут на секунду Просел Мы как там Живы? Если нормально Видите стрим То поставьте плюс Потому что я тут Неплохо Усел Так сказать Все нормально? Все хорошо? Ок Кто бы говорил Ну я бы говорил Боже Я с этим костюмом Не очень доволен С собой Мрот вернулся А чё он вернулся Кстати? Может лучше второй шлем Мантис поставить? Здесь второй шлем Мантис У меня был один шлем Мантис Ну и он тупо лучше Сильно Чем остальные Бывают какие-то Артефакты Трансляции Но я больше На свой интернет Грешу Да нет Все ничего Просто интернет Не очень у нас работает Надо будет решать Эту проблему Зато не видно Какой-то уродливый Да ты просто завидуешь Так Между тем Итак Курс планеты Сканируем Садимся С души Так сказать Надо было Мрот пустой вернуть Да не зачем Чё там же Я обманываю тебя сбор Я не вижу Где она Похожу еще По кораблю Зовите его Теперь серебряный Богомол Да Так Мне кстати Нужно скинуть Часть Так сказать Дерьма А тут мои вещи Лежат Лол Так Рюкзаки Мы сложим Подожди Это контейнер После прохождения Этой игры Что нас ждет А все Дурка Я думаю Дурка Боже Чё-то так Не очевидно Так А где у нас Здесь Хранилище На этом корабле Помимо того Что наверху Так Это шкафчик Капитана Это не то что нам надо Вообще Я думал Этот корабль Будет эпичнее Но что-то в нем Будет прям такое Что-то такое А я Супергерой Чтоб ты понимал Господи У меня каждый раз Сходить на второй этаж Сонг оф хоррор На этой неделе будет Нет Когда выходят новинки Я упираюсь в марафоны Потому что это Ну многим интересно Вот Просто в этом году Много марафонов Потому что много новинок Только поэтому Ну здесь можно много Всякого Красивого Разложить Кстати говоря Я бы сюда положил Что-нибудь Типа Скажем Вот эта винтовка Красивая Не то чтобы она мне нужна была Поэтому давай Пускай лежит здесь Типа для красоты Типа так и хотел У тебя голова Богомола на спине Я понял Ааа Слушаю реально Любимая игра За 2023 год В смысле Ты про эту спрашиваешь Или Вообще Вообще Не знаю У меня много Любимых игр в этом году Господи Здесь много ящиков Но это все не то Просто хранилище Корабля где Сколько тут слотов Давайте Давайте сложим сюда Пока Вот это Это Сколько Найс Так Патроны же по прежнему Ничего не весят Это хорошо Ладно Так Мы сюда только оружие Можем складывать Подожди Подожди Балдрус гейт Балдрус гейт Резиденты Волл 4 Зельда Фэнл Фэнтези Атами Харда Много всего Было На самом деле Кайфовых игр Более чем Хватает Так Избранная Блин Время уже 8 Нихрена Выглядеться Ничего Додспейс Ой Додспейс Говорю Да да Мне понравилось Кстати Хотя Ну Я от него Душился Игра Далеко Не лучше Что то я слишком сильно Остудил себя Сейчас бы заболеть еще Нет конкретно Хранилище Где Этого Звездолета Оно же отдельно Так Это капитанский То есть Вы хотите сказать Что вот это хранилище Оно у меня забито Прям Ну да Подожди Получается так Не болей Да нет Я просто Ну Надышался Так сказать Давайте немного Поспим на новой кровати Кайф А что означает Вот 4 местных часа Это 5 часов целого То есть Мы в целом 5 часов До обычного времени Спим Но вот Когда мы спим На первой планете Допустим Где там Вот это вот Все Там пишет Что по 60 часов Мы спим И тому подобное Если вещи Просто на пол Кидайте так хранить Не знаю Кстати Как это В этой игре работает Так Ну что Пойдем Еще один Тум Возьмем На самом деле Невесомость Показала себя Довольно Хорошей И полезной Темой Мы Мы Свою Помощью Вынесли Много Всего Так Посмотрим На искажение На Они О Там Местные часы от скорости вращения текущей планеты Да Но я говорю Я просто там на планете На одной из первых Как будто спал по 60 часов Балдурс Гейт 3 Или Зельда Тотк Да Зачем их Блин Сталкивать И пытаться выбрать что-то одно Это же тупо Напишу снова Доступ к трюму Можно получить Из меню Когда ты В корабле Тап Корабль Трюм Господи чел Хрень тебя Бог Давай сейчас Тулм уже возьмем Чтоб жилось спокойно И какалось ровно А ты долго стрим делаешь Будешь Долго Просто уже поздно Короче смотри Когда внезапно Экран сменится на другой И пойдут титры Значит стрим закончился Примерно тогда придет понимание Что стрима больше не будет сегодня Хотя и не факт Перегруженный пошел Да я даже не знаю Я не могу объяснить Почему Кстати на этом костюме По моему Другие показатели Влево в нижнем углу Не? То есть здесь гравитацию Пишет температуру схода Я не знал Что скафандры этим Отличаются Не Не сегодня я пораньше Не пойду Там Дашка Потому что Шашлыки хочет А это надо идти А я устал Не лень Специально читает сообщение Самых глупых Нет конечно Мы же тут общаемся На всякие разные темы Ты кстати очень давно Еще в летсплеях Задушился еще одной Игрой от Тодда Fallout 4 Почему? А я не помню Что это шумит? Это Аномалии шумят Сука У нас опять Гопман Получился Ну ты посмотри Я только сейчас понял Лады И ведь совершенно случайно Второй раз подряд Совпадение Совпадение Да Я думаю Это судьба Две полоски Две по две полоски Двакин Ты должен спасти нас Опа чё-чё опа нихуя блин, что-то плохое у нас какое-то поплыл, да давно уж на Нексусе человек русик делает и шрифты топ в общем недели будет отличный перевод так мы же только за пока он для людей делает нормальное прям, ну как бы мы только ей благодарны я таким людям жму всё что можно все переводчики молодцы фига какой дедовский кринж вспомнил про этого Славу не Славу, а Сяву а ты завтра стримишь посмотрим завтра, наверное, да это просто моя любимая игра, чтоб ты знал подумай мне пришло, я впервые за долгое время вынужден был отказать Димам они хотели в Outlast поиграть я говорю, выходит моя любимая игра моя любимая игра и в общем поэтому Outlast не было на этих выходных и не будет на этих выходных просто прикинь красиво, конечно костюм, конечно что ты, что ты сделал ну да, да да, именно так думаешь, мне стыдно? ну, нет Дима, опять скажу, что ты их сливаешь и будут правы, да да Дима написал, что я виноват так что я стал виноват, ладно потому что кого бы не было ну сколько можно, сколько можно так так я не успею а че, в смысле, я не успел? о, черт дима Продолжение следует... 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 багов по-прежнему нет какие баги то о чём вообще как тебе не стыдно здрасте чё за дичь за кого болеть ну я даже не знаю тут пираты но мы за пиратов вроде пирата сливают встал но пока я не участвую в битве я не теряю это моё это мне достойно господи на этом корабле догнать не могу а я понял почему спасибо спасибо так сказать за припасы друзья так ну ладно я не знаю аномалия это не то что нам нужно или то что нам нужно я думаю что отсюда мы уже сможем зайти туда так курс не устанавливается но все-таки есть мнение что наверное это та самая аномалия сканера поэтому дать попробуем сесть туда я не понял ты чё ты да что происходит где я что происходит с этой игрой почему я оказался в космосе если я выбрал точку на земле на которой надо приземлиться где я вообще есть сука какого черта при господи планете прилетел я выбрал аномалию и аномалию выбирал вот здесь вот эту вот ладно коллекционка по игре кайфовая но может быть но знаешь я просто все время так мой коллекционок видел что я бы не хотел сейчас коллекционками ничего общего иметь а как не сесть получается тогда ладно давайте попробуем через звездную карту возьмем вот так вот я так по приземлимся не туда сюда надеюсь мы полетим сейчас газовому гиганту может перезапустить игру не знаю я понимаю что у нас слишком много вещей но я должен забрать еще одну и после этого мы побежим все продавать вот есть слова силы значит это та же вселенная что и древние свитки какая прелесть я тут осознал что возможно благодаря твоим стримом какое-то количество людей не подсела на наркотики за неимением времени то есть они конечно все равно оказались в жопе но если ты послал они сами ушли это же хорошо не он то знаешь это звучит примерно как в том анекдоте да типа глаза добрые добрые а мог бы ножичком по горлу чел не выдумывай если бы дакобы нужно твое профессиональное мнение что лучше это или масс эффект андромеда и это однозначно причем с другой стороны вон тема сегодня удалил эту игру а масс эффект андромеду он прошел думаете и купил за 40 к или за 7 к за 40 кори за 7 к чего эта версия для геймпас который я поработал до премиум для как и туда поднимусь маяс в гору лезть нас я думаю вы знаете все ваши претензии по поводу того что в этой игре нет транспорта они разбиваются легко обо дно а на самом деле обстоятельства пройдет пару месяцев этот говард выпустит dlc за 70 долларов которым будет продавать вам транспорт ну и кто тут тупой кто-то кто-то и аннота я просто напоминаю что игра тода говарда oblivion была первой игрой в xbox life для которой были созданы dlc то есть первые dlc которые вышли вообще в истории но официально называющиеся dlc это были сбруи для игры elder scrolls oblivion в xbox life я не знаю где там еще они продавались но в xbox life прям целая история была как люди были недовольны за то что им типа часть игры продают за деньги но как говорится легка беда начала да посмотри на игру 2023 года есть обычные издания есть издание по подписки есть премиум издания премиум издания дает ранний доступ купи премиум издания а чё как лох я тут обсирал атомик а потом решил купить оригинала dlc то есть понравилось да а ведь хорошая стратегия продавать не доделал чтобы потом продавать доработки смотри я проще сделаю продавать не доделал все зачем доработки people have it ну куда он денется зачем дорабатывать лучше не дорабатывать меньше работать больше зарабатывать не благодари берешь продаешь игру голлум все такие купили таким ты такой мы извините нет ну как тут можно не выдумывать мы же тут все люди с фантазией и мечтателем в конце концов а еще вот новая песня я долго шел к этому синусе я ее вчера слышал подожди я вчера слышал людвиг блин анлаки ну спасибо нерв 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 и две полоски и снова две полоски понимаете в чем проблема не три полоски а две полоски то есть что в хогвартсе что здесь по две полоски о чем это говорит пятнадцатый уровень сила с альтаира 4c получена и этот ум называется сен стар став то есть чувство звезд так соедините себя с частицами создания чувствуя жизненные формы человеков алиэнов или звездно рожденных звездно рожденных это какой-то спойлер минус балл тот минус балл блюда тут никого нет вообще никого нет пустая локация знаете как я узнал потому что в этой игре вообще ничего не а подожди это потому что у меня чувства такие все еще пустая локация видали мой новый бэт костюм ну типа не бэт костюма губ костюм видали мой новый губ корабль я абсолютно не хотел этого хотел там какой-то супер крутой получить костюмы супер крутой корабль мне дали гоп костюм в котором у меня при этом мешок на голове и корабль у которого два яйца сзади ну на и спасибо огромное у меня реально на голове мешок как у этого злодея с бензопилой за резидента вот 4 как же всрата выглядит это планет а мне вообще полностью устраивать на самом деле но без дураков то есть есть тех людей которые в star citizen могут высадиться за городом и просто чать бежать час бежать в одном направлении ну то есть я понимаю это странно но да я даже не могу это объяснить по крайней мере это не болото не наезжу болото планета windows xp кстати да смотри люди бегут по плохой планете с хреновой графикой с мертвыми скалами бегут бегу потом начинают таки в интернете строчить нет ну это гениально но это конечно не на кодзима он просто взял и внезапно открыл новый жанр обалдеть бегать так здорово планета такая классная графика такая великолепная пипец на планете ничего нет потому что прошел хиральный дождь и чё тупые обалдеть невероятно хорошая планета там правда при этом еще это как бы дайхардман такой сэм а сэм я звонил тебе 30 секунд назад но это важно сэм я хочу чтоб ты сэм ты меня сэм сэм в общем сэм я покакал сэм кстати сэм у меня шнурок развязался я решил позвонить сэм можно я тебе фотографию пришлю с сэм ты меня сушишь ну скажи что ну сэм сэм ты спишь сэм нет я не сплю а чё ты не спишь сэм сэм на дверь сэм сэм и ты такой просто ходит кодзима мы поняли так ладно между тем нам с вами сейчас нужно вернуться обратно ту планету потому что силы но смысле у нас здесь поблизости больше не остались супер силы да у нас же нет поблизости еще одной силы просто в рамках прыжка а ну-ка и не знаю почему кстати говоря но я не могу отсюда помечать больше как будто уж не сохранится кстати говоря и в душу утащит меня удушево гильермо дель тора тащит потому что почему бы и нет так что я делаю господи мой мозг мой мозг нам с вами сейчас возможно нужно поговорить с владимиром давайте поговорим с владимиром а а сюда мы значит без проблем перемещаемся в любые другие места прям серьезную проблему прокладывает путь окей купил сегодня 4060 тебя вместо своей 2060 максимум 70 градусов и фейпеса побольше все ради прон модов для старфилда хорошо здравствуйте у меня нет контрабанды честно а то есть как есть контрабанда я просто ну как бы ни разу даже не сталкивалась с предложением и возить друзья по вопросу как мне игра прописывайте команду как игра потому что без обид приходит довольно часто без шуток каждые пять минут люди спрашивают я не могу всем отвечать поэтому я мог бы отвечать мне вот сколько слов наговорил я могу просто сказать тебе как игра но просто надоел пойми меня тоже не здесь ладно так мы летим на планету даже смысле джеймисон идем на планету джеймисон на планете джеймисон мы идем на мачту куша сейчас будем продавать всякое разное более оказался прямо здесь надо было сначала продавать всякое разное пусть сделают клипы новые смотрят мнение об игре кратко ты чё ты охренел сейчас будем клипы смотреть они хотят чтобы ему подвидел вот прям щас и я не могу просто этого сделать поэтому нет владимир но привет сарах и что-то меня бросила до злое ли прохождение ну сегодня допустим мы прилетели на планету около которой был неопознанный корабль который не выходил на связь мы прилетели по просьбе людей с этой планеты капитан охраны сказал в общем мы не знаем кто они мы не можем оставить с ними связь но у нас здесь курорта нам не хотелось бы чтобы непонятный корабль поэтому пойди попробуй с ними как-то свяжись и в общем договорись там я не знаю что нибудь сделай горит я говорю хорошо вот прилетает туда оказывается корабль который 200 лет лет летела сюда не на световой скорости и в общем они в результате являются потомками тех людей колонистов которые вылетели земли покорять эту часть космоса и такие мы ничего не знаем нам нужна с кем-то связь я говорю да не вопрос я помогу ну и вот в общем игра и все это видели что видели конкретно посиди подожди немножечко ну и в общем мы решили проблему следующим образом мы включили их реактор на расплав и улетели оттуда и ну не в общем больше не стали доставлять проблему там просто были технические неполадки конечно а еще мы два раза отсидели в тюрьме за эти два дня подожди где иван секунду иван иван а он на своей станции потом я правда еще напарить хотел человека который собственно все это и устраивал вот а он обозлился и деньги мне не платить поэтому пришлось всех попробовать убить вот а потом грузиться но вообще в целом все пострадали да в общем так выходит временами так я сейчас иду примерно в сторону порта примерно там продаю вещи я надеюсь что вещи с корабля тоже будут продаваться потому что если нет то я ну с ума сойду все это таскать до магазина блины понял ну окей в определенных условиях может и поможет там будет переключение инвентарь своя потом интеркада точно только неделю больше показывать план в том чтобы за неделю примерно и и пройти но при этом не сильно спешат я бы назвал игру star citizen на минималках прошлом позавчера посмотрел как ты играл в игру про стример и теперь ночью выходя оглядываясь не идет ли за мной чел в капюшоне да ладно я не кусаюсь чё ты скилл сквозь одежду не показывает минус бал для залез это свин пусти свинью за стол да она и ноги на стол верно понимаешь что работа уборщика среди прочего в том чтобы очищать с твоих ног который ты занесла сюда тут люди руками опираются чё-чё-то расщепелила это woman spreading понимаю так игра уже в минус ушла нет этот о чем так посмотрим мы хотим продать все вообще мы хотим продать оружие больше мы не хотим продать оружие мы не хотим продавать патроны ничего не стоит вообще кайфовый костюм ладно давайте признаем он был кайфом а можно сделать можно сделать вот так я блин даже десятой части не продал того что хотел ты что продал катану а я я ну да так мы уже наиграли семнадцать половина часов игру не сильно продвинулись по сюжету здравствуйте у вас деньги там не завезли случаем дайте денег нет не завезли обидно обидно я подожду ладно а у вас у вас ни одного сиденья вы не уважаете клиентов своих я буду жаловаться я буду жаловаться человек не гордый костюме посижу на твоем стуле сутки сохранить выстрелим нее и загрузить вскоре ими работала но если я выстрелю а сохранить выстрелим нее и загрузить скорее меня а понял попробую но это же новый движок тоже новый движок тут такой не работает я лучше подожду сутки купим обратно катану будут деньги не 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 никаких катан это же не катана даже это мачете 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 не сэмэсит ну попробую да подожди интересно посидел пипец просто так круто было сидеть и смотреть вот на это пытался понять что это а потом я понял что это на самом деле теория квантовой запутанности и здесь и логичнее крок расшифровывают агенту сельсом финг ну да не трясть сесть таблетки там не надо пошел ты в жопу а так о денег завезли молодец скафандры а все это возмутительно я буду жаловаться знаешь я бы я бы я просто буду жаловаться хорошие у вас место так просто выстрелить я просто не помню такого бага модами поправит конечно ей не сомневаюсь здравствуйте я же говорил новый движок съели хейтеры абсолютно новый creation engine 2 это мой любимый стул доказательство неопровержимый и да как тот ты обещал вот а я короче ей говорю я говорю вообще не при делах я ну я говорю с другой планеты мы поможем вам ваш корабль может быть и летел но я сейчас мне только нужно зайти ваш компьютер честно я там ничего читать не буду мне просто зайти пожалуйста вот захожу в компьютер да и внезапно оказывается что реактор ну перегревается я их предупреждаю не горит мы останемся на месте никуда не уйдем я говорю тогда я а простите здравствуйте да да ты не туда смотришь кнопку ждать за биндили к стулу в архитектуре движка это новый движок поэтому нет так подожди я чуть не купил костюм причем свой же костюм сюда сюда рюкзаки а ветеран-навигатор это какой это не тот который у меня у меня же другой тут на мне который даже не продал который нам не был я же не купил дожди а чёрт еще хуже так чат спокойно не волнуйся а где мой то ты продал свой смысле господи господи боже но нахер это у нее денег нет совсем прямой так скафандры мантис это продаем вот мантис как его продал ты господи так шлем и нормально так одежда чата на стопудово инопланетянка да да дело в этом она просто инопланетянка господи что я таскаю вообще с собой что я с собой таскаю мне вообще это все не нужно я не собираюсь ничего крафтить мне это не интересно зачем я это пытаюсь ну с собой таскать я же я же сказал что я не буду крафтом заниматься в этой игре это максимально душно зачем это ввх мне дружок пирожок так это так хорошо теперь ты просто космическая моль теперь ты просто мне завидуешь на что за сила есть можешь показать еще секунду еще шея не болит там нормально а я сейчас вернусь ты не волнуйся слышь мужик я тебе сейчас сломаю придурок пижаму за что я не собираюсь носить эту пижаму это подожди это же это же код нового движка creation engine 3 жесть сейчас я сутки подожду ладно вот ну короче я как-то иду просто по дороге да и внезапно ко мне подбегает человек бьет меня с и и ну пока я потерялся и она потерялся проиграл немного открылся он мою руку сует в карман гражданину понимаешь вот высовывает оттуда деньги и мне в руку вкладывает поднимается крик он начинает кричать помогите грабят вот тот чел убегает просто как ниндзя понимаешь в тень прибегают копы говорят ага попался на краже и ведут меня в околоток я говорю гражданин начальник я говорю никогда бы так не поступил я вообще избранный в этой игре он горит сука ты у меня сядешь есть и только ты незде а вот так пойдемте продадим остальное если долго сидеть в магазине на столе то тебя продадут давай у пана она умеет поворачиваться так что у нас тут есть надо положить туда больше никто не будет пытаться сажать наверно так но пускай она тут все лежит на корабле примечания ресурсы сейчас мы поднимем бабло зачем я еще питал себя иллюзиями что я буду собирать из этого чё но потом я понял что я не хочу этим заниматься это же дичь я не хотел этим заниматься в sky риме я не хотел этим заниматься в фоллауте я не хочу этим заниматься и здесь я fallout 76 играл я увидел сколько там этим заниматься я не буду в это играть здесь этим не обязательно заниматься и и я все равно все это дело таскал собой и при этом у меня перегруз постоянно из-за этого был да да до свидания и вам не кашляй чем в этой игре интересно заниматься тебе ничем судя по вопросу да да важно лаваш кстати классный ник дорогой дневник вот уже неделю нас подсобки живет покупатель который каждый день ничего не покупает а только продают такими темпами я потеряю работу на ремонт оставь ой бля там же были запчасти для ремонта ой 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 я даже не получил еще игру ты даже не гражданин получается как теперь да а давай теперь красить нужно ли нам красить этот корабль влажный лаваш ты знаешь насколько эпичный то у них было если бы у тебя был не красный вот не кровавый влажный лаваш прикинь это же жесть так смотрите мы сохраняемся потом мы мы опытные мы знаем что мы облажаться даже можем если у нас есть сейвы поэтому сохраняемся еще раз нет понял так я хочу просматривать изменять свои корабли так дожди вот мои корабли вот мой новый корабль а вот мой старый корабль могу ли я продать этот корабль сделать домашним нет улучшить нет разобрать могу его нет но я могу полностью разобрать просто по детали я вы чё думаете вы чё там думаете вообще так как это сделать только я забыл а я не могу я могу только новое купить любопытно ладно хорошо денег заработать на этом не получилось может меню покупки корабля есть такое кстати может быть мне кажется нет у продать но вы не можете продать свой родной корабль так это не мой родной корабль ну-ка этот я могу продать сделать домашний корабль ну вот 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 эти яйца надо убрать это просто ужас какой-то так это не то что хотел подожди ну что ариби дэрчи мой красивый корабль почему он не может быть свой родной вы не можете продать а это твои не можете продать а почему ну не можете ладно момент не тот блин ну вообще-то да денег нет у него 96000 меня 111 тысяч мы два самых богатых человек в этом городе как тебе не стыдно вообще-то игра даже как она тут работает а конструктор подожди я же и же весь корабль выбираю опять господи опять эта дичь начинается я сейчас хочу выбрать выбрать все вот а теперь цвет может как это неудобно геймпаде да господи камеры ты серьезно красный самурай блин красиво конечно вышло да согласны чат со мной согласны матра торопись и кто не согласен за банки у пожалуйста пожалуйста срочно хорошо так и это тоже черная вот этого быстрее не станет у нас станет ну допустим допустим ладно хорошо ладно яйца пока оставим да а где розовый рина не этот не наша тема но айс на клавиатуре вышло бы лучше нет и ничего не понимаешь просто суши на этот корабль довольно долго далеко прыгает может быть мы сможем сейчас по своим бандитским делам полетать на из щип о сэмбол с циньки май комрад циньки призови или пригони тут корабль наверно не покупает вот так как в другой системе или планете мне тут опять загрузку смотрите эти загрузки сраны одна на другой подожди я живу сделал ну основным кораблем он тут появлялась ну-ка подожди это вот так окей оправка но проблем ну проблем мой комрад так сделать домашним кораблем вот вот тебе мой шмелек давай о господи я не могу из этого меню сделать его домашним да что это за шутка то такая ну и конечно же я не могу продать этот корабль господи да кто ж этот интерфейс сделал ладно я зайду сюда сделаю этот корабль домашним и я думаю теперь он снова окажется здесь да господи боже какой кошмар ну продать не не момент неподходящий друзья не могу продать его ну просто момент не тот первый корабль в кредите по сюжету по моему но так не я же кредит брал пусть потом бегают с приставами а ну-ка посмотрим никого у меня нет на том корабле все находятся либо в лоджи либо в нью-хомстеде вот и нет ни одного человека который находился бы на корабле можно сделать гигантский корабль но там вроде очень серьезная нагрузка на вес и прочее поэтому скорее всего нет так ну по крайней мере мы продали вещь ему молодцы когда там конец сюжета чат мы не двигаемся концу сюжета к твоему сожалению мы не по сюжету играем и сегодня наверное процентов 70 стрима не занимались сюжетом в этом году самый долгий марафон у меня был вроде как по хогвартсу то есть единовременный я не читаю конечно там зельду который уже 18 стримов по моему было не знаю почему люди говнятся игра же прям хороша но я рашу тебе нравится ну люди просто говнятся потому что не говнятся ну типа так свет во тьме поговорить с надей муфас то что такое надей муфас это исследователь для сссн она ищет информацию по атаке на вектору и заплатят за нее а ну-ка а подожди это же здесь журналисты были там чего из-под струи от движков корабля сбегал я в телеге вчера выкладывал клип как у нас вчера я вместе с этим кораблем приклеился башку купите в код да было конечно делом так это нам куда а ну-ка давайте еще раз попробуем проверить и поставить свет во тьме даже где свет во тьме я я потерял а вот он установить на курс маст-дистрикт то все что нам нужно на масс-дистрикт мы находимся не в масс-дистрикте дожди мы находимся в вас диск дистрикте ну-ка еще раз перезагружусь ну да я сегодня на работе с этого клипа в голос при клиентах орнул подумали что я болею наверное ничего страшного не надо думать так она вроде как журналистка наверное ее нужно где-то найти еще раз си 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 н н си си н н так хорошо установить курс на эти установить курс ты просто покажешь планеты нахожусь си си н н можно мне вайпоинт пожалуйста алиса вруби вайпоинт я не говнюсь просто сюжет жду да нет я не про то я я шутил си си н н я буду как ну я буду по-прежнему это повторять просто потому что могу здравствуйте а где у вас тут си си н н башня ориона тут нет си си н н похоже тут не был все все нет не то что нам надо можно ли долететь от одной планеты до другой без пострела не то чтобы мы пробовали на по ощущениям нет цент аврийский арсенал болен звучит кайфово загрузка ты называешь это пушками вот пушка смотри смотри и учись салабонище чувствуется что местные жители живут своей жизнью они бесцельно ходят конечно конечно сейчас посмотри на них на эти одухотворенные живые лица посмотри на этот живой взгляд как на злой человек с нормальной внешностью но что ты будешь делать что такое что-то что-то Сиси и... Сиси... Что? Да, я похож на богомола. Keep it moving. Go fuck yourself. Yes, yes. Сиси и н. Не, ну Найс, конечно, дали задание. Найди, говорит, вот эту женщину в городе. Чел, ты, может, мне адрес дашь? Кубики продаете? Я такое жрать не буду. Нет, спасибо. Вот я в районе маст. Так я тут только что и был. Господи. Я с тобой с первой серии с Курима. Ты лучший. Спасибо, что смотришь. Лучших на ключе полно. И каждому говорят, что он лучший. Я просто рад, что я тебе нравлюсь. Сиси и н. Надо заткнуться. НН. Здесь есть отсылки на другие игры не Тодда. Пока не находил. Мы дышались углекислым газом. Вкусно. Вкусно. Хорошо. Тси и н. Не найден. Так, хорошо, ладно. Я передумал. Так, да. Я просто хотел пока здесь выполнить эту миссию. Так, я услышал сигнал бедствия от рядового Махони. Здесь есть фристар коллектив. Где-то ванпост его на Альтаире 2. Который был захвачен спейсерами. Нужна помощь. Так. Уолтер Страуд хочет поговорить со мной. Так, сила. Давайте еще одну силу возьмем. Мне просто интересно. Господи, как же это неудобно сделано. Установить курс. А, нам сначала взлететь надо. Да вон она. Да нет ее там, не выдумаю. Весь твич играет в Старфилд и только Даша в Блаз Фемос. Ну да, всегда должен быть какое-то, так сказать, особенное мнение-то, знаешь. Обычно, ну, как бы, я тоже играю со всеми. Но вот, допустим, когда последняя игра Балдурс выходила, очень многим зрителям было интересно. Все, сделали полный перевод всего со шрифтами. Теперь только полирует ручками. Молодцы, молодцы. Вот. Когда я не играл в Балдур, весь твич был завален Балдуром. А я играл в другие игры, народ приходил, такой говорил. Слава богу. Но сейчас я играю в Старфилд, потому что я игру ждал, и стримы получаются вроде веселые. Поэтому. Вот. А где рюкзак? Рюкзак на мне. Не надо, пожалуйста, меня пугать, хорошо? Пуганный. Ты вот так вот сдашься и не надоешься CNN? Может быть, потом просто. Установить курс. Чат. У меня не устанавливается курс. И на карте не показывается. Может быть, я не знаю, где бесель. Пуганный? Ну, конечно. Конечно, пуганный. Бесель. Так, бесель. Слушай, ну обычно у меня показывались. Землю уже посещали, да, конечно. Сириус. Наверное, надо. Но мы грузились и сохранялись, поэтому это вообще не отменило ничего. Сахаров. Что скажешь об игре? В общем, ожидал такого? Я только такого и ожидал. Меня очень удивляет реакция людей, которые такие. Тот снова сделал свою игру. Точно такой же, как в предыдущем. Пока этот Скорим без внятного открытого мира и с пушками, или мне кажется. Вы чё, блин, меня выводите на понятие, как игра? Я же говорю, блин, ну вы же постоянно, каждые две минуты приходите. Я не могу одно и то же обсуждать постоянно. Я с ума сойду. Так, ладно. Почему я не могу поставить вейпоинты на что-либо? Вот тут вот я могу? Тут могу. Наверное, мы там просто, ну, не можем ничего делать, да? Ладно, давайте тогда поговорим со Страудом. Давай, хрен с ним, ладно. Подожди, это не Страуд. Это... Хотя, в принципе, пошли с Владимиром поговорим, окей. На планете Земля есть Древняя Греция. Там стоит статуя Зевса. На члены уже залазили. Нет, к сожалению или к счастью. Нет возможности в игре увидеть старую землю в том обличии, в котором вы привыкли ее видеть, потому что... Произошел катаклизм и земля уничтожена. На, получи. Земля уничтожена. Вот тут весь движ начался в 2150 году из-за того, что они обнаружили, что через 50 лет земля будет уничтожена. Ну и разлетелись в разные стороны. Доска. По лору игры жители земли успели переселиться? Как видишь... Вот чёрт. Мистер Стар. Что-то мне нехорошо. Я такой... Пшш... Как видишь, да, успели. Кстати, чат, кто игру ещё не видел, готов вы видеть русского Владимира? О! Володя! Володь! Здоров! Извини, я тут читал в уме. У вас есть новый храм артефактов, Владимир? Над сроком появились признаки ещё одной крупной аномалии. Вот. Лови улыбку. Спасибо. На скинке? Хорошо, полетели. Отечество. Тут-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот этот взгляд... Отвидел, как он шеи, Павел, такой, когда уходил такой... Такой. Так, алло. Движение по... Да, не надо двигаться по заданному вектору. Так. Блин, почему я не могу найти Бесель-3Б? Где он находится? При этом эта карта сделана настолько неудобно, что просто, в принципе... Ладно. Тут мы можем установить. Так что в итоге? Покупать игру? Не, не надо. Не надо, не надо. Не покупай. Вопрос, раз возникли такого плана, лучше не покупай. Вот я здесь честно скажу. Что вы хотите? Кто вы такие? Упс, простите, я немножечко не смотрел в экран. Да этот звездолет просто разрушает все вообще. Жизнь, понимаешь, жопы. Все, что... Все, что можно. Всего хорошего. Что, все? А, алло. Убийство спейсеров полезно для души. Моя команда хочет, чтобы вы знали, как мы благодарны за помощь. Мы можем как-то отблагодарить вас? Да, денег дайте. А, мне нужны детали для ремонта, потому что я нечаянно все продал. Выполнено. Еще раз спасибо за помощь, принято. Конец связи. Жесть, я их разрушаю. Спасибо. Он не может разрушить фэмили. Хороший корабль. Я повторюсь, когда я летал на клавиатуре, я какую-то кнопку зажимал и мог осматриваться по сторонам. Можно ли так же сделать? Интересно. В геймпаде. Пора выйти на дуэль с звездой смерти. Я думаю, ничто подобное здесь. Подожди, я не туда лечу. Что? А, все? Ну ладно. Итак, у нас здесь безжизненная каменюка в качестве планеты. Пью кнопка смены вида. Может, и на геймпаде есть. А, подожди. А, ну да. Кнопка back, то есть select. Если ее зажать, то можно осматриваться по сторонам. Прямо как в VR. Жесть, у меня кабина как у автобуса. Ну, в смысле у моего корабля, а не у меня. Так, ну посмотрим. Посмотрим. О, новая картинка. Жалко, что не дает выйти из корабля в космос. Да. Очень жалко. Я думал, это большой астероид. Давай ты не будешь начинать. Плутон до сих пор плачет. Ты понимаешь, его всегда считали настоящей планетой. А потом такие... Не, маловат. Не, не, он не планета, он планетоид. Ну, камень просто. Он такой... Не смей обижать камни, понял? Никогда. Сюда. Странно. Похоже сюда. Но это не точно. Зря лазер продали. Можно было бы в космос с корабля выйти. Да-да, конечно. Встретим сентября. У тебя уже наступило. Ой, бля. Какой же кошмар-то завтра будет. Я только сейчас понял. Боже мой. О-о-о-о-о-о-о. Кошмар. Подожди, это не то, что нам нужно. Да? Гравитационная аномалия. Ну, это не та планета, которая нам нужна. нам вон туда не походу то она не тот не она и шел не в ту сторону нам километр идти нам туда и а календарь перевернул снова 3 сентября подрубай мемы ставь на мем прошу футинского мнения не буду этого делать что нам 200 метров через вот этот горный перевал никого поблизости нет почему подумал он потому что эта игра тода говарда прошептала игра тода говарда или потому что это необитаемая планета без воздуха без растительности и без тода говарда попався боже эти две полоски открывая родная почему выпендриваемся все еще красиво не успеем успели бы это фустрада местная я взял я взял где ты та да возьмите его как нежно я взял м я де Играет музыка. Это что-то новенькое. Нет, это ничего новенького. Меня просто накрыло. Recognition. Power from beyond. Так. Изгибает время и пространство будущего. Показывая путь, который кто-то пройдет. И слова, которые они скажут. А, да? Ладно. Спасибо, наверное. Ну, сейчас музыка скорее скорее, москве какая-то. А кто музыку писал к этой игре? Я просто не знаю. Если бы эта игра вышла в 2011-2015, это был бы топ? Не знаю. А что для тебя топ? Ах, бля. И нонзур? По-прежнему? Серьезно? Ну, хотя, чё удивляться. Так, я могу вернуться к кораблю. Могу заглянуть туда. А, там я уже был. Он уже часть команды, часть корабля. Но тут настолько мелодии, прям, ты знаешь. Настолько по большей части напоминают Fallout. Автор музыки Тодд Говард. Исполнитель. Тодд Говард. Музыкальный инструмент. Тодд Говард. Композитор. Тодд Говард. Да-да-да. Нет, тут был бы Хидео Кодзима. Я мог и переместиться по-быстрому. Я не знаю, почему я пешком бегу. Музыка не подходит. А какая бы подошла? Типа, стюардесса по имени Тодд Говард. Обожай моты. И купи скорей. Анил мой неземной. Ты повсюду со мной. А ещё купи Fallout 4, ТСО, ТСО, Fallout 76. И вот этот статус тоже купи. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Да? Обычная музыка космическая. Зачем я шёл сюда пешком? Прикинь, такой взлетаешь на корабле. Такой заходишь в корабль такой, драматичная музыка. И он такой... Я календарь. перевернул снова третье кто-то таблеточку забыл выпить ну да чел мы с вами сидим уже восемь часов что-то от меня хочешь вчера 12 сидели сегодня 8 такую touch my товара мой динь-динь-дон полетели себе дерьмовые платье дерьмо твою бать ублюдки печите свет а сука вы выучок боже как же она уничтожает а все богомол горит не настоящий лол так ватс на движке на движке на движке и ватс ватс на движке на движке но я учился и теперь полом мы поймали этих жадных ублюдков разве они не знают что твоя награда недостаточно велика следующий раз не стесняйся уходить нам не нужно чтобы наш золотой гусь поцарапался а да даже чем дольше вы живете тем больше щедрость за вашу голову поэтому мы хотим чтобы так и было впредь а да а налог на мою голову растет да теперь у нас два лагеря охотники за головами которые хотят получить деньги сейчас и люди которые хотят подождать и получить деньги позже я понял но хорошо ладно вы ничем не отличаетесь от нападавших на хотела всего хорошего если я сейчас сломаю будет ли это минусом к армии он меня прям провоцирует летает вокруг старфилд худший игрок года на втором месте редфулл и форспокен и чё чё то есть не сочти пожалуйста меня превратно не понравилось да и понравилось так я хочу попасть еще к одному ту уму мне бы хотелось это но все-таки она игра года ты как это чел из тупой еще тупее который какие у меня есть шансы ну ты знаешь один из миллиона то есть шанс у меня есть если лететь к планете можно в атмосферу эти нет нет нельзя почему я не могу это сломанный квест бессиль 3 так я не могу при этом нормально карту просматривать это просто дичь какая-то ну то есть ты можешь по ай блин я к смогу просматривать карту бессиль а можно тут поиск нет какой-нибудь там езды о миссии нет я должен искать вот так вот серьезно так на сириус это можно покрасить скафандр я такой возможности пока не видел но я не сильно и искал честно говоря чат мы так никогда не найдем рацион никогда не найдем альтаир нашел знаете почему нашел нужно изи и прям в камень но она так хорошо какой там песен бессиль под названием весель 3b покажи мне на карте не покажет это сломанный квест но это как бы маленькая контора у нее бывает такое да так это мы находимся на бессиль 3 но это основная планета а нам с вами нужно сенсорный контакт так корабль бессиль 3b весель 3а я опять забыл какой бессиль господи боже я не обучаем обе а бессиль 3b ну значит нам примерно сюда сканирование недоступно серьезно так аномалия с трудом нашел эту планету но все-таки сделал это с карим удобно на геймпаде играть с карим я на геймпаде прошел я даже ни разу не играл в него на клавомыши мне всегда было очень удобно я там и хорошо ты слуха раздавал и тому подобное да что вам надо то неизвестный корабль спасибо что ответили на мое сообщение мы пытались связаться с вами по поводу расширенной гарантии на ваше судно шо опять срок действия вашей гарантии истек или скоро истечет ты здесь неопределенности политической ситуации ты уже это говорил нет спасибо похоже вы не заинтересованы в получении да да до свидания так бессиль 3b это та самая планета это вроде красивая планета океаны мороз у катает их уже не лень так но я хочу сказать что не океанов не мороза не обнаружено температура минус 17 градусов по цельсию серьезно ясно морозная жидкость катится у нас по щекам не знаю искажение это хиральный дождь это херовый дождь я пока не вижу никаких искажений в принципе довольно атмосферно да если тут найти просто какой-нибудь рандомный корабль это было бы мега эпично странно я туда прилетел сэм 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 возьми труппу сэм 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 а ты делаешь я занят немного я перезвоню тебе алан сэм я я перезваниваю тебе стримера поплавил это уже часа три-четыре на я я не знаю на самом деле куда я иду потому что у нас нет никаких помех оба случайно не высадился в рову в рандомное место вроде нет но я допускаю что возможно и да что-то я уже не уверен судя по всему высадился кендалл что не походу я где-то не там где нужно что на той метке что-то интересное невероятно так не подожди я приземлился куда надо вот посадочная зона так даже ладно давайте на корабль взлетим атмосферу на самом деле планета всего одна на ней нарисовали кучу биомов и под видом высадки на другую планету после загрузки но мы всегда приземлялись на одну и ту же мы вообще находимся это знаешь в кресле ходим под себя и над нами проводят опыт и это про им а там же значок тут много значков так я вообще не понимаю почему вот это так принято фантастических фильмов о тут лед типа на земле допустим биомов огромное количество в зависимости от близости к экватору до близости к полярным шапкам зависимости от того на какой широте расположена то или иное место вот есть леса есть равнин есть пустыни да и снежные пустыни есть болотистые местности есть реки есть океаны фантастических произведениях сюда планета ледяной ад планета песчаный ад планета лес планета океан то есть как будто там натурально просто один биом а как чисто ну чисто вот гипотетически как планета лес существует на экваторе и при этом около полярных шапок одинаково ну то есть куда они приземлись везде лес да ладно тупо да тупо был ли контакт с чужими когда-нибудь да мы тут уже встречались в общем оказалось что это ребята к нам 200 лет летели вот я случайно взорвал их корабль если геологических процессов не проходила или проходили давно то будет один как на марсе ну то есть на марсе как бы нет кислорода вот но есть же хотя ты знаешь ну может быть да я в этом не задумывался сейчас бы застревать чат маска риме седобородые рядом сейчас вылезет снежный тролль вот сейчас вот вот почти ты ни разу и не стрельнул за ты пушки я продавщицу расстреливал случайно три раза загружал сохранение я случайно три раза загружал сохранение что не так а если планета океан то как то все мы тут были на планете океане мы тут но многие жаловались что планета океана нет я нашел в этом приземлились мы даже по дну походили выглядело не так эпично как звучит конечно но на марсе есть полярные шапки свои каньоны долины руслый рек не то что там долины есть я на самом деле одно не очень рад свои долины на марсе нам не нужны у нас своя долина тут еще бы подальше у них там один час равен семи годам жизни может подождем там с 6 прикинь посидели там выходит с 6 все такие подожди подожди это что тот говард сделал это тот говард снова сделал игру которую делает уже на протяжении 30 лет я расстроен геймер в ярости понимаешь да она кстати будет на том же самом движке что эта игра вот то есть на абсолютно новом creation engine 2 которые вообще даже близко не имеет ничего общего с creation engine 1 который использовался в прошлых играх и далее я же взял эта мини-игра довольно утомительна на самом деле я подожду я туда не полечу у меня жопа сгорит я взял ее я не могу туда взлететь я опять не успел да что ты будешь я почти немного сломала по моему этими кольцами ези ебан 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 так наше новое слово называется павел from beyond а какое господин кость мы взяли это место так хорошо граф дэш гравити wave подожди манипулируйте гравитации чтобы толкнуть себя вперед увеличить дамаг который вы наносите она nice где мы какого черта не в ту сторону это простите стремительный рывок пока что просто поднятие врагов воздух и расстреливание их это самое полезное что у нас было по моему по ощущениям у ощущениям моим ощущение что в конце игры персонаж артур будет как доктор манхэттен я так понимаю это способности аналоги криков да именно не буду ли я аналогом доктора манхэттен мы увидим на следующем стриме потому что на сегодня дамы и господа это все в чем смысл игры то какать бесконечно какать вот спасибо большое друзья за то что сидели со мной на сегодняшнем стриме завтра подок продолжим и на собственно будем двигаться дальше по сюжету не по сюжету я не знаю как видите я не сильно спешу по сюжету потому что среди прочего ну как бы кайфую просто того что провожу время в этой игре это далеко не заслуга игры на самом деле потому что мне просто интересно проводить время в этой игре с вами кекать местами до местами нет но в общем суть в том что на самом деле вот игру интересно играть на стриме стал бы ею проходить полностью без стрима я вам гарантии дать не могу на самом деле но с вами хорошо с вами друзья хорошо и в общем ждите анонсов завтра если все будет хорошо и все будет норм мы с вами продолжим я продолжу скрашивать ваши великолепные выходные своим великолепным стримом по этой игре на котором мы ее не то чтобы слов раним но довольно таки не торопливо проходим получается не очень добро по отношению к местным обитателям но тем не менее спасибо друзья за компанию и спасибо за донуты там один чел кстати лох оказался да раз в итоге сдался но в принципе в общем получился хороший стрим я сегодня им насладился вот всех люблю всех обнимаю всем хороших выходных хорошего вечера и всем пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте передам спасибо большое Передадим Александру Графу Который прислал мне на почту Свой великолепный саундтрек Из игры Рататан Который является продолжением Я так понимаю потопона идейным Он сказал что чату понравится Вот Обнимите пожалуйста и поставьте ему сердец Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok